МЕТТА СУТТА ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ АНГУТАРА НИКАЯ 8.1 Так я слышал, однажды Благословенный пребывал в Савадхе, в роще Джетты, в монастыре Анатхапиндики. Там Благословенный обратился к монахам. Монахи, учитель, ответили те монахи, благословенный сказал, монахи, когда освобождение ума доброжелательностью осуществлялось, было развито и взращено, сделано средством передвижения и основанием, выполнено, утверждено, должным образом предпринято, то в результате этого можно ожидать 8 видов пользы. Каких 8? 1. Практикующий доброжелательность хорошо спит. 2. Он пробуждается счастливым. 3. Ему не снятся плохие сны. 4. Он приятен человеческим существам. 5. Он приятен нечеловеческим существам. 6. Его защищают божества. 7. Ему не причиняют вреда огонь, яд, оружие. 8. Если он не проникнет далее, он направится в мир Брахм. 8. Монахи, когда освобождение ума доброжелательностью осуществилось, было развито и взращено, сделано средством передвижения и основанием, выполнено, утверждено, должным образом предпринято, то в результате этого можно ожидать этих 8 видов пользы. И далее он добавил. 9. И у того, осознан, кто всегда, способствует развитию безмерной доброты. 10. Оковы утончаются, коль скоро видит он уничтожение обретений всех, если с сознанием, что злости лишено. 11. Симпатию пусть даже к одному он зародит. 11. Посредством этого хорошим станет он. 12. И сострадательный в своем уме ко всем. 12. Он благородный, создает много заслуг. 12. Те царские провидцы покорили землю всю, с огромным множеством ее живых существ. 13. Странствуют здесь и там они, на жертвенник ведут, людей и лошадей. 13. И эти выполняют саммапасу, виджапейю, а также нирогаллу. 13. Одной шестнадцатый не стоит это все хорошо развитого добротой ума. 14. Как ни сравнится и скопление звезд с одной шестнадцатой сияния луны. 14. Тот, кто не убивает сам, не издает приказов всех. 15. Не покоряет сам других. Не просит покорять. 15. Тот, кто доброжелательен к живым всем существам, тот неприязни не питает к остальным. 15. Комментарии к сутте. 15. Пятое. Он приятен нечеловеческим существам. 16. Имеются в виду невидимые человеческому глазу существа, духи, якхи, божества. 16. На жертвенник ведут людей и лошадей, и эти исполняют саммапасу, виджапейю, а также нирогаллу. 16. Другие виды жертвоприношений брахманов. 16. Панья сутта. Мудрость. Ангутара Никая 8.2. 16. Благословенный сказал. 17. Монахи. Есть восемь причин и условий, которые ведут к обретению мудрости, основополагающей для ведения святой жизни, когда она еще не была обретена, а также к ее возрастанию, созреванию и осуществлению посредством развития, когда она уже была обретена. 18. Какие восемь? 18. Вот монах живет, завися от учителя или от некоего товарища монаха в позиции учителя. И к нему он утвердил острое чувство стыда и боязни совершить поступок, симпатию и уважение. 19. Таково первое условие и причина, которая ведет к обретению мудрости, основополагающей для ведения святой жизни, когда она еще не была обретена, а также к ее возрастанию, созреванию и осуществлению посредством развития, когда она уже была обретена. 20. Второе. По мере того, как он живет, завися от учителя или от некоего товарища монаха в позиции учителя, которому он утвердил острое чувство стыда и боязни совершить поступок, симпатию и уважение, он подходит к нему время от времени и интересуется. 21. Достопочтенный. Как это понять? Каково значение этого? И тот достопочтенный раскрывает ему то, что для него не было раскрыто, проясняет неясное, рассеивает его замешательство в отношении многочисленных трудных моментов. Таково второе условие и причина. 22. Третье. Услышав эту тхамму, он прибегает к двум видам изыманий неблагого. К изыманию в теле и изыманию в уме. Таково третье условие и причина. 23. Четвертое. Он нравственный, пребывает, обуздывая себя потимокхой, обладая хорошим поведением и подобающими средствами, видя опасность в мельчайших проступках, возложив на себя правила тренировки. Он тренируется в них. Таково четвертое условие и причина. 25. Он много изучал, помнит то, что изучил, накапливает в своем уме то, что он изучил. 26. Те учения, что прекрасны в начале, прекрасны в середине и прекрасны в конце, правильны и в духе, и в букве, провозглашающие идеально полную и чистую святую жизнь, таких учений он много изучал, удерживал в уме, повторял вслух по памяти, исследовал их в уме и тщательно проникал в них воззрением. Таково пятое условие и причина. 26. Он зародил усилия к оставлению неблагих качеств и обретению благих качеств. В этом он силен, упорен в старании, не откладывает своей обязанности развивать благие качества. Таково шестое условие и причина. 27. Находясь среди сангхи, он не пускается в беспорядочные и бессмысленные разговоры. Либо он сам говорит о Дхамме, либо просит кого-либо сделать так, либо хранит благородную тишину. Таково седьмое условие и причина. 28. Он пребывает в созерцании возникновения и угасания в пяти совокупностях, подверженных цеплянию. 29. Такова форма, таково ее возникновение, таково ее угасание. Таково чувство, восприятие, формации ума, сознание. Таково его возникновение, таково его угасание. 30. Таково восьмое условие и причина, которое ведет к обретению мудрости, основополагающей для ведения святой жизни, когда она еще не была обретена, а также к ее возрастанию, созреванию и осуществлению посредством развития, когда она уже была обретена. 31. Его товарищи-монахи почитают его так. Этот достопочтенный живет, завися от учителя или от некоего товарища-монаха в позиции учителя, и к нему он утвердил острое чувство стыда и боязни совершить поступок, симпатию и уважение. 32. Вне сомнений, этот достопочтенный знает и видит. Это качество ведет к близости, уважению, почтению, согласию и единству. 33. Они почитают его так. По мере того, как этот достопочтенный живет, завися от учителя, услышав Дхамму, нравственный, много изучал, зародил усердие, он не пускается в беспорядочные и бессмысленные разговоры, 34. Прибывает в созерцании возникновения и угасания в пяти совокупностях, подверженных цеплянию. Такова форма, таково ее возникновение, таково ее угасание, таково чувство, восприятие, формация ума, сознания, таково его возникновение, таково его угасание. 35. Вне сомнений, этот достопочтенный знает и видит. Это качество ведет к близости, уважению, почтению, согласию и единству. 36. Таковы, монахи, восемь причин и условий, которые ведут к обретению мудрости, основополагающие для ведения святой жизни, когда она еще не была обретена, 36. А также к ее возрастанию, созреванию и осуществлению посредством развития, когда она уже была обретена. 36. Подхама Апия Сутта. Неприятен. Ангутара Никая, 8.3. Благословенный сказал, монахи, обладая восемью качествами, монах немил и неприятен его товарищам-монахам, а также не уважается, не почитается ими. Какими восемью? 37. Первое. Вот монах хвалит тех, кто немил, и второе. Критикует тех, кто приятен. Третье. Он жаждет обретений, четвертое, и похвалы. Пятое. Он бесстыдный, и шестое, не имеет боязни совершить проступок. Седьмое. У него порочные желания. Восьмое. Он придерживается неправильных воззрений. 38. Обладая этими восемью качествами, монах немил и неприятен его товарищам-монахам, а также не уважается, не почитается ими. 39. Монахи, обладая восемью качествами, монах мил и приятен его товарищам-монахам, а также уважается и почитается ими. Какими восемью? Он не хвалит тех, кто не мил, и не критикует тех, кто приятен. Он не жаждет обретений и похвалы. Он имеет чувство стыда и боязнь совершить проступок. У него мало желаний, и он придерживается правильных воззрений. Обладая этими восемью качествами, монах мил и приятен его товарищам монахам, а также уважается и почитается ими. Дутия Апайя Сутта. Неприятен. Ангутара Никая, 8, 4. Благословенный сказал, монахи, обладая восемью качествами, монах немил и неприятен его товарищам монахам, а также не уважается и не почитается ими. Какими восемью? Первое. Вот монах жаждет обретений. Второе. Похвалы. И третье. Репутации. Четвертое. Он не знает должного времени. И пятое. Не знает умеренности. Шестое. Он не чист. Седьмое. Он много говорит. И восьмое. Он ругает и оскорбляет своих товарищей монахов. Обладая этими восемью качествами, монах немил и неприятен его товарищам монахам, а также не уважается и не почитается ими. Монахи, обладая восемью качествами, монах мил и неприятен его товарищам монахам, а также уважается и почитается ими. Какими восемью? Вот монах не жаждет обретений, похвалы и репутации. Он тот, кто знает должное время и знает умеренность. Он чист. Он не говорит много. И он не ругает и не оскорбляет своих товарищей монахов. Обладая этими восемью качествами, монах мил и приятен его товарищам монахам, а также уважается и почитается ими. Комментарии к сутте. Пятое. Не знает умеренности. Примечание переводчика. Очевидно, речь идет о знании подходящего момента, чтобы навещать семьи для получения подаяний, даров и т.д. А также, далее речь идет об умеренности в принятии этих даров. Шестое. Он нечист. А сутчи. Комментарий. Он наделен нечистым телесным поведением и т.д. Метта-сутта, доброжелательность. АН 8.1. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Саваттхе в роще Джетты в монастыре Анатхай Пиндике. Там Благословенный обратился к монахам, монахи. Учитель. Ответили те монахи. Благословенный сказал, монахи, когда освобождение ума доброжелательностью осуществлялось, было развито и возвращено, сделано средством передвижения и основанием, выполнено, утверждено, должным образом предпринято, то в результате этого можно ожидать восьми видов пользы. Каких восьми? Один, практикующий доброжелательность хорошо спит. Два, он пробуждается счастливым. Три, ему не снятся плохие сны. Четыре, он приятен человеческим существам. Пять, он приятен нечеловеческим существам. Один. Шесть, его защищают божества. Семь, ему не причиняют вреда огонь, яд, оружие. Восемь, если он не проникнет далее, он направится в мир Брахм. Монахи, когда освобождение ума доброжелательностью осуществлялось, было развито и возвращено, сделано средством передвижения и основанием, выполнено, утверждено, должным образом предпринято, то в результате этого можно ожидать этих восьми видов пользы. И далее он добавил, и у того, осознан кто всегда, способствует развитию безмерной доброты, оковы утончаются, коль скоро видит он, уничтожение обретений всех. Если сознанием, что злости лишено, симпатию пусть даже к одному он зародит, посредством этого хорошим станет он. И сострадательный в своем уме ко всем, он, благородный, создает много заслуг. Те царские провидцы покорили землю всю, с огромным множеством ее живых существ, странствуют здесь и там они, на жертвенник ведут, людей и лошадей, эти исполняют, саммапасу, виджапею, а также нерадгалу. 2. 1.16. Не стоит это все, хорошо развитого добротой ума, как ни сравнится и скопление звезд, с 1.16. Сияние луны. Тот, кто не убивает сам, не издает приказов всех, не покоряет сам, других не просит покорять, тот, кто доброжелателен к живым всем существам, тот неприязней не питает к остальным. 1. Имеются в виду невидимые человеческому глазу существа, духи, якхи, божества. 2. Другие виды жертвоприношений брахманов. Панья сутта, мудрость. АН 8.2. Благословенный сказал, монахи, есть восемь причин и условий, которые ведут к обретению мудрости. Основополагающим для ведения святой жизни, когда она еще не была обретена, а также к ее возрастанию, созреванию и осуществлению посредством развития, когда она уже была обретена. Какие восемь? 1. Вот монах живет, зависит от учителя или от некоего товарища монаха в позиции учителя, и к нему он утвердил острое чувство стыда и боязни совершить проступок, симпатии и уважении. Таково первое условие и причина, которое ведет к обретению мудрости, основополагающим для ведения святой жизни, когда она еще не была обретена, а также к ее возрастанию, созреванию и осуществлению посредством развития, когда она уже была обретена. 2. По мере того, как он живет, зависит от учителя или от некоего товарища монаха в позиции учителя, к которому он утвердил острое чувство стыда и боязни совершить проступок, симпатии и уважении, он подходит к нему время от времени и интересуется. 3. Достопочтенный, как это понять? Каково значение этого? И тот достопочтенный раскрывает ему то, что для него не было раскрыто, проясняет неясное, рассеивает его замешательство в отношении многочисленных трудных моментов. Таково второе условие и причина. 3. Услышав эту Дхамму, он прибегает к двум видам изымания неблагого, к изыманию в теле и к изыманию в уме. Таково третье условие и причина. 4. Он нравственный, пребывает, обуздывая себя потимокхой, обладая хорошим поведением и подобающими средствами, видя опасность в мельчайших проступках. Возложив на себя правила тренировки, он тренируется в них. Таково четвертое условие и причина. 5. Он много изучал, помнит то, что учил, накапливает в своем уме то, что он изучил. Те учения, что прекрасны в начале, прекрасны в середине и прекрасны в конце, правильны в духе и в букве, провозглашающие идеально полную чистую святую жизнь, таких учений он много изучал, удерживал в уме, повторял вслух по памяти, исследовал их уме и тщательно проникал в них воззрением. Таково пятое условие и причина. 6. Он зародил усилия к оставлению неблагих качеств и обретению благих качеств. В этом он силен, упорен в старании, не откладывает своей обязанности развивать благие качества. Таково шестое условие и причина. 7. Находясь среди санхи, он не пускается в беспорядочные и бессмысленные разговоры. Либо он сам говорит о Дхамме, либо просит кого-либо сделать так, либо хранит благородную тишину. Таково седьмое условие и причина. 8. Он пребывает в созерцании происхождения и исчезновения в пяти совокупностях, подверженных цеплянию, такова форма, таково ее происхождение. Таково ее исчезновение, таково чувство. Восприятие. Формация ума. Сознание. Таково его происхождение, таково его исчезновение. Таково восьмое условие и причина, которая ведет к обретению мудрости, основополагающей для ведения святой жизни, когда она еще не была обретена, а также к ее возрастанию, созреванию и осуществлению посредством развития, когда она уже была обретена. Его товарищи монахи почитают его так, этот достопочтенный живет, зависит от учителя или от некоего товарища монаха в позиции учителя, и к нему он утвердил острое чувство стыда и боязни совершить проступок, симпатии и уважении. Вне сомнений, этот достопочтенный знает и видит. Это качество ведет к близости, уважению, почтению, согласию и единству. Они почитают его так, по мере того, как этот достопочтенный живет, зависит от учителя. Услышав Дхамму, нравственный, много изучал, зародил усердие. Он не пускается в беспорядочные и бессмысленные разговоры. Пребывает в созерцании происхождения и исчезновения в пяти совокупностях, подверженных цеплянию, такова форма, таково ее происхождение, таково ее исчезновение, таково чувство. Восприятие. Формация ума. Сознание. Таково его происхождение, таково его исчезновение. Вне сомнений, этот достопочтенный знает и видит. Это качество также ведет к близости, уважению, почтению, согласию и единству. Таковы, монахи, восемь причин и условий, которые ведут к обретению мудрости, основополагающим для ведения святой жизни, когда она еще не была обретена, а также к ее возрастанию, созреванию и осуществлению посредством развития, когда она уже была обретена. Патхама аппио сутта, неприятен один. АН 8.3. Благословенный сказал, монахи, обладая восемью качествами, монах немил и неприятен его товарищам-монахам, а также не уважается, не почитается ими. Какими восемью? 1. Вот монах хвалит тех, кто немилый, 2. Критикует тех, кто приятен, 3. Он жаждет обретения, 4. Похвалы, 5. Он бесстыдный и, 6. Не имеет боязни совершить проступок, 7. У него порочные желания, и, 8. Он придерживается неправильных воззрений. 2. Обладая этими восемью качествами, монах немил и неприятен его товарищам-монахам, а также не уважается, не почитается ими. 3. Монахи, обладая восемью качествами, монах мил и приятен его товарищам-монахам, а также уважается и почитается ими. Какими восемью? 4. Он не хвалит тех, кто немилый, не критикует тех, кто приятен. 5. Он не жаждет обретения, похвалы. 6. Он имеет чувство стыда и боязни совершить проступок. 7. У него мало желаний, и он придерживается правильных воззрений. Обладая этими восемью качествами, монах мил и приятен его товарищам-монахам, а также уважается и почитается ими. Дутия Аппио Сутта, Неприятен 2. АН 8.4. Благословенный сказал, «Монахи, обладая восемью качествами, монах не мил и неприятен его товарищам-монахам, а также не уважается, не почитается ими. Какими восемью? Один, вот монах жаждет обретений, два, похвалы, три, репутации. Четыре, он не знает должного времени, пять, не знает умеренности. Один, шесть, он нечист. Два, семь, он много говорит, и восемь, он ругает и оскорбляет своих товарищей-монахов. Обладая этими восемью качествами, монах не мил и неприятен его товарищам-монахам, а также не уважается, не почитается ими. Монахи, обладая восемью качествами, монах мил и приятен его товарищам-монахам, а также уважается и почитается ими. Какими восемью? Вот монах не жаждет обретений, похвалы и репутации. Он тот, кто знает должное время и знает умеренность. Он чист. Он не говорит много, и он не ругает и не оскорбляет своих товарищей-монахов. Обладая этими восемью качествами, монах мил и приятен его товарищам-монахам, а также уважается и почитается ими. 1. Примечание переводчика СВ. Очевидно, речь идет о знании подходящего момента, чтобы навещать семьи для получения подаяний, даров и т.д. А также, далее, речь идет об умеренности в принятии этих даров. 2. О суче. Комментарий. Он наделен нечистым телесным поведением и т.д. Патхамалакатхамма сутта, мирские ситуации 1. АН 8.5. Благословенный сказал, монахи, эти восемь мирских ситуаций вращаются вокруг мира, и мир вращается вокруг этих восьми мирских ситуаций. Какие восемь? 1. Обретение и, 2. Утрата, 3. Слава и, 4. Плохая репутация, 5. Похвала и, 6. Порицание, 7. Удовольствие и, 8. Боль. Эти восемь мирских ситуаций вращаются вокруг мира, и мир вращается вокруг этих восьми мирских ситуаций. И далее он добавил, утрата, обретение, дурная репутация и слава, и похвала, и порицание, и удовольствие и боль, встречают люди эти ситуации мирские, непостоянные, текучие, которые не могут перемены избежать. Но человек, что мудр и осознан, всех их знает, и видит, перемены в них не избежать. Желанные условия его не бухгаражат, а к неприятным не имеет отвращения он. Влечений, отвращений он смог рассеять, они ушли и в нем их больше нет. Познав то состояние без пыли, без печали, он понимает правильно, существование преодолев. Дутия Лакадхамма Сутта, Мирские ситуации 2. А.Н. 8.6. Благословенный сказал, «Монахи, эти восемь мирских ситуаций вращаются вокруг мира, и мир вращается вокруг этих восьми мирских ситуаций». Какие восемь? Обретение и утрата, слава и плохая репутация, похвала и порицание, удовольствие и боль. Эти восемь мирских ситуаций вращаются вокруг мира, и мир вращается вокруг этих восьми мирских ситуаций. Монахи, необученный заурядный человек встречает обретение и утрату, славу и плохую репутацию, похвалу и порицание, удовольствие и боль. Обученный ученик благородных также встречает обретение и утрату, славу и плохую репутацию, похвалу и порицание, удовольствие и боль. Так в чем же разница, в чем несоответствие, в чем отличие между обученным учеником благородных и необученным заурядным человеком в этом отношении? Учитель, наши учения укоренены в благословенном, направляемы благословенным, находит пристанище в благословенном. Было бы хорошо, если бы благословенный сам прояснил значение этого утверждения. Услышав это из его уст, монахи запомнят это. Тогда слушайте внимательно, монахи. Я буду говорить. Да, учитель, ответили монахи. Благословенный сказал, один, монахи, когда необученный заурядный человек встречается с обретением, он не рассуждает так, это обретение, с которым я встретился, непостоянно, страдательно, подвержено изменению. Он не понимает в соответствии с действительностью. Два, когда он встречается с утратой, он не рассуждает так, это утрата, с которой я встретился, непостоянно, страдательно, подвержено изменению. Он не понимает в соответствии с действительностью. Три, когда он встречается со славой. Четыре, плохой репутации. Пять, похвалой. Шесть, порицанием. Семь, удовольствием. Восемь, болью, он не рассуждает так, это боль, с которой я встретился, непостоянно, страдательно, подвержено изменению. Он не понимает в соответствии с действительностью. Обретение завладевает его умом, и утрата завладевает его умом. Слава. Плохая репутация. Похвала. Порицание. Удовольствие. И боль завладевает его умом. Он увлекаем обретением и отвращаем утратой. Он увлекаем славой и отвращаем плохой репутацией. Он увлекаем похвалой и отвращаем порицанием. Он увлекаем удовольствием и отвращаем болью. Так, будучи вовлеченным в увлечение и отвращение, он не свободен от рождения, от старости и смерти, от печали, стенания, боли, уныния и отчаяния. Он не свободен от страданий, я говорю вам. Но, монахи, когда обученный ученик благородных встречается с обретением, он рассуждает так, это обретение, с которым я встретился, непостоянно, страдательно, подвержено изменению. Он понимает в соответствии с действительностью. Когда он встречается с утратой, он рассуждает так, это утрата, с которой я встретился, непостоянно, страдательно, подвержено изменению. Он понимает в соответствии с действительностью. Когда он встречается со славой, плохой репутацией, похвалой, порицанием, удовольствием, болью, он рассуждает так, это боль, с которой я встретился, непостоянно, страдательно, подвержено изменению. Он понимает в соответствии с действительностью. Обретение не завладевает его умом, и утраты не завладевает его умом. Слава. Плохая репутация. Похвала. Порицание. Удовольствие. Боль не завладевает его умом. Он не увлекаем обретением и не отвращаем утратой. Он не увлекаем славой и не отвращаем плохой репутацией. Он не увлекаем похвалой и не отвращаем порицанием. Он не увлекаем удовольствием и не отвращаем болью. Так, отбросив увлечение и отвращение, «Он свободен от рождения, от старости и смерти, от печали, стинания, боли, уныния и отчаяния. Он свободен от страданий, я говорю вам». Такова, монахи, разница, несоответствие, отличие между обученным учеником благородных и необученным заурядным человеком. И далее он добавил, утрата, обретение, дурная репутация и слава. Один, он понимает правильно, существование преодолев. Один, строфы те же, что и в предыдущей сути, А.Н. 8.5. Дивадатта Випатти Сутта, неудачи Дивадатты. А.Н. 8.7. Однажды Благословенный пребывал в Раджагахе на горе Утес Ястребов вскоре после того, как Дивадатта ушел. Там Благословенный обратился к монахам, имея в виду Дивадатту, монахи, время от времени монаху полезно пересматривать собственные неудачи. Время от времени ему полезно пересматривать неудачи других. Время от времени ему полезно пересматривать собственные достижения. Время от времени ему полезно пересматривать достижения других. Поскольку его одолели и охватили восемь плохих ситуаций, Димвадатта обречен на плохой удел, обречен на ад, и он пробудет там в течение цикла существования мира, и нет возможности исправить это. Какие восемь? Один, поскольку его одолело и охватило обретение, Димвадатта обречен на плохой удел, обречен на ад, и он пробудет там в течение цикла существования мира, и нет возможности исправить это. Два, поскольку его одолело и охватило утрата. 3. Слава. 4. Плохая репутация. 5. Честь. 6. Бесчастье. 7. Порочное желание. 8. Одолела и охватила дружба с плохими друзьями. Димвадатта обречен на плохой удел, обречен на ад, и он пробудет там в течение цикла существования мира, и нет возможности исправить это. Поскольку его одолели и охватили эти восемь плохих ситуаций, Димвадатта обречен. Нет возможности исправить это. Монаху полезно преодолеть обретение, как только оно возникает. Для него полезно преодолеть утрату. Славу. Плохую репутацию. Честь. Бесчастье. Порочное желание. Дружбу с плохими друзьями, как только оно возникает. И почему монаху следует преодолевать обретение, как только оно возникает? Почему ему следует преодолевать утрату? Славу. Плохую репутацию. Честь. Бесчастье. Порочное желание. Дружбу с плохими друзьями, как только она возникает. Те пятна умственных загрязнений, бедственные и беспокоящие, которые могут возникнуть в том, кто не преодолел возникшего обретения, не появляются в том, кто преодолел его, как только оно возникло. Те пятна, бедственные и беспокоящие, которые могут возникнуть в том, кто не преодолел возникшие утраты. Славы. Дурной репутации. Чести. Бесчестия. Порочных желаний. Дружбы с плохими друзьями, не появляются в том, кто преодолел ее, как только она возникла. Поэтому, монахи, вот как вы должны тренировать себя, мы преодолеем обретение, как только оно возникнет. Мы преодолеем утрату. Дружбу с плохими друзьями, как только она возникнет. Вот как вам следует тренировать себя. Уттара Випатти Сутта, Уттара о неудачах. АН 8.8. Однажды достопочтенный Уттара пребывал в Махисаватху в Тхаваджалики на горе Сангхеи. Там достопочтенный Уттара обратился к монахам так, «Друг, друзья монахи!» «Друг!» Ответили те монахи. Достопочтенный Уттара сказал, «Друзья, время от времени монаху полезно пересматривать собственные неудачи. Время от времени ему полезно пересматривать неудачи других. Время от времени ему полезно пересматривать собственные достижения. Время от времени ему полезно пересматривать достижения других». И в то время великий царь Дэвов Висавана направлялся по некоему делу, путешествуя с севера на юг. Он услышал, что достопочтенный Утар возле Махисава Тфуфтхаваджалики на горе и Сангхейе учат монахов Тхаммитак, друзья, время от времени монаху полезно пересматривать собственные неудачи, достижения других. И тогда, подобно тому, как сильный человек распрямил бы согнутую руку или согнул распрямленную, Висавана исчез с горы Сангхей и появился среди божеств Туватимсы. Он подошел к царю богов Сакки и сказал ему, многоуважаемый, знайте, что достопочтенный Утар возле Махисава Тфуфтхаваджалики на горе и Сангхейе учат монахов Тхаммитак, друзья, время от времени монаху полезно пересматривать собственные неудачи, достижения других. И тогда, подобно тому, как сильный человек распрямил бы согнутую руку или согнул распрямленную, Сакка исчез из мира богов Туватимсы и возник возле Махисава Тфуфтхаваджалики на горе и Сангхейе перед достопочтенным Утарой. Он подошел к достопочтенному Утаре, поклонился ему, встал рядом и сказал, правда ли, достопочтенный, что, как говорят, вы учите монахов Тхаммитак, друзья, время от времени монаху полезно пересматривать собственные неудачи, достижения других? Да, царь богов. Но, достопочтенный, это ваше собственное разумение или же слово благословенного, Араханта, полностью просветленного? Что же, царь богов, я приведу тебе пример, поскольку бывает так, что умный человек понимает на примере значений сказанного. Представь, как если бы неподалеку от деревни или города была бы огромная куча зерна, и большая толпа людей забирала бы зерно коромыслами, ведрами, кошелями, горстями. Если кто-нибудь подошел бы к этой большой толпе людей и спросил бы, откуда вы взяли это зерно, то чтобы они ответили, достопочтенный, эти люди сказали бы, мы его взяли из большой кучи зерна. Точно так же, царь богов, все хорошо сказанное, все это слово благословенного, Араханта, полностью просветленного. И другие, и я сам, выводят наши собственные слова из сказанного им. Как удивительно и поразительно, достопочтенный, как хорошо вы сказали об этом, все хорошо сказанное, все это слово благословенного, Араханта, полностью просветленного. И другие, и я сам, выводят наши собственные слова из сказанного им. Однажды, Достопочтенный Уттара, благословенный пребывал в Раджагахе на горе Утес Ястреба вскоре после того, как Дивадатту ушел. Там он обратился к монахам, имея в виду Дивадатту, монахи, время от времени монаху полезно пересматривать собственные неудачи. 1. Вот как вам следует тренировать себя. Достопочтенный Уттара, это изложение Дхамы не было провозглашено где-либо среди четырех человеческих собраний, то есть среди монахов, монахинь, мирян и мирянок. Достопочтенный, выучите это изложение Дхамы, освоите это изложение Дхамы и удержите это изложение Дхамы в своем уме. Это изложение Дхамы полезно. Оно относится к основам святой жизни. 2. 1. Здесь повторяется вся предыдущая сутта Айон 8.7 целиком. 2. По заметке Достопочтенного Бодхи, не совсем понятно почему царь богов говорит так, поскольку к этому моменту это наставление уже было дано монахам, а те, скорее всего, в свою очередь изложили его и остальным. Нанда сутта, Нанда. Айон 8.9. Благословенный сказал, монахи, один, тот, кто говорит правдиво, мог бы сказать о Нанде, что он представитель клана, два, что он силен, три, что он грациозен, и, четыре, что он подвержен сильной склонности к жажде. 1. И каким бы еще образом Нанда мог бы вести полную чистую святую жизнь, если бы, 5, не охранял двери органов чувств, 6, не соблюдал бы умеренности в еде, 7, не предавался бы бодрствованию, 8, не обладал бы осознанностью и бдительностью. 2. Монахи, вот как Нанда охраняет двери органов чувств, если ему нужно посмотреть на восток, он делает так только после тщательного обдумывания и пребывает в бдительности, когда я посмотрю на восток. 3. Плохие, неблагие состояния жажды и недовольства не наводнят меня, если ему нужно посмотреть на запад, на север, на юг, вверх, вниз, осмотреть промежуточные направления, он делает так только после тщательного обдумывания и пребывает в бдительности, когда я посмотрю в промежуточных направлениях. плохие, неблагие состояния жажды и недовольства не наводнят меня. Вот как Нанда охраняет двери органов чувств. И вот как Нанда соблюдает умеренность в виде, тщательно это обдумывая, Нанда принимает пищу не ради развлечения, не ради опьянения, не ради физической красоты и привлекательности, но только для того, чтобы выжить и поддержать это тело, для того, чтобы устранить дискомфорт, ради ведения святой жизни. Думая так, я устраню возникшие чувства голода и не создам новых чувств от переедания. Так я поддержу свое здоровье, не вызову порицаний, буду жить в благополучии. Вот как Нанда соблюдает умеренность в виде. И вот как Нанда предается бодрствованию. Днем Нанда сидит, ходит вперед-назад, очищая свой ум от тех состояний, что создают препятствия. Во время первой стражи ночи он сидит, ходит вперед-назад, очищая свой ум от тех состояний, что создают препятствия. Во время срединной стражи ночи он ложится на правый бок в позе льва, положив одну ступню на другую, осознанный и бдительный, предварительно сделав в уме отметку, когда следует вставать. После подъема, во время последней стражи ночи, он ходит вперед и назад, очищая свой ум от тех состояний, что создают препятствия. Вот так Нанда предается бодрствованию. И вот как Нанда осознан и бдителен, Нанда зная чувства, по мере того, как они возникают, наличествуют и исчезают. Он знает восприятие по мере того, как они возникают, наличествуют и исчезают. Он знает мысли по мере того, как они возникают, наличествуют и исчезают. Вот как Нанда осознан и бдителен. И каким бы еще образом Нанда мог бы вести полную чистую святую жизнь, если бы не охранял врата чувств, не соблюдал бы умеренности в еде, не предавался бы бодрствованию, не обладал бы осознанностью и бдительностью? Один, двоюродный брат Будды, смотри. СН 21.8. Он был известен тем, что был очень похотлив и поначалу вел святую жизнь с целью за получение небесных нимб в следующей жизни. Карандава сутта «Отбросы» А.Н. 8.10. Однажды Благословенный пребывал в Чампе на берегу лотосового пруда Гадгары. И в то время монахи делали выговор монаху за проступок. И когда они делали ему выговор, тот монах отвечал уклончиво, переводил беседы на другую тему, выражал злобу, ненависть и негодование. Тогда Благословенный обратился к монахам, «Монахи, выбросьте этого человека! Монахи, выбросьте этого человека! Этого человека следует изгнать. Стоит ли оно того, что сын других утомляет вас? Один. Монахи, покуда монахи не видят его проступка, этот человек ведет себя так же, как и хорошие монахи, когда, один, идет вперед и, два, возвращается, три, смотрит вперед и, четыре, по сторонам, пять, сгибает и, шесть, распрямляет свои члены тела, семь, несет одеяние, восемь, внешнее одеяние и чашу. Однако, когда они видят его проступок, они знают его как порчу среди отшельников, как отбросы и высивки среди отшельников. Затем они выдворяют его. Почему? Чтобы он не попортил хороших монахов. Представьте растущее поле ячменя, и появился бы некий зараженный ячмень, который являлся бы отбросами и высивкой среди ячменя. Покуда колос не поспел, его корни будут подобны тем другим корням хорошего ячменя. Его стебель будет подобен тем другим стеблям хорошего ячменя. Его листья будут подобны тем другим листьям хорошего ячменя. Однако, затем, когда колос поспеет, его увидят как зараженный ячмень, как отбросы и высивки среди ячменя. Тогда они выдерут его с корнем и выбросят прочь с поля. И почему? Чтобы он не попортил хороший ячмень. Точно так же, покуда монахи не видят его проступка. Чтобы он не попортил хороших монахов. Представьте, как если бы просеивали большую кучу зерна, и прочные и цельные зерна собирались бы в кучу, что рядом, а ветер сдувал бы испорченные и побитые зерна в другую сторону. Затем хозяева взяли бы метлу и смели бы их еще дальше. И почему? Чтобы они не попортили хорошее зерно. Представьте, как если бы человеку понадобилась бы сточная канавка для колодца. Он бы взял острый топор и вошел бы в лес. Он бы ударил топором несколько деревьев. Будучи ударенными, прочные и цельные деревья издали бы глухой звук, а те, что внутренне прогнили, испорченные, разложились, издали бы пустой звук. Тогда человек срубил бы под корень такое дерево топором, срезал верхушку, тщательно вычистил его и использовал бы в качестве сточной канавки для колодца. Точно так же, покуда монахи не видят его проступка. Чтобы он не попортил хороших монахов. И далее он добавил, лишь проживая вместе сможешь ты его узнать, как злого человека, чьи желания порочны. Словами сеет клевету, упрямый, дерзкий он, завистливый, скупой, и других вводит в заблуждение. С людьми он говорит, будто бы сам, аскет, он обращается к ним голосом спокойным, но втайне делает свои порочные дела, с губительными взглядами, без уважения к другим. Хоть и заблудший он, хоть ложь он говорит, знать следует его таким, какой он есть. И встретиться в согласии всем нужно будет вам, с решительностью выгнать следует его. От мусора избавьтесь. Устраните же испорченных друзей. Сметрите высевки, тех неотшельников, которые отшельниками мнят тебя. Изгнав всех тех, с порочными желаниями, и с поведением, с прибежищем плохим, живите в общности, будьте осознаны, чистые с чистыми, и вот тогда, в согласии, и в бдительности пребывая, страданиям положите конец. Один, комментарий не дает пояснений, но, очевидно, имеется в виду то, что этот монах не является истинным учеником Будды, а является сыном, учеником, иного учителя. Веранджа сутта, Веранджа. АН 8.11. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Верандже у подножья неимого дерева Налеры. Один. И тогда Брахман из Веранджи подошел к Благословенному и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и сказал Благословенному, «Я слышал так, мастер Гатама, отшельник Гатама не выражает почтения тем Брахманам, которые старые, пожилые, отягощенные годами, много прожившие, чьи дни подходят к концу. Он не встает перед ними и не предлагает им сидения». И это действительно правда, что мастер Гатама не выражает почтения тем Брахманам, которые старые, пожилые, отягощенные годами, много прожившие, чьи дни подходят к концу, не встает перед ними и не предлагает им сидения. Не подобает так делать, мастер Гатама. Брахман, в этом мире с его дэвами, Марой, Брахмой, с его поколениями жрецов и отшельников, богов и людей, я не вижу никого, кому бы я мог выражать почтение, или перед кем я мог бы вставать, или кому я мог бы предлагать сидение. Поскольку если Татхагата выразит почтение кому-либо, или встанет перед ним, или предложит ему сидение, то голова этого человека расколется. Два. Один, у мастера Гатамы нет вкуса. Три. Брахман, есть способ, когда можно правдиво сказать обо мне, у отшельника Гатамы нет вкуса. Татхагата отбросил свой вкус к формам, звукам, запахам, вкусам, и тактильным ощущениям. Он срезал их под корень, сделал подобными обрубку пальмы, уничтожил, так что они более не смогут возникнуть в будущем. Вот каким образом кто-либо мог бы правдиво сказать обо мне, у отшельника Гатамы нет вкуса. Но ты ответил, не это имя я в виду. Два. Мастер Гатамы не общителен. Четыре. Брахман, есть способ, когда можно правдиво сказать обо мне, отшельник Гатамы не общителен. Татхагата отбросил общительность с формами, звуками, запахами, вкусами, и тактильными ощущениями. Он срезал их под корень, сделал подобными обрубку пальмы, уничтожил, так что они более не смогут возникнуть в будущем. Вот каким образом кто-либо мог бы правдиво сказать обо мне, отшельник Гатамы не общителен. Но ты ответил, не это имя я в виду. Три. Мастер Гатамы приверженец неделания. Пять. Брахман, есть способ, когда можно правдиво сказать обо мне, отшельник Гатамы приверженец неделания. Ведь я провозглашаю неделание телесного, словесного, и умственного плохого поведения. Я провозглашаю неделание многочисленных видов плохих, неблагих деяний. Вот каким образом кто-либо мог бы правдиво сказать обо мне, отшельник Гатамы приверженец неделания. Но ты ответил, не это имя я в виду. 4. Мастер Гатамы, а не гелицинист. 6. Брахман, есть способ, когда можно правдиво сказать обо мне, отшельник Гатамы, а не гелицинист. Ведь я провозглашаю уничтожение жажды, злобы, и заблуждения. Я провозглашаю уничтожение многочисленных видов плохих, неблагих качеств. Вот каким образом кто-либо мог бы правдиво сказать обо мне, отшельник Гатама, а не гелицинист. Но ты ответил, не это имя я в виду. 5. Мастер Гатама, отвратитель. 7. Брахман, есть способ, когда можно правдиво сказать обо мне, мастер Гатама, отвратитель. Ведь мне отвратительно телесное, словесное, и умственное неблагое поведение. Мне отвратительно обретение многочисленных видов плохих, неблагих качеств. Вот каким образом кто-либо мог бы правдиво сказать обо мне, мастер Гатама, отвратитель. Но ты ответил, не это имя я в виду. 6. Мастер Гатама, упразднитель. Брахман, есть способ, когда можно правдиво сказать обо мне, мастер Гатама, упразднитель. Ведь я обучаю тхами ради упразднения жажды, злобы, и заблуждения. Я обучаю тхами ради упразднения многочисленных видов плохих, неблагих качеств. Вот каким образом кто-либо мог бы правдиво сказать обо мне, мастер Гатама, упразднитель. Но ты ответил, не это имя я в виду. 7. Мастер Гатама, мучитель. 8. Брахман, есть способ, когда можно правдиво сказать обо мне, мастер Гатама, мучитель. Ведь я утверждаю, что плохие, неблагие качества, неблагое телесное, словесное, и умственное поведение, должны быть сожжены. Я утверждаю, что кто-либо является мучителем неблагих качеств, когда он отбросил плохие, неблагие качества, которые должны быть сожжены, когда он срезал их под корень, сделал подобными обрубку пальмы, уничтожил так, что они более не смогут возникнуть в будущем. Татхагата отбросил плохие, неблагие качества, которые должны быть сожжены. Он срезал их под корень, Сделал подобными обрубку пальмы, уничтожил так, что они более не смогут возникнуть в будущем. Вот каким образом кто-либо мог бы правдиво сказать обо мне, мастер Гатама, мучитель. Но ты ответил, не это имя я в виду. 8. Мастер Гатама, робкий. 9. Брахман, есть способ, когда можно правдиво сказать обо мне, мастер Гатама, робкий. Ведь я утверждаю, что кто-либо является робким, когда он отбросил сотворение нового существования, будущую кровать в виде утробы. Когда он срезал его под корень, сделал подобным обрубку пальмы, уничтожил так, что оно более не сможет возникнуть в будущем. Татхагата отбросил сотворение нового существования, будущую кровать в виде утробы. Он срезал его под корень, сделал подобным обрубку пальмы, уничтожил так, что оно более не сможет возникнуть в будущем. Вот каким образом кто-либо мог бы правдиво сказать обо мне, мастер Гатама, робкий. Но ты ответил, не это имя я в виду. Представь, Брахман, курицу с 8, 10 или 12 яйцами, которые она бы укрыла, высидела, взрастила правильным образом. Первый из тех цыплят, который пробил бы скорлупку остриями своих когтей и клювом и благополучно вылупился, мог бы именоваться старшим или младшим? Он мог бы именоваться старшим, мастер Гатама. Он старший среди них. Точно так же, Брахман, в этом поколении, погруженном в невежество, став подобным полностью укрытому яйцу, я пробил скорлупу невежества. Я единственный в мире, кто пробудился в непревзойденной совершенной просветлении. Поэтому я старший, лучший в мире. Мое усердие, Брахман, было неослабевающим. Моя осознанность была незамутненной. Мое тело было безмятежным, не имеющим взволнованности. Мой ум был сосредоточенным и однонаправленным. Будучи отстраненным от чувственных удовольствий, отстраненным от неблагих состояний ума, я вошел и пребывал в первой джхане, которая сопровождается направлением и удержанием ума на объекте медитации, с восторгом и удовольствием, которые возникли из-за этой отстраненности. С угасанием направления и удержания ума на объекте, я вошел и пребывал во второй джхане, в которой наличествуют внутренние уверенности и единение ума, в которой нет направления и удержания, но есть восторг и удовольствие, которые возникли посредством сосредоточения. С угасанием восторга я пребывал невозмутимым, осознанным, бдительным и ощущал приятное телом. Я вошел и пребывал в третьей джхане, о которой благородные говорят так, он невозмутим, осознан, пребывает в удовольствии. С оставлением удовольствия и боли, равно как и с предыдущим угасанием радости и недовольства, я вошел и пребывал в четвертой джхане, которая неприятно-неболезненно, характерна чистейшей осознанностью из-за невозмутимости. Когда мой ум был подобным образом сосредоточен, очищен, Ярок, безупречен, избавлен от загрязнений, гибок, податлив, устойчив и непоколебим, я направил его к познанию воспоминаний собственных прошлых обителей. Я вспомнил свои многочисленные жизни, одну, две, пять, десять, пятьдесят, сто, тысячу, сто тысяч, многие циклы свертывания мира, многие циклы развертывания мира, вспоминая, там у меня было такое-то имя, я жил в таком-то роду, имел такую-то внешность. Таковой была моя пища, таковым было мое переживание и удовольствие и боли, таковым был конец моей жизни. Умрея в той жизни, я появился здесь. И там у меня тоже было такое-то имя. Таковым был конец моей жизни. Умрея в той жизни, я появился теперь уже здесь. Здесь также у меня было такое-то имя, я жил в таком-то роду, имел такую-то внешность. Таковой была моя пища, таковым было мое переживание и удовольствие и боли, таковым был конец моей жизни. Умеряя в той жизни, я появился здесь. Так я вспомнил свои многочисленные прошлые обители в подробностях и деталях. Это, Брахман, было первым знанием, которое я получил в первую стражу ночи. Невежество было уничтожено, знание появилось, тьма была рассеяна, возник свет, так происходит с тем, кто пребывает прилежным, старательным и решительным. Это, Брахман, было моим первым пробитием, подобно тому, как цыпленок вылупливается из скролупы. Когда ум был подобным образом сосредоточен, очищен, ярок, безупречен, избавлен от загрязнений, гибок, податлив, устойчив и непоколебим, я направил его к познанию смерти и перерождения существ. Я увидел за счет божественного глаза, очищенного и превосходящего человеческий, смерть и перерождение существ. Я распознал низших и великих, красивых и уродливых, счастливых и несчастных, в соответствии с их камой, эти существа, что имели дурное поведение телом, речью и умом, оскорблявшее благородных, придерживавшиеся неправильных воззрений и действовавшие под влиянием неправильных воззрений, с распадом тела, после смерти, рождаются в мире лишений, в плохих местах, в нижних мирах, в аду. Но эти существа, что имели хорошее поведение телом, речью и умом, не оскорблявшие благородных, придерживавшиеся правильных воззрений и действовавшие под влиянием правильных воззрений, с распадом тела, после смерти, рождаются в приятных местах, в небесных мирах. Так, посредством божественного глаза, очищенного и превосходящего человеческий, я увидел смерть и перерождение существ, я распознал низших и великих, красивых и уродливых, счастливых и несчастных, в соответствии с их камой. Это, брахман, было вторым знанием, которое я получил в срединную стражу ночи. Невежество было уничтожено, знание появилось, тьма была рассеяна, возник свет, так происходит с тем, кто пребывает прилежным, старательным и решительным. Это, брахман, было моим вторым пробитием, подобно тому, как цыпленок вылупливается из скролупы. Когда ум был подобным образом сосредоточен, очищен, ярок, безупречен, избавлен от загрязнений, гибок, податлив, устойчив и непоколебим, я направил его к познанию и уничтожению умственных загрязнений. Я распознал в соответствии с действительностью, это, страдание. Это, источник страдания. Это, прекращение страдания. Это, путь, ведущий к прекращению страдания. Это, пятна загрязнений ума. Это, источник пятен. Это, прекращение пятен. Это, путь, ведущий к прекращению пятен. Когда я узнал и увидел это, мой ум освободился от пятна чувственности, освободился от пятна существования, освободился от пятна невежества. Когда он освободился, пришло знание, он освобожден. Я напрямую познал, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Это, брахман, было третьим знанием, которое я получил в последнюю сражу ночи. Невежество было уничтожено, знание появилось, тьма была рассеяна, возник свет, так происходит с тем, кто пребывает прилежным, старательным и решительным. Это, брахман, было моим третьим пробитием, подобно тому, как цыпленок вылупливается из скролупы. Когда так было сказано, брахман Веранджи обратился к благословенному, мастер Гатама, самый старший. Мастер Гатама, самый лучший. Великолепно, мастер Гатама. Великолепно, мастер Гатама. Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий да мог увидеть, точно так же мастер Гатама различными способами прояснил Дхамму. Я принимаю прибежище в мастере Гатами, прибежище в Дхамме и прибежище в Сангхи монахов. Пусть мастер Гатама помнит меня как мирского последователя, принявшего прибежище с этого дня и на всю жизнь. 1. Комментарий поясняет, что Налера – это имя некоего Ягдхи. 2. Смотри. СН 6.2, где Будда всевидящим оком изучает мир на предмет того, кому он мог бы поклоняться. 3. Комментарий. Из-за недостатка мудрости Брахман не мог распознать, что Будда был наивысшим в мире. Ни в коей мере не соглашаясь с утверждением Будды, он ответил так, имея в виду вкуса гласия, «Самагираса», что в миру означает выражение почтения, вставание для выражения уважения, почтительное приветствие, вежливое поведение. Чтобы смягчить его ум, Будда избегает прямого возражения, но, вместо этого, соглашается, что утверждение применимо к нему в ином смысле. 4. Комментарий поясняет, что Брахман имеет в виду то же самое, подразумевая, что у Будды нет наслаждения согласием, под которым, опять-таки, подразумевается почтение, почтительное приветствие и т.д. 5. Комментарий поясняет, что Брахман в очередной раз имеет в виду, что Будда отказывается почитать, кланяться и т.д. Тем не менее, выражена это была фраза Акириявада, то есть доктрина неделания, которой придерживались некоторые древние индийские учителя и суть которой состояла в опровержении, полного или частичного, существовании механизма Каммы. 6. Комментарий поясняет, что Брахман имеет в виду, что Будда уничтожает древние традиции преклонения и почитания в отношении старых брахманов. Однако, выражает он это фразой, которая обозначает доктрину аннигиляционизма, то есть уничтожение в момент смерти сущности, истинного Я, самости живого существа, Аты. 7. Комментарий поясняет, что Брахман имеет в виду, что Будда отталкивает вежливое поведение, уважение старейшим и т.д., ощущая к ним неприязнь и отвращение. 8. Этим словом обозначались аскеты, которые мучают самих себя. Примечание переводчика СВ, занимаясь болезненными практиками, которые, по их мнению, ведут к очищению прошлой Каммы. Однако, согласно комментарию, Брахман имеет в виду, что Будда мучает старейшин, не выражая им почтения. 9. Здесь идет игра слов на Пали. Брахман использует слово апагабха. Апагалпха на санскрите означает «впавший в замешательство», «смущенный». Будда использует это слово в своем ответе, как будто разделив на два апа «избавляться» и «габха» «утроба». Я перевожу это слово как «ретайринг». Примечание переводчика СВ, на русском, робкий, застенчивый. Сиха сутта, Сиха. АН 8.12. Однажды благословенный пребывал в Висали в зале со строконечной крыши в великом лесу. И в то время группа знатных личхави собралась в зале для собраний, где они сидели и различными путями восхваляли Будду, Тхамму и Сангху. И тогда военачальник Сиха, ученик Нигантхов, сидел в том собрании. Мысль пришла к нему, вне сомнений, должно быть, он, благословенный, Арахант, полностью просветленный. Ведь эта группа знатных личхави собралась в зале для собраний, где они сидят и различными путями восхваляют Будду, Тхамму и Сангху. Что если я отправлюсь повидать благословенного, Араханта, полностью просветленного? И тогда военачальник Сиха отправился к Нигантхину Тапути и сказал ему, господин, я хотел бы повидать отшельника Гатаму. Поскольку ты приверженец доктрины делания, Сиха, зачем идти к отшельнику Гатами, приверженцу доктрины неделания? Ведь отшельник Гатама, приверженец доктрины неделания, который обучает своей Дхамме ради неделания и таким образом направляет своих учеников. И тогда решимость Сихи повидать благословенного гасла. И во второй раз группа знатных Личхави собралась в зале для собраний, где они сидели и различными путями восхваляли Будду, Тхамму и Сангху. И во второй раз решимость Сихи повидать благословенного гасла. И в третий раз группа знатных Личхави собралась в зале для собраний, где они сидели и различными путями восхваляли Будду, Тхамму и Сангху. И тогда мысль пришла к Сихе, вне сомнений, должно быть, он, благословенный, Арахант, полностью просветленный. Ведь эта группа знатных Личхави собралась в зале для собраний, где они сидят и различными путями восхваляют Будду, Тхаму и Сангху. Но вне зависимости от того, получу ли я от них разрешение или же нет, разве могут нигантхи что-либо сделать со мной? Что если я, не получив разрешение от нигантхов, отправлюсь повидать благословенного, Араханта, полностью просветленного? И тогда в сопровождении пяти сотен колесниц военачальник Сиха выехал и зависали средь бела дня, чтобы повидать благословенного. Он ехал в экипаже, покуда дорога была проходимой, а затем спешился и вошел на территорию монастыря пешком. Он подошел к благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, «Я слышал так, господин, этот отшельник Готама, приверженец доктрины неделания, который обучает своей Дхаме ради неделания и таким образом направляет своих учеников. Те, кто говорят так, господин, говорят ли так, как это было сказано благословенным, не говорят ли того, что было бы противоположным действительности? Объясняют ли они в соответствии с Дхамой, так что их утверждение не влечет за собой уместной почвы для критики? Ведь нам не хотелось бы неправильно истолковать благословенного. Сиха, есть способ, когда можно правдиво сказать обо мне, отшельник Готама, приверженец неделания, который обучает своей Дхаме ради неделания и таким образом направляет своих учеников. Есть способ, когда можно правдиво сказать обо мне, отшельник Готама, приверженец неделания, который обучает своей Дхаме ради неделания и таким образом направляет своих учеников. Есть способ, когда можно правдиво сказать обо мне, отшельник Готама, аннигелицинист, который обучает своей Дхаме ради аннигелицинизма и таким образом направляет своих учеников. Есть способ, когда можно правдиво сказать обо мне, отшельник Готама, отвратитель, который обучает своей Дхаме ради отвращения и таким образом направляет своих учеников. Есть способ, когда можно правдиво сказать обо мне, отшельник Гатама, упразднитель, который обучает своей Дхаме ради устранения и таким образом направляет своих учеников. Есть способ, когда можно правдиво сказать обо мне, отшельник Гатама, мучитель, который обучает своей Дхаме ради мучения и таким образом направляет своих учеников. Есть способ, когда можно правдиво сказать обо мне, отшельник Гатама, робкий, который обучает своей дхами ради робости и таким образом направляет своих учеников. Есть способ, когда можно правдиво сказать обо мне, отшельник Готама, утешитель, который обучает своей дхами ради утешения и таким образом направляет своих учеников. Один, и каким образом, сихо, можно правдиво сказать обо мне, отшельник Готама, приверженец неделания, который обучает своей дхами ради неделания и таким образом направляет своих учеников? Ведь я провозглашаю неделание телесного, словесного, и умственного плохого поведения. Я провозглашаю неделание многочисленных видов плохих, неблагих деяний. Вот каким образом кто-либо мог бы правдиво сказать обо мне, отшельник Готама, приверженец неделания, который обучает своей Дхаме ради неделания и таким образом направляет своих учеников. 2. И каким образом можно правдиво сказать обо мне, отшельник Готама, приверженец делания, который обучает своей Дхаме ради делания и таким образом направляет своих учеников? «Ведь я провозглашаю делание телесного, словесного, и умственного благого поведения. Я провозглашаю делание многочисленных видов благих деяний. Вот каким образом кто-либо мог бы правдиво сказать обо мне, отшельник Гатама приверженец делания, который обучает своей Дхаме ради делания и таким образом направляет своих учеников. 3.7. И каким образом можно правдиво сказать обо мне, отшельник Гатама, а не гелицинист? Отвратитель. Упразднитель. Мучитель. Робкий. 1. 8. И каким образом можно правдиво сказать обо мне, отшельник Гатама, утешитель, который обучает своей Дхаме ради утешения и таким образом направляет своих учеников? Ведь я утешитель, который утешает наивысшим утешением. Я обучаю Дхаме ради утешения и таким образом направляю своих учеников. Вот каким образом кто-либо мог бы правдиво сказать обо мне, отшельник Гатама, утешитель, который обучает своей Дхаме ради утешения и таким образом направляет своих учеников? 2. Когда так было сказано, военачальник сихо обратился к благословенному, великолепно, господин. Великолепно, господин. Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий да мог увидеть, точно так же благословенный различными способами прояснил Дхамму. Я принимаю прибежище в Благословенном, прибежище в Дхамме, и прибежище в Санкт-Химонахов. Пусть благословенный примет меня как мирского последователя, принявшего прибежище с этого дня и на всю жизнь. Прежде обдумай это, сихо. Ведь это полезно для таких известных людей как ты, прежде хорошо все обдумать. Господин, этим я удовлетворен и доволен еще больше, когда благословенный говорит мне, прежде обдумай это, сихо. Ведь это полезно для таких известных людей как ты, прежде хорошо все обдумать. Ведь если бы приверженцы иных учений заполучили бы меня в качестве своего ученика, они бы несли знамя по всему висали и объявляли, военачальник сихо стал нашим учеником. Но благословенный, напротив, говорит мне, прежде обдумай это, сихо. Ведь это полезно для таких известных людей как ты, прежде хорошо все обдумать. Так что, во второй раз, господин, я принимаю прибежище в Благословенном, прибежище в Дхаме, и прибежище в Санкт-Химонахов. Пусть благословенный примет меня как мирского последователя, принявшего прибежище с этого дня и на всю жизнь. Сихо, твоя семья долгое время была основной поддержкой для негантхов. Поэтому тебе стоит подумать о том, чтобы продолжать давать им подаяние, когда они будут подходить к тебе. Господин, этим я удовлетворен и доволен еще больше, когда благословенный говорит мне, сихо, твоя семья долгое время была основной поддержкой для негантхов. Поэтому тебе стоит подумать о том, чтобы продолжать давать им подаяние, когда они будут подходить к тебе. Ведь я слышал, отшельник Гатама говорит так, подаяние следует давать только мне, а не другим. Подаяние следует давать только моим ученикам, а не ученикам других. Только то, что было подарено мне, приносит большой плод, а не то, что подарено другим. Только то, что подарено моим ученикам, приносит большой плод, а не то, что подарено ученикам других. И, все же, благословенный призывает меня давать негантхам тоже. Мы будем знать, когда для этого будет подходящий момент. Так что, в третий раз, господин, я принимаю прибежище в Благословенном, прибежище в Дхаме, и прибежище в Санкт-Химонахов. Пусть Благословенный примет меня как мирского последователя, принявшего прибежище с этого дня и на всю жизнь. И тогда Благословенный дал ему последовательное наставление, о щедрости, о нравственности, о небесных мирах, объяснил опасность, тщетность, и порочность чувственных удовольствий и преимущества отречения. И когда Благословенный увидел, что его ум был готовым, гибким, лишенным помех, вдохновленным и уверенным, тогда он изложил ему высочайшее учение, свойственное только Буддам, то есть, учение о страдании, причине страданий, прекращении, и пути. И подобно тому, как чистая ткань, с которой были смыты все пятна, стала готовой к покраске, то точно так же военачальник Сиха, сидя прямо на том самом месте, обрел чистые и незапятненные ука истины, то есть понимание, все что возникает, подвержено распаду. Так военачальник Сиха увидел Дхамму, постиг Дхамму, понял Дхамму, и проник в Дхамму, вышел за пределы сомнений, избавившись от замешательства, стал уверенным в себе и независимым от других отношений и учений учителя. 3. Затем он обратился к Благословенному, господин, пусть Благословенный вместе с Сангхой и монахов согласится принять от меня приглашение на завтрашний обед. Благословенный молча согласился. И когда военачальник Сиха понял, что Благословенный согласился, он поднялся со своего сиденья, поклонился Благословенному, и, обойдя его с правой стороны, ушел. 3. Затем Сиха приказал некоему человеку, иди же, почтенный, и найди где продается какое-нибудь мясо. 4. И когда минула ночь, в собственном доме военачальника Сихи подготовили превосходные виды различной пищи, после чего настало время, и он объявил Благословенному, господин, время пришло, кушанье готово. 5. И Благословенный, рано утром одевшись, взял чашу и одеяние, и отправился к дому Сихи вместе с Сангхой и монахов и по прибытии сел на подготовленное для него сиденье. И в то время группа Нигантха входила от улицы к улице, от площади к площади висали, размахивая руками и крича, «Сегодня военачальник Сиха убил упитанные животные, чтобы приготовить тебе для отшельника Гатамы». Отшельник Гатама, сознательно использует мясо, полученное от убитого животного, специально ради себя, знает, что поступок был совершен ради него. И тогда некий человек подошел к военачальнику Сихина и шептал ему на ухо, «Государь, знаете же, что группа Нигантха входит от улицы к улице». Размахивая руками и крича, поступок был совершен ради него. Довольно, почтенный. Долгое время эти достопочтенные хотели опозорить Будду, Тхаму и Сангху. Они никогда не остановятся перед тем, чтобы представлять в ложном свете благословенного. Тем, что является неправдой, безосновательным, ложным, противоположным действительности, и мы бы никогда намеренно не лишили бы жизни живое существо, даже ради спасения собственной жизни. 4. И затем военачальник Сиха собственноручно обслужил Сангху монахов во главе с Буддой различными видами превосходной пищи. И когда благословенный закончил кушать и убрал чашу, Сиха сел рядом. И тогда благословенный наставлял, воодушевлял, вдохновлял, и радовал Сиху беседой от Хами, после чего поднялся со своего сидения и ушел. 1. Пункты раскрываются аналогично пунктам номер 4.8 в предыдущей сути, АН 8.11. 2. Комментарий поясняет, что под наивысшим утешением понимаются четыре пути и четыре плода практики. 3. Обретение ока Дхаммы, в Хаммачакху, означает достижение и вступление в поток. 4. Позиция Будды на предмет мясоедения содержится в МН 55. Асаджания сутта, чистокровный скакун. АН 8.13. Благословенный сказал, монахи, обладая восемью факторами, царский превосходный чистокровный скакун достоин царя, является принадлежностью царя, считается одним из факторов царствования. Какими восемью? Вот царский превосходный чистокровный скакун хорошо рожден с обеих сторон, как с материнской, так и с отцовской. Он рожден в той области, где рождены и другие превосходные чистокровные скакуны. Он почтительно ест той ду, которую ему дают, влажную или сухую, не разбрасывая ее. Ему отвратительно сидеть или лежать рядом с фекалиями или мочой. С ним легко и приятно проживать, он не тревожит других лошадей. Он раскрывает своему тренеру свои выходки, хитрости, уловки и ухищрения в соответствии с действительностью, так чтобы его тренер мог приложить усилия для их устранения. Он несет на себе груз, решив для себя так, я буду нести груз вне зависимости от того, будут ли нести его другие лошади или нет. Когда он передвигается, то передвигается только по прямому пути. Он силен и показывает свою силу до конца своих дней. Обладая этими восьми факторами, царский превосходный чистокровный скакун достоин царя, является принадлежностью царя, считается одним из факторов царствования. Точно так же, монахи, обладая восемью факторами, монах достоин даров, достоин гостеприимства, достоин подношений, достоин почтительного приветствия, непревзойденное поле заслуг для мира. Какими восемью? Один, вот монах нравственный. Он пребывает, обуздывая себя потимокхой, обладая хорошим поведением и подобающими средствами, видя опасность в мельчайших проступках. Возложив на себя правила тренировки, он тренируется в них. Два, он почтительно ест ту ду, которую ему дают, грубую или превосходную, не раздражаясь. Три, ему отвратительно неблагое телесное, словесное и умственное поведение. Ему отвратительно обретение многочисленных плохих, неблагих качеств. Четыре, с ним легко и приятно проживать, он не тревожит других монахов. Пять, он раскрывает учителю или своим мудрым товарищам монахам свои выходки, хитрости, уловки и ухищрения в соответствии с действительностью, так чтобы они могли приложить усилия для их устранения. Шесть, он тот, кто осуществляет практику, решив для себя так, я буду практиковать вне зависимости от того, будут ли практиковать другие монахи или нет. Семь, когда он передвигается, то передвигается только по прямому пути. И в этом отношении вот что является прямым путем, правильное воззрение, правильное устремление, правильная речь, правильные действия, правильное средство к жизни, правильные усилия, правильная осознанность, правильные сосредоточения. 8. Он зарождает усердие так, пусть останутся только кожа, сухожилия и кости, пусть высохнет плоти кровь в моем теле, но я не позволю своему усердию ослабнуть, пока не достигну того, что может быть достигнуто человеческой силой, старанием, рвением. Обладая этими восьми факторами, монах достоин даров, достоин гостеприимства, достоин подношений, достоин почтительного приветствия, непревзойденное поле заслуг для мира. Ассакхаунка сутта «Дикие жеребята» А.Н. 8.14 Благословенный сказал, «Монахи, я научу вас восьми видам диких жеребят и восьми изъянам лошади, а также я научу вас восьми типам личностей, которые подобны диким жеребятам, и восьми изъянам личности. Слушайте внимательно, я буду говорить». Да, учитель, ответили те монахи. Благословенный сказал так, и каковы, монахи, восемь видов диких жеребят и восемь изъянов лошади? Бывает так, когда дикому жеребенку говорят, «Иди вперед». И тренер его побуждает и подгоняет, а он дает задний ход, разворачивает колесницу позади себя. Есть такой вид дикого жеребенка. Таков первый изъян лошади. Далее, бывает так, когда дикому жеребенку говорят, «Иди вперед». И тренер его побуждает и подгоняет, а он легается и ломает ограждение и тройную перекладину колесницы. Есть такой вид дикого жеребенка. Таков второй изъян лошади. Далее, бывает так, когда дикому жеребенку говорят, «Иди вперед». И тренер его побуждает и подгоняет, а он высвобождает бедро от дышлоколесницы и сокрушает дышлоколесницы. декады. Есть такой вид дикого жеребенка. Таков третий изъян лошади. Далее, бывает так, когда дикому жеребенку говорят, «иди вперед». И тренер его побуждает и подгоняет, а он идет не туда и уводит колесницу с пути. Есть такой вид дикого жеребенка. Таков четвертый изъян лошади. Далее, бывает так, когда дикому жеребенку говорят, «иди вперед». И тренер его побуждает и подгоняет, а он встает на дыбы и сотрясает воздух передними ногами. Есть такой вид дикого жеребенка. Таков пятый изъян лошади. Далее, бывает так, когда дикому жеребенку говорят, иди вперед. И тренер его побуждает и подгоняет, а он не обращает внимания на тренера или же на острый пруд для подгонки, но разрушает удила своими зубами и убегает, куда захочет. Есть такой вид дикого жеребенка. Таков шестой изъян лошади. Далее, бывает так, когда дикому жеребенку говорят, иди вперед. И тренер его побуждает и подгоняет, а он не идет ни вперед, ни назад, а встает на месте как вкопанный. Есть такой вид дикого жеребенка. Таков седьмой изъян лошади. Далее, бывает так, когда дикому жеребенку говорят, иди вперед. И тренер его побуждает и подгоняет, а он подгибает передние ноги и задние и садится прямо на этом самом месте на все четыре ноги. Есть такой вид дикого жеребенка. Таков восьмой изъян лошади. Таковы восемь видов диких жеребят и восемь изъянов лошади. И каковы, монахи, восемь типов личностей, которые подобны диким жеребятам, и восемь изъянов личности? 1. Бывает так, что когда монахи порицают монаха за проступок, тот оправдывается тем, что якобы ничего не помнит, говоря, я не помню, чтобы совершил проступок. Я говорю вам, что такая личность подобна дикому жеребенку, которому говорят, иди вперед. И тренер его побуждает и подгоняет, а он дает задний ход, разворачивает колесницу позади себя. Есть такой тип личности, подобный дикому жеребенку. Таков первоизъян личности. 2. Далее, когда монахи порицают монаха за проступок, он осуждает того, кто его критикует, какое право имеет говорить такой некомпетентный дурак, как ты? Ты в самом деле считаешь, что тебе есть что сказать? Я говорю вам, что такая личность подобна дикому жеребенку, которому говорят, иди вперед. И тренер его побуждает и подгоняет, а он легается и ломает ограждение и тройную перекладину колесницы. Есть такой тип личности, подобный дикому жеребенку. 3. Далее, когда монахи порицают монаха за проступок, он приписывает проступок тому, кто его критикует, говоря, ты сам совершил такой и такой проступок. Исправь его вначале сам. Я говорю вам, что такая личность подобна дикому жеребенку, которому говорят, иди вперед. И тренер его побуждает и подгоняет, а он высвобождает бедро от дышлоколесницы и сокрушает дышлоколесницы. Есть такой тип личности, подобный дикому жеребенку. Таков третий изъян личности. 4. Далее, когда монахи порицают монаха за проступок, он отвечает уклончиво, переводит обсуждение на другую тему, выражает злость, ненависть и горечь. Я говорю вам, что такая личность подобна дикому жеребенку, которому говорят, иди вперед. И тренер его побуждает и подгоняет, а он идет не туда и уводит колесницу с пути. Есть такой тип личности, подобный дикому жеребенку. Таков четвертый изъян личности. 5. Далее, когда монахи порицают монаха за проступок, он говорит, размахивая руками посреди сангхи. Я говорю вам, что такая личность подобна дикому жеребенку, которому говорят, иди вперед. И тренер его побуждает и подгоняет, а он встает на дыбы и сотрясает воздух передними ногами. Есть такой тип личности, подобный дикому жеребенку. Таков пятый изъян личности. 6. Далее, когда монахи порицают монаха за проступок, он не обращает внимания на Сангху или на того, кто его порицает, а отправляется туда, куда захочет, все еще имея на себе этот свой проступок. Я говорю вам, что такая личность подобна дикому жеребенку, которому говорят, иди вперед. И тренер его побуждает и подгоняет, а он не обращает внимания на тренера или же на острый пруд для подгонки, но разрушает удила своими зубами и убегает, куда захочет. Есть такой тип личности, подобный дикому жеребенку. Таков шестой изъян личности. 7. Далее, когда монахи порицают монаха за проступок, он не говорит, я совершил проступок, как и не говорит, я не совершал проступка, но досаждает Сангхи своим молчанием. Я говорю вам, что такая личность подобна дикому жеребенку, которому говорят, иди вперед. И тренер его побуждает и подгоняет, а он не идет ни вперед, ни назад, а встает на месте как скопанный. Есть такой тип личности, подобный дикому жеребенку. Таков седьмой изъян личности. 8. Далее, когда монахи порицают монаха за проступок, он говорит, зачем из-за меня устраивать такую суматоху? Я сейчас оставлю монашескую тренировку и вернусь к низшей жизни домохозяина. Затем он оставляет тренировку, возвращается к низшей жизни и заявляет, теперь довольны. Я говорю вам, что такая личность подобна дикому жеребенку, которому говорят, иди вперед. И тренер его побуждает и подгоняет, а он подгибает передние ноги и задние, и садится прямо на этом самом месте на все четыре ноги. Есть такой тип личности, подобный дикому жеребенку. Таков восьмой изъян личности. Монахи, таковы восемь типов личностей, которые подобны диким жеребятам, и восемь изъянов личности. Мала сутта, пятна. А.Н. 8.15 Благословенный сказал, монахи, есть эти восемь пятен. Какие восемь? Один, неповторение вслух по памяти является пятном священных гимнов. Два, пятном домов является недостаток поддержания. Один. Три, пятном красоты является лень. Четыре, беспечность является пятном охранника. Пять, неблагое поведение является пятном женщины. Шесть, скупость является пятном дарителя. Семь, плохие неблагие качества являются пятном этого мира и следующего. Восемь, пятном, худшим, нежели это, является невежество, худшее из пятен. Таковы, монахи, восемь пятен. И далее он добавил, неповторение, пятно для гимнов, неподдержание, пятно домов. Лень суть пятно для красоты, а для охранника пятно, беспечность. И неблагое поведение для женщины пятно, а для дарителя пятно, его же скупость. Плохие неблагие качества, пятно как в мире этом, так и в мире, что придет. Но худшим среди этих пятен всех, будет невежество, вот худшее из пятен. Один, комментарий поясняет, что дом разрушается и ветшает, если хозяева ничего не ремонтируют в нем и т.д. Дутеля сутта, миссионерство. А.Н. 8.16 Благословенный сказал, монахи, обладая этими восемью качествами, монах достоин того, чтобы заниматься миссионерством. Какими восемью? Один, вот монах слушает сам и, два, делает так, что слушают другие. Три, он сам учится хорошо и, четыре, делает так, что учатся другие. Пять, он понимает других и, шесть, хорошо общается. Семь, он умелый в плане знания того, что существенно, а что несущественно, и, восемь, не провоцирует ссор. Обладая этими восемью качествами, монах достоин того, чтобы заниматься миссионерством. Исрепута, это тот, кто слушает сам и делает так, что слушают другие. И не провоцирует ссор. Обладая этими восемью качествами, ссорепута достоин того, чтобы заниматься миссионерством. И далее благословенный добавил, и если не трепещет, когда прибыл он, к собранию всех тех, кто яра спорит, и кто не упускает слов своих, и не скрывает своего послания, без колебания кто может говорить, не уклоняется, коли вопрос был задан, является достойным сей монах, чтобы миссионерством заниматься. Подхама Банхана сутта, подневольность 1. А.Н. 8.17 Благословенный сказал, монахи, женщина пленяет мужчину восемью способами. Какими восемью? Женщина пленяет мужчину, один, своей формой. Женщина пленяет мужчину, два, своей улыбкой. Три, своей речью. Четыре, своим пением. Пять, своим рыданием. Шесть, своей внешностью. Семь, своим подарком. Восемь, своим прикосновением. Женщина пленяет мужчину этими восемью способами. И тщательно пленены те существа, которые пленены прикосновением. Дутия Банхана сутта, подневольность 2. А.Н. 8.18 Благословенный сказал, монахи, мужчина пленяет женщину восемью способами. Какими восемью? Мужчина пленяет женщину, один, своей формой. Мужчина пленяет женщину, два, своей улыбкой. Три, своей речью. Четыре, своим пением. Пять, своим рыданием. Шесть, своей внешностью. Семь, своим подарком. Восемь, своим прикосновением. Мужчина пленяет женщину этими восемью способами. И тщательно пленены те существа, которые пленены прикосновением. Пахарада сутта, Пахарада. А.Н. 8.19 Однажды Благословенный пребывал в веранже у подножья неимового дерева на Леру. И тогда Пахарада, правитель Асуров, подошел к Благословенному, поклонился ему и встал рядом. Тогда Благословенный сказал ему, Пахарада, радуется ли Асура Великому океану? Господин, Асуры радуются Великому океану. Но, Пахарада, сколько удивительных и поразительных качеств Асуры видит в Великом океане, из-за которых они радуются ему? Асуры видят восемь удивительных и поразительных качеств в Великом океане, из-за которых они радуются ему. Какие восемь? Великий океан, Господин, направляется, склоняется, устремляется постепенно, без внезапного обрыва. Один. Таково первое удивительное и поразительное качество, которое Асуры видит в Великом океане, из-за которого они радуются ему. Далее, Великий океан устойчив и не переступает своих границ. Таково второе удивительное и поразительное качество. Далее, Великий океан не терпит мертвого тела, но быстро гонит его к берегу и вымывает на берег. Таково третье удивительное и поразительное качество. Далее, когда великие реки, Ганг, Емуна, Очаравати, Сарапху и Махи, достигают Великого океана, они теряют свои прежние имена и обозначения и считаются просто Великим океаном. Таково четвертое удивительное и поразительное качество. Далее, какие бы стоки в мире не впадали бы в Великий океан, и сколько бы дождя не падало с неба, все же, нельзя увидеть переполнение или уменьшение Великого океана. Таково пятое удивительное и поразительное качество. Далее, у Великого океана один вкус – вкус соли. Таково шестое удивительное и поразительное качество. Далее, Великий океан содержит много разных ценностей, множество разных ценностей – жемчуг, драгоценные камни, лазурит, перламутр, кварц, кораллы, серебро, золото, рубины, кошачий глаз. Таково седьмое удивительное и поразительное качество. Далее, Великий океан, это обитель многих могучих существ таких как тимисы, тимингалы, тимиропингалы, асуры, наги, ганхаббы. 2. В океане есть существа в 100 йоджин длиной, 200 йоджин, 300, 400, 500 йоджин длиной. Таково восьмое удивительное и поразительное качество, которое асуры видят в Великом океане, из-за которого они радуются ему. Таковы, господин, восемь удивительных и поразительных качеств, которые Асура видит в Великом океане, из-за которых они радуются ему. Но радуются ли монахи этой Дхамме и Винае? Пахарада, монахи радуются этой Дхамме и Винае. Но, господин, сколько удивительных и поразительных качеств монахи видят в Дхамме и Винае, из-за которых они радуются ей? Монахи видят восемь удивительных и поразительных качеств в Дхамме и Винае, из-за которых они радуются ей. Какие восемь? Один, подобно тому, Пахарада, как Великий океан направляется, склоняется, устремляется постепенно, без внезапного обрыва, то точно так же, в этой Дхамме и Винае постижение окончательного знания происходит посредством постепенной тренировки, постепенной деятельности, постепенной практики, а не внезапно. 3. Таково первое удивительное и поразительное качество, которое монахи видят в Дхамме и Винае, из-за которых они радуются ей. 2. Подобно тому, как океан устойчив не переступает своих границ, то точно так же мои ученики даже ценой своей жизни не нарушат тех предписаний, что я для них установил. Таково второе удивительное и поразительное качество. 3. Подобно тому, как Великий океан не терпит мертвого тела, но быстро гонит его к берегу и вымывает на берег, то точно так же, если человек безнравственный, с плохим характером, нечистый и сомнительный в своем поведении, скрывающий свои поступки, не являющийся отшельником, хоть и прикидывающийся таковым, не ведущий целомудренной жизни, хоть и прикидывающийся таковым, внутренне прогнивший, порочный, развращенный, то Сангха не терпит его, а созывает собрание и сгоняет его. Даже если он сидит среди Сангхи монахов, он далек от Сангхи, а Сангха далека от него. Таково третье удивительное и поразительное качество. 4. Подобно тому, как когда Великие реки, Ганг, Емуна, Ачаравати, Сарабху и Махи, достигают Великого океана, они теряют свои прежние имена и обозначения и считаются просто Великим океаном, то точно так же, когда члены четырех варн, Кхаттия, Брахманы, Вессы и Судды, оставляют жизнь домохозяйскую и живут жизнью бездомной в Дхамме и Винае, что была провозглашена Татхагатой, они отбрасывают прежние имена и кланы и считаются просто отшельниками, следующими за сыном Сакьев. Таково четвертое удивительное и поразительное качество. 5. Подобно тому, как какие бы стоки в мире не впадали бы в Великий океан, и сколько бы дождя не падало с неба, все же, нельзя увидеть переполнение или уменьшение Великого океана, то точно так же, даже если многие монахи достигают окончательной Нигбаны посредством элемента Нигбаны без остатка, то нельзя увидеть ни переполнение, ни уменьшение элемента Нигбаны. Таково пятые удивительные и поразительные качества. 6. Подобно тому, как у Великого океана один вкус – вкус соли, то точно так же, у этой Дхамы Ивинаи один вкус – вкус освобождения. Таково шестое удивительное и поразительное качество. 7. Подобно тому, как Великий Океан содержит много разных ценностей, множество разных ценностей, жемчуг, драгоценные камни, лазурит, перламутр, кварц, кораллы, серебро, золото, рубины, кошачий глаз, то точно так же, эта Дхама Ивинаи содержит множество разных ценностей, четыре основы осознанности, четыре правильных усилия, четыре основы сверхъестественных сил, пять качеств, пять сил, семь факторов просветления, благородный восьмеричный путь. Таково седьмое удивительное и поразительное качество. 8. Подобно тому, как Великий Океан – это обитель многих могучих существ, таких как Тимисы, Тимингалы, Тимиропингалы, Асуры, Наги, Гандхаббы, в океане есть существа в 100 йоджин для Ной, 200 йоджин. 300, 400, 500 йоджин для Ной, то точно так же это Дхама Ивиная, это обитель великих существ, вступившего в поток, того, кто практикует для достижения плода вступления в поток, однажды возвращающегося, того, кто практикует для достижения плода однажды возвращения, не возвращающегося, того, кто практикует для достижения плода невозвращения, араханта, того, кто практикует для достижения плода араханства. Таково восьмое удивительное и поразительное качество, который монахи видят в Дхамме Винае, из-за которых они радуются ей. 1. Смотри также примечание к аналогичному фрагменту Винае, ЧВ 9.1, который Достопочтенный Дханиссара переводит иначе как внезапно обрывающийся только после длительной протяженности и приводит четыре аргумента в пользу такого перевода. Достопочтенный Бодхе, тем не менее, не согласен с таким вариантом и переводит без внезапного обрыва, также объясняя это грамматической конструкцией и опираясь на канонический комментарий, который разъясняет, что спуск океана пологий, без обрывов, вплоть до самой глубины 8400 Йоджан, что, по мнению Достопочтенного Дханиссара, не согласуется с реальным положением вещей, если посмотреть на континентальный шельф Индийского океана. 2. Первое. Три. Это мифические рыбы огромного размера. 3. Комментарий поясняет, что нельзя достичь араханства без предварительно осуществленных этапов практики, осуществляемых в правильном порядке. Смотри. МН 107. Достопочтенный Дханиссара переводит этот фрагмент сутта иначе, в этом учении и дисциплине постепенная практика, постепенная тренировка, постепенное продвижение, с внезапным проникновением в конечную цель только после длительной протяженности. Упасадха сутта, Упасадха. АН 8 20. Однажды Благословенный пребывал в Саваттхе в восточном парке в поместье Мегараматы. И в то время, в день Упасадхи, Благословенный сидел в окружении Сангхи монахов. И тогда Достопочтенный Ананда, как наступила глубокая ночь, в конце первой стража, поднялся со своего сиденья, закинул верхнее одеяние за плечо, уважительно поприветствовал Благословенного и обратился к нему, Учитель, глубокая ночь наступила. Первая стража окончилась. Сангхи монахов вот уже долгое время сидит здесь. Пусть Благословенный начнет декламацию по Тимокхи монахам. Когда так было сказано, Благословенный молчал. Как наступила еще более глубокая ночь, в конце второй стража, Достопочтенный Ананда поднялся со своего сиденья, закинул верхнее одеяние за плечо, уважительно поприветствовал Благословенного и обратился к нему, Учитель, глубокая ночь наступила. Вторая стража окончилась. Сангхи монахов вот уже долгое время сидит здесь. Пусть Благословенный начнет декламацию по Тимокхи монахам. Когда так было сказано, Благословенный молчал. Как наступила еще более глубокая ночь, в конце третьей стража, когда уже близился рассвет и розовое сияние возникло на горизонте, Достопочтенный Ананда поднялся со своего сиденья, закинул верхнее одеяние за плечо, уважительно поприветствовал Благословенного и обратился к нему, Учитель, глубокая ночь наступила. Третья стража окончилась. Близился рассвет, и розовое сияние возникло на горизонте. Собрание монахов вот уже долгое время сидит здесь. Пусть Благословенный начнет декламацию по Тимокхи монахам. Ананда, собрание монахов нечистые. И тогда мысль пришла к Достопочтенному Махамагалане, в отношении кого Благословенный только что сказал, Ананда, собрание нечистое. И он утвердил свое внимание на всей Сангхи монахов, охватив их умы своим собственным умом. И он увидел того монаха, безнравственного, с плохим характером, нечистого и сомнительного в своих поступках, скрывающего свои поступки, не являющегося отшельником, хоть и прикидывающегося таковым, не ведущего целомудренной жизни, хоть и прикидывающегося таковым, внутренне прогнившего, порочного, развращенного, что сидит среди Сангхи монахов. Увидев его, он поднялся, подошел к нему и, подойдя, сказал, «Вставай, друг! Благословенный увидел тебя! Ты не можешь жить в схожести с монахами!» Но тот ничего не ответил. Во второй раз. В третий раз Достопочтенный Махамагалана сказал, «Вставай, друг! Благословенный увидел тебя! Ты не можешь жить в схожести с монахами!» И в третий раз тот ничего не ответил. Тогда Достопочтенный Махамагалана схватил того монаха за руку и выставил его за порог, закрыв дверь на засов. Затем он подошел к благословенному и, подойдя, сказал, «Учитель, я выставил его. Собрание теперь чистое. Пусть благословенный начнет декламацию по Тимокхи собранию у монахов». Не удивительно ли, Макгаллана, не поразительно ли, что этот пустоголовый человек ждал вплоть до того момента, пока его не схватят за руку? Затем благословенный обратился к монахам, «Отныне я более не буду проводить посадху и декламировать по Тимокху. Вы сами, монахи, будете проводить посадху и декламировать по Тимокху. Не может быть такого, немыслимо, чтобы Татхагата провел посадху и продекламировал по Тимокху с нечистым собранием монахов. Монахи, Асура видит восемь удивительных и поразительных качеств в Великом океане, из-за которых они радуются ему. Какие восемь? Великий океан, монахи, направляется, склоняется, устремляется постепенно, без внезапного обрыва. Таково первое удивительное и поразительное качество, которые Асуры видят в Великом океане, из-за которых они радуются ему. 1. Далее, Великий океан – это обитель многих могучих существ, таких как Тимисы, Тимингалы, Тимиропингалы, Асуры, Наги, Ганхаббы. В океане есть существа в 100 йоджин длиной, 200 йоджин, 300, 400, 500 йоджин длиной. Таково восьмое удивительное и поразительное качество, которое Асуры видит в Великом океане, из-за которого они радуются ему. Таковы, монахи, восемь удивительных и поразительных качеств, которые Асуры видят в Великом океане, из-за которых они радуются ему. Точно так же, монахи видят восемь удивительных и поразительных качеств Дхамми и Винае, из-за которых они радуются ей. Какие восемь? 1.8. Подобно тому, монахи, как Великий океан направляется, склоняется, устремляется постепенно, без внезапного обрыва, то точно так же, в этой Дхамми и Винае постижение окончательного знания происходит посредством постепенной тренировки, постепенной деятельности, постепенной практики, а не внезапно. Таково первое удивительное и поразительное качество, которое монахи видят в Дхамме и Винае, из-за которого они радуются ей. Подобно тому, как Великий океан, это обитель многих могучих существ. Точно так же это Дхама и Винае, это обитель великих существ, вступившего в поток, того, кто практикует для достижения плода вступления в поток, однажды возвращающегося, того, кто практикует для достижения плода однажды возвращения, не возвращающегося, того, кто практикует для достижения плода не возвращения, араханта, того, кто практикует для достижения плода араханства. Таково восьмое удивительное и поразительное качество, которое монахи видят в Дхамме и Винае, из-за которого они радуются ей. Таковы, монахи, восемь удивительных и поразительных качеств, которые видят монахи в Дхамме и Винае, из-за которых они радуются ей. Один, этот фрагмент, и далее, раскрывается как в предыдущей сутте А.Н. 8.19. Патхама Угга сутта, Угга 1. А.Н. 8.21. Однажды Благословенный пребывал в Висале в зале со строконечной крыши в Великом лесу. Там Благословенный обратился к монахам, монахи. Учитель. Ответили те монахи. Благословенный сказал, монахи, вам следует запомнить домохозяина Уггу из Висале как того, кто обладает во семью удивительными и поразительными качествами. Так сказал Благословенный. Сказав так, счастливый поднялся со своего сиденья и ушел в свою хижину. И тогда утром некий монах оделся, взял чашу и одеяние, и отправился к дому домохозяина Угги из Висале. Когда он пришел, он сел на подготовленное для него сиденье. Затем домохозяин Угга из Висале подошел к этому монаху, поклонился ему и сел рядом. Тогда тот монах сказал ему, домохозяин, благословенный объявил, что ты обладаешь во семью удивительными и поразительными качествами. Каковы они? Я не знаю, достопочтенный, какими во семью удивительными и поразительными качествами я обладаю по словам благословенного. Однако, во мне можно найти восемь удивительных и поразительных качеств. Слушайте внимательно, я буду говорить. Да, домохозяин, ответил монах. Домохозяин Угга из Висале сказал, Один, когда, достопочтенный, я первый раз увидел благословенного издали, то, как только я увидел его, мой ум обрел веру в него. Таково первое удивительное и поразительное качество, которое можно найти во мне. Два, с верующим умом я посетил благословенного. Благословенный дал мне последовательные наставления о щедрости, о нравственности, о небесных мирах, объяснил опасность, тщетность и порочность чувственных удовольствий и преимущества отречения. И когда благословенный увидел, что мой ум был готовым, гибким, лишенным помех, вдохновленным и уверенным, тогда он изложил мне высочайшее учение, свойственное только Буддам, то есть учение о страдании, причине страданий, прекращении пути. И подобно тому, как чистая ткань, с которой были смыты все пятна, стала готовой к покраске, то точно так же я, сидя прямо на том самом месте, обрел чистые незапятненные ока истины, то есть понимание, все, что возникает, подвержено распаду. Я увидел Дхамму, постиг Дхамму, понял Дхамму и проник в Дхамму, вышел за пределы сомнений, избавившись от замешательства, стал уверенным в себе и независимым от других отношений и учений учителя. Прямо там я принял прибежище в Будде, Дхамме и Санхе и принял четыре правила тренировки с целомудрием как пятым. Один. Таково второе удивительное и поразительное качество, которое можно найти во мне. Три. У меня было четыре молодых жены. И тогда я отправился к ним и сказал, «Сестры, я принял правила тренировки с целомудрием как пятым. Если хотите, можете наслаждаться богатством здесь в моем доме и совершать заслуги, или же можете отправиться обратно в круг своей собственной семьи, или же сообщите мне о том, если хотите, чтобы я передал вас другому мужчине. Моя старшая жена тогда сказала, «Господин, отдай меня такому-то и такому-то мужчине». Я послал затем мужчину и своей левой рукой взял руку своей жены, а правой рукой взял церемониальную вазу и отдал ее тому мужчине. Но даже когда я отдал свою молодую жену, я не припоминаю, чтобы какие-либо колебания происходили в моем уме». Таково третье удивительное и поразительное качество, которое можно найти во мне. Четыре, моя семья богатая, но этим богатством легко делится с нравственными, хорошими людьми. Таково четвертое удивительное и поразительное качество, которое можно найти во мне. Пять, когда я прислуживаю монаху, я прислуживаю ему с уважением, а не без уважения. Таково пятое удивительное и поразительное качество, которое можно найти во мне. Шесть, если этот достопочтенный учит меня Дхаме, я слушаю его с уважением, а не без уважения. Если он не обучает меня Дхамме, то тогда я обучаю его Дхамме. Таково шестое удивительное и поразительное качество, которое можно найти во мне. 7. Не является необычным то, что божества приходят и сообщают мне, «Домохозяин, Дхамма хорошо разъяснена благословенным». И тогда я отвечаю тем божествам, «Говорите ли вы так, или же нет, Дхамма хорошо разъяснена благословенным». И, тем не менее, я не припоминаю, чтобы какое-либо ликование возникло во мне из-за того, что божества приходят ко мне, или же из-за того, что я общаюсь с божествами. Таково седьмое удивительное и поразительное качество, которое можно найти во мне. 8. Из пяти нижних оков, которым научил благословенный, «Я не вижу ни одной, которой бы я не отбросил». 2. Таково восьмое удивительное и поразительное качество, которое можно найти во мне. Таковы, достопочтенные, восемь удивительных и поразительных качеств, которые можно найти во мне. Но я не знаю, какими восемью удивительными и поразительными качествами я обладаю по словам Благословенного». И тогда тот монах, получив еду в качестве подаяния в доме домохозяина Угги из Весали, поднялся со своего сидения и ушел. После принятия пищи, вернувшись с хождения за подаяниями, он подошел к Благословенному, поклонился ему, сел рядом и рассказал обо всей беседе между ними домохозяином Угги из Весали. Благословенный ответил, «Хорошо, хорошо, монах». Я объявил, что домохозяин Угга обладает теми же самыми восемью удивительными и поразительными качествами, которые он правдиво разъяснил тебе. Тебе следует запомнить домохозяина Угга как того, кто обладает этими восемью удивительными и поразительными качествами. Один, это пять правил буддиста-мирянина, Панча Сила, с замещением третьего правила о воздержании от неблагого сексуального поведения на полное воздержание от любой сексуальной активности. Два, этим заявлением он подтверждает, что он – невозвращающийся. Примечание переводчика С.В., путь к оставлению пяти нижних оков, то есть к достижению невозвращения, лежит исключительно через достижение джхан. Смотри. МН 64. Дутия Угга Сутта, Угга 2. АН 8.22. Однажды Благословенный пребывал в стране Ваджи возле Хаддхигамы. Там Благословенный обратился к монахам, «Монахи». «Учитель». Ответили те монахи. Благословенный сказал, «Монахи, вам следует запомнить домохозяина Уггу из Хаддхигамы как того, кто обладает во семью удивительными и поразительными качествами». Так сказал Благословенный. Сказав так, счастливый поднялся со своего сидения и ушел в свою хижину. И тогда утром некий монах оделся, взял чашу и одеяние, и отправился к дому домохозяина Угги из Хаддхигамы. Когда он пришел, он сел на подготовленное для него сидение. Затем домохозяин Угга из Хаддхигамы подошел к этому монаху, поклонился ему и сел рядом. Тогда тот монах сказал ему, «Домохозяин, Благословенный объявил, что ты обладаешь во семью удивительными и поразительными качествами. Каковы они? Я не знаю, достопочтенный, какими во семью удивительными и поразительными качествами я обладаю по словам Благословенного. Однако, во мне можно найти восемь удивительных и поразительных качеств. Слушайте внимательно, я буду говорить. «Да, домохозяин», ответил монах. Домохозяин Угга из Хаддхигамы сказал, «Один, достопочтенный, я первый раз увидел Благословенного издали, когда першествовал в роще Наги. Как только я увидел его, мой ум обрел веру в него, и мое опьянение исчезло. Таково первое удивительное и поразительное качество, которое можно найти во мне. Два, с верующим умом я посетил Благословенного. Благословенный дал мне последовательное наставление. Три, у меня было четыре молодых жены. И тогда я отправился к ним и сказал, «Сестры, я принял правила тренировки с целомудрием как пятым. Четыре, моя семья богата, но этим богатством легко делится. Пять, когда я прислуживаю монаху, я прислуживаю ему с уважением, а не без уважения. Таково пятые удивительные и поразительные качества, которые можно найти во мне. Один, шесть, не является необычным то, что, когда Сангха была приглашена мной на обед, божества приходят и сообщают мне, этот монах, домохозяин, освобожден в обоих отношениях. Этот освобожден мудростью. Этот, засвидетельствовавший телом. Тот, достигшего зрения. Тот, освобожденный верой. Тот, идущий за счет Дхаммы. Тот, идущий за счет веры. Этот, нравственный, хороший. Тот, безнравственный, плохой. И, тем не менее, когда я обслуживаю Сангху под ношением еды, я не припоминаю, чтобы думал так, дам этому чуть-чуть, а этому дам много. Напротив, я подаю с равностным умом. Таково шестое удивительное и поразительное качество, которое можно найти во мне. Семь, не является необычным то, что божества приходят и сообщают мне, домохозяин, Дхамма хорошо разъяснена благословенным. И тогда я отвечаю тем божествам, говорите ли вы так, или же нет, Дхамма хорошо разъяснена благословенным. И, тем не менее, я не припоминаю, чтобы какое-либо ликование возникло во мне из-за того, что божества приходят ко мне, или же из-за того, что я общаюсь с божествами. Таково седьмое удивительное и поразительное качество, которое можно найти во мне. Восемь, если я скончаюсь прежде благословенного, то не будет удивительным, если благословенный объявит обо мне, нет таких оков, будучи привязанным которыми домохозяин Угга из Хатхигамы мог бы вернуться обратно в этот мир. Два. Таково восьмое удивительное и поразительное качество, которое можно найти во мне. Таковы, достопочтенные, восемь удивительных и поразительных качеств. Три. Тебе следует запомнить домохозяина Угга как того, кто обладает этими восемью удивительными и поразительными качествами. Один, пункты номер два пять раскрываются так же, как в предыдущей сути АН 8-21. Два, что означает, что Угга, не возвращающийся, устранивший пять нижних оков сенсары. Три, концовка в точности как в предыдущей сути, АН 8-21. Патхама Хатхака сутта, Хатхака 1. АН 8-23. Однажды благословенный пребывал в Алаве возле рощи Адгалавы. Там благословенный обратился к монахам, монахи. Учитель. Ответили те монахи. Благословенный сказал, монахи, вам следует запомнить Хатхаку из Алаве как того, кто обладает семью удивительными и поразительными качествами. Какими семью? Хатхака из Алаве наделен, один, верой. Два, он нравственный, обладает, три, чувством стыда и, четыре, боязнью совершить проступок. Пять, он ученый в Дхамме, шесть, щедрый, семь, мудрый. Вам следует запомнить Хатхаку из Алаве как того, кто обладает этими семью удивительными и поразительными качествами. Так сказал Благословенный. Сказав так, Счастливый поднялся со своего сидения и ушел в свою хижину. И тогда, утром, некий монах оделся, взял чашу и одеяние, и отправился к дому Хактхаки из Алави. Когда он пришел, он сел на подготовленное для него сидение. Затем Хактхака из Алави подошел к этому монаху, поклонился ему, и сел рядом. Затем тот монах сказал ему, друг, Благословенный объявил, что ты обладаешь семью удивительными и поразительными качествами. — Какими семью? — Благословенный сказал о тебе так, монахе, Хактхака из Алави наделен верой. Он нравственный, обладая чувством стыда и боязнью совершить проступок. Он ученый в Дхаме, щедрый, мудрый. Благословенный объявил, что ты обладаешь этими семью удивительными и поразительными качествами. Я надеюсь, достопочтенный, что в тот момент не присутствовал какой-либо мирянин, одетый в белое? Нет, друг. Тогда не присутствовало какого-либо мирянина, одетого в белое. Это хорошо, достопочтенный. И тогда тот монах, получив виду как подаяние в доме Хактхаки из Алави, поднялся со своего сидения и ушел. После принятия пищи, вернувшись с хождения за подаяниями, он подошел к Благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, «Учитель, утром я оделся, взял чашу и одеяние, и отправился к дому Хактхаки из Алави». Один ответил мне, это хорошо, достопочтенный. Благословенный ответил, хорошо, хорошо, монах. Этот представитель клана имеет мало желаний, поскольку не хочет, чтобы о его внутренних благих качествах узнали другие. Поэтому, монах, тебе следует запомнить Хактхаку из Алави как того, кто обладает этим восьмым удивительным и поразительным качеством, то есть, восемь, малым количеством желаний. Один, здесь повторяется весь фрагмент с беседой монаха и Хактхаки целиком. Дутия Хактхака сутта, Хактхака 2. А.Н. 8.24 Однажды Благословенный пребывал в Алави возле рощи Акгалавы. И тогда Хактхака из Алави вместе с пятью сотнями мирян подошел к Благословенному, поклонился ему, и сел рядом. Затем Благословенный сказал ему, «Твоя свита огромна, Хактхака. Каким образом ты поддерживаешь такую большую свиту? Господин, поддерживаю с помощью четырех средств поддержания благоприятных отношений, которым научил Благословенный». Один. Когда я знаю, этого можно поддержать дарением, то я поддерживаю его дарением. Когда я знаю, этого можно поддержать приятной речью, то я поддерживаю его приятной речью. «Когда я знаю, этого можно поддержать благодетельным поведением, то я поддерживаю его благодетельным поведением. Когда я знаю, этого можно поддержать равносностью, то я поддерживаю его равносностью. В моей семье есть богатство, господин. Они не думают, что должны меня слушать так, как если бы я был бедным». 2. Хорошо, хорошо, хаттхака. Таков метод, посредством которого ты можешь поддерживать такую большую свиту. Ведь все те, кто в прошлом поддерживали большую свиту, делали так посредством тех же самых четырех средств поддержания благоприятных отношений. И все те, кто в будущем будут поддерживать большую свиту, будут делать так посредством тех же самых четырех средств поддержания благоприятных отношений. И все те, кто в настоящем поддерживают большую свиту, все делают так посредством тех же самых четырех средств поддержания благоприятных отношений. И затем, после того, как Благословенный наставил, воодушевил, вдохновил и порадовал Хаттхаку и Залаве беседой о Дхамме, Хаттхака поднялся со своего сиденья, поклонился Благословенному и ушел, обойдя его с правой стороны. И вскоре после того, как Хаттхака и Залаве ушел, Благословенный обратился к монахам, монахи, вам следует запомнить Хаттхаку и Залаве как того, кто обладает восемью удивительными и поразительными качествами. Какими восемью? Хаттхака и Залаве наделен, один, верой. Два, он нравственный, обладает, три, чувством стыда и, четыре, боязнью совершить проступок. Пять, он ученый в Дхамме, шесть, щедрый, семь, мудрый. Восемь, у него мало желаний. Вам следует запомнить Хаттхаку и Залаве как того, кто обладает этими восемью удивительными и поразительными качествами. Три. Один, смотри. АН четыре тридцать два, АН четыре двести пятьдесят шесть, два, комментарий перефразирует, они не слушают меня так, как слушали бы бедняка, который ничего не может дать или сделать. Но они думают, что им стоит прислушаться ко мне и последовать моему совету, и не думают, что могут нарушить мои наставления. Три. Примечание переводчика СВ, Хаттхака был невозвращающимся. В АН три сто двадцать семь упоминается забавный эпизод про то, как после смерти он возник перед Буддой в виде молодого божества и не мог толком управлять своим новым тонким телом. Маханама сутта, Маханама. АН 8.25. Однажды благословенный пребывал в стране Сакьев Капилаваттху в Баниновом парке. И тогда Маханама из клана Сакьев отправился к благословенному, поклонился ему, сел рядом, и сказал, «Господин, в каком смысле кто-либо является мирянином? Когда, Маханама, человек принял прибежище в Будде, Дхаме, Сангхе, то тогда он является мирянином. Господин, в каком смысле мирянин является нравственным? Когда, Маханама, мирянин воздерживается от уничтожения жизни, от взятия того, что ему не было дано, от неблагого сексуального поведения, от лжи, от спиртных напитков, вина и одурманивающих веществ, что создают основу для беспечности, то тогда он является нравственным мирянином. Господин, в каком смысле мирянин практикуют ради своего собственного блага, но не ради блага других? 1. Когда, Маханама, мирянин сам совершенен в вере, но не побуждает других стать совершенными в вере. 2. Когда он сам совершенен в нравственном поведении, но не побуждает других стать совершенными в нравственном поведении. 3. Когда он сам совершенен в щедрости, но не побуждает других стать совершенными в щедрости. 4. Когда он сам желает навещать монахов, но не побуждает других навещать монахов. 5. Когда он сам хочет послушать благую Дхамму, но не побуждает других послушать благую Дхамму. 6. Когда он сам удерживает в умелчении, которое услышал, но не побуждает других удерживать в умелчении. 7. Когда он сам изучает смысл учений, которые запомнил, но не побуждает других изучать их смысл. 8. Когда он сам понял значение. И Дхамму практикуют в соответствии с Дхаммой, но не побуждает других делать так, то в этом случае, Маханама, этот мирянин практикуют ради собственного блага, но не ради благ других. «Господин, в каком смысле мирянин практикует ради своего собственного блага и ради блага других? Когда, Маханама, мирянин сам совершенен в вере, и побуждает других стать совершенными в вере, побуждает других практиковать в соответствии с Дхаммой, то в этом случае, Маханама, этот мирянин практикует ради собственного блага и ради блага других. Дживака сутта, Дживака. АН 8.26. Сутта идентична предыдущей АН 8.25, но здесь вместо Маханама беседует Дживака, и, соответственно, здесь иное вступление, однажды Благословенный пребывал в Раджагахе в Манговой роще Дживаки. И тогда Дживака Камарабхача отправился к Благословенному, поклонился ему, сел рядом, и сказал. Патхама Бала сутта, Сила 1. АН 8.27. Благословенный сказал, Монахи, есть эти восемь сил. Какие восемь? 1. Сила детей, плач. 2. Сила женщины, злость. 3. Сила воров, оружие. 4. Сила царей, владычество. 5. Сила дураков, жаловаться. 6. Сила мудрецов, обдумывать. 7. Сила ученых, рассмотрение. 8. Сила брахманов и отшельников, терпение. Таковы восемь сил. Дутие Бала сутта, Сила 2. АН 8.28. И тогда Достопочтенный Сарипутта подошел к Благословенному, поклонился ему, и сел рядом. Затем Благословенный сказал ему, Сарипутта, когда пятна загрязнения ума монаха были уничтожены, то сколькими силами он обладает, из-за обладания которыми он мог бы заявить, мои пятна были уничтожены? Учитель, когда пятна монаха были уничтожены, он обладает восемью силами, из-за обладания которыми он мог бы заявить, мои пятна были уничтожены. Какими восемью? 1. Вот, учитель, монах с уничтоженными пятнами загрязнения ума четко увидел все обусловленные феномены в соответствии с действительностью правильной мудростью как непостоянной. Такова сила монаха с уничтоженными пятнами, на основании которой он может заявить, мои пятна были уничтожены. 2. Далее, монах с уничтоженными пятнами четко увидел чувственное удовольствие в соответствии с действительностью правильной мудростью как подобные ями с раскаленными углями. Такова сила монаха с уничтоженными пятнами. 3. Далее, у монаха с уничтоженными пятнами направляется, склоняется, устремляется к затворничеству. Он уединен, радуется отречению, всецело покончил со всеми вещами, которые являются основанием для проявления пятен. Такова сила монаха с уничтоженными пятнами. 4. Далее, монах с уничтоженными пятнами развил, хорошо развил четыре основы осознанности. Поскольку это так, то это сила монаха с уничтоженными пятнами. 5. Далее, монах с уничтоженными пятнами развил, хорошо развил четыре основы сверхъестественных сил. 6. Пять качеств. 7. Семь факторов просветления. 8. Благородный восьмеричный путь. 8. Такова сила монаха с уничтоженными пятнами, на основании которой он может заявить, мои пятна были уничтожены. Учитель, когда пятна загрязнения ума монаха были уничтожены, он обладает этими восьмью силами, из-за обладания которыми он мог бы заявить, мои пятна были уничтожены. Акхана сутта, неподходящий момент. АН 8.29. Благословенный сказал, монахе, необученный заурядный человек говорит, мир обрел возможность. Мир обрел возможность. 1. Но на самом деле он не знает, что является возможностью, а что и не является. Монахи, есть эти восемь неподходящих моментов, что не являются подобающими случаями для ведения святой жизни. Какие восемь? 1. Бывает так, что в мире возник Татхагата, Арахант, полностью просветленный, совершенный в истинном знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. И учат Дхамми, ведущий к покою, к неббани, к просветлению, как-то провозгласил счастливый. Но человек в это время переродился в аду. Таков первый неподходящий момент, что не является подобающим случаем для ведения святой жизни. 2. Далее, в мире возник Татхагата. И учат Дхамми. Но человек в это время переродился в мире животных. Таков второй неподходящий момент, что не является подобающим случаем для ведения святой жизни. 3. Далее, в мире возник Тадхагата. И учат Дхамме. Но человек в это время переродился в мире страдающих духов. Таков третий неподходящий момент, что не является подобающим случаем для ведения святой жизни. 4. Далее, в мире возник Тадхагата. И учат Дхамме. Но человек в это время переродился в некой группе долго живущих божеств. 5. Далее, в мире возник Тадхагата. И учат Дхамме. Но человек в это время переродился во внешних провинциях, среди грубых иноземцев, куда они путешествуют монахи, монахини, миряне, мирянки. 6. Далее, в мире возник Тадхагата. И учат Дхамме. И человек в это время переродился в центральных провинциях. Но он придерживается неправильных воззрений, имеет искаженную точку зрения. 7. Нет ничего, что дано, нет ничего, что предложено, нет ничего, что пожертвовано. Нет плода или результата хороших или плохих поступков. 8. Нет этого мира, нет следующего мира, нет отца, нет матери, нет спонтанно рождающихся существ. 9. Нет жрецов и отшельников, которые посредством правильной жизни и правильной практики истинно провозглашали бы другим, что познали и засвидетельствовали самостоятельно этот мир и следующий. 10. Таков шестой неподходящий момент, что не является подобающим случаем для ведения святой жизни. 11. Далее, в мире возник Тадхагата. И учат Дхамме. И человек в это время переродился в центральных провинциях. Но он не мудрый, глупый, тупой, не может понять суть того, что хорошо сказано и плохо сказано. 11. Таков седьмой неподходящий момент, что не является подобающим случаем для ведения святой жизни. 12. Далее, Тадхагата не возник в мире. И не учат Дхамме. Но человек в это время переродился в центральных провинциях, и он мудрый, умный, проницательный, способен понять суть того, что хорошо сказано и плохо сказано. 12. Таков восьмой неподходящий момент, что не является подобающим случаем для ведения святой жизни. 13. Таковы восемь неподходящих моментов, что не являются подобающими случаями для ведения святой жизни. 14. Монахи, есть один уникальный подходящий момент, подобающий случай для ведения святой жизни. 15. Какой? Бывает так, что в мире возник Тадхагата, Арахант, полностью просветленный, совершенный в истинном знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. 16. И учат Тхаме, ведущий к покою, к никбани, к просветлению, как-то провозгласил счастливый. 17. И человек в это время переродился в центральных провинциях, и он мудрый, умный, проницательный, способен понять суть того, что хорошо сказано и плохо сказано. 17. Таков, монахи, один уникальный подходящий момент, подобающий случай для ведения святой жизни. 18. И далее он добавил, коль смог ты обрести рождение человеком, тогда, когда раскрыли благостную Тхамму, и если ухватить момент ты не сумел, то упустил ты подходящую возможность. 19. Ведь было сказано о неуместных временах, о случаях, пути преграду создающих. 20. Ведь только иногда приходит случай тот, что в этом самом мире Будды возникают. 21. И коль лицом к лицу ты повстречать их смог, то это редкость, обретаемая в мире. 22. А коли ты обрел рождение человеком, и в это время обучают Тхамме превосходной, то если ты желаешь собственного блага, то этого достаточно, чтобы приложить старания. 23. И как понять благую Тхамму, так чтобы не упустить момента? 24. Ведь упустившие впоследствии горюют, когда потом в аду природятся. 25. И тот, кто обрести не смог, стойкого направления хорошей Тхаммы, потом жалеть об этом будет очень долго, точно торговец, прибыль упустивший. 26. То человек, невежеством что скован, падение достигший в благородной Тхамме, долгое время он скитаться будет, по круговерте смерти и при рождении. 27. Но те, кто обрели рождение человеком, а в это время обучали Тхамме превосходной, те наставления учителей они смогли исполнить, или исполнить в будущем, а может и сейчас. 28. Те, кто практиковали путь, то Тхагаты провозглашенные, возможность подходящую проникли в этом мире, смогли достичь непревзойденной святой жизни. 29. И пребывать ты должен без каких-либо утечек. 30. В сдержанности осознанной и охраняющей себя, как научила тому Тот, Кто видит, и Кто зовется также Сыном Солнца. 31. Скрытые склонности искоренивыми, что увлекают человека во владение марой. 31. Тот, кто достиг уничтожения загрязнений, живет в миру, но вышел за пределы. 31. Комментарий поясняет, что он говорит так, поскольку для него появилась возможность осуществить свою некую задачу, дело. 32. Комментарий поясняет, что речь идет о дэвах без восприятия, асанья-сэпта. 33. Однако, видимо, здесь же подразумеваются дэвы бесформенных миров, арупалаки, которые не могут услышать Тхамму. 33. Асава, дословно переводится как «утечка». Имеются в виду пятна загрязнений, наводняющие ум. 34. Комментарий, скрытые склонности, которые сопровождают сансару, называются владениями мары. Анурутха-сутта, Анурутха. АН 8.30. Однажды благословенный пребывал в стране Пхага в Сунцамарагире в Оленьем парке Рощи Пхесакалы. И тогда и достопочтенный Анурутха пребывал в стране Читеев в Восточном Бамбуковом парке. По мере того, как достопочтенный Анурутха пребывал уединенным в затворничестве, следующая цепочка мыслей возникла в его уме. 1. Это Тхама для того, у кого мало желаний, а не для того, у кого желания сильны. 2. Это Тхама для того, кто довольствуется тем, что есть, а не для того, кто недовольствуется. 3. Это Тхама для того, кто затворяется в уединении, а не для того, кто радуется компанией. 4. Это Дхама для того, кто усерден, а не для того, кто ленив 5. Это Дхама для того, у кого утверждена осознанность, а не для того, у кого ум замутнен 6. Это Дхама для того, кто сосредоточен, а не для того, кто не сосредоточен 7. Это Дхама для того, кто мудр, а не для того, кто не мудр Благословенный познал своим собственным умом эту цепочку мыслей в уме достопочтенного Анурудхи И тогда, подобно тому, как сильный человек распрямил бы согнутую руку или согнул распрямленную, Благословенный исчез из оленьева парка рощи Пхисакалы, что в Сунцамарагере в стране Бхаггов, и возник перед Достопочтенным Анурутхой в стране Чития в Восточном Бамбуковом парке. Там Благословенный сел на подготовленное для него сидение. Достопочтенный Анурутха поклонился ему, сел рядом, и Благословенный сказал ему, «Хорошо, хорошо, Анурутха. Хорошо, что ты обдумал эти мысли великой личности, то есть, это Дхамма для тех, а не для тех, кто не мудр. Поэтому, Анурутха, также поразмышляя и над этой восьмой мыслью великой личности, 8. Это Дхамма для того, кто радуется неразрастанию, находит удовольствие в неразрастании, а не для того, кто радуется разрастанию и находит удовольствие в разрастании. 1. Когда, Анурутха, ты обдумываешь эти восемь мысли великой личности, то тогда, до той степени, до которой ты пожелаешь, будучи отстраненным от чувственных удовольствий, отстраненном от неблагих состояний ума, ты будешь входить и пребывать в первой джхане, которая сопровождается направлением и удержанием ума на объекте медитации, с восторгом и удовольствием, которые возникли из-за этой отстраненности. Когда ты обдумываешь эти восемь мыслей великой личности, то тогда, до той степени, до которой ты пожелаешь, с угасанием направления и удержания ума на объекте, ты будешь входить и пребывать во второй джхане, в которой наличествуют внутренние уверенности и единение ума, в которой нет направления и удержания, но есть восторг и удовольствие, которые возникли посредством сосредоточения. Когда ты обдумываешь эти восемь мыслей великой личности, то тогда, до той степени, до которой ты пожелаешь, с угасанием восторга ты будешь пребывать невозмутимым, осознанным, бдительным, и ощущать приятное телом. Ты будешь входить и пребывать в третьей джхане, о которой благородные говорят так, он невозмутим, осознан, пребывает в удовольствии. Когда ты обдумываешь эти восемь мыслей великой личности, то тогда, до той степени, до которой ты пожелаешь, с оставлением удовольствия и боли, равно как и с предыдущим угасанием радости и недовольства, ты будешь входить и пребывать в четвертой джхане, которая неприятно и неболезненно, характерна чистейшей осознанностью из-за невозмутимости. Когда ты обдумываешь эти восемь мыслей великой личности и обретаешь без сложностей и проблем эти четыре джханы, что являются высшим умом и приятными пребываниями в этой самой жизни, то тогда, по мере того, как ты живешь, ты будешь, довольствуясь тем, что есть, твое одеяние из обносков будет представляться тебе тем же самым, чем представляется сундук, полный различных цветных одежд, домохозяину или сыну домохозяина. И оно будет служить тебе ради твоей радости, легкости, умиротворенности и для вхождения в неблону. Когда ты обдумываешь эти восемь мыслей великой личности и обретаешь без сложностей и проблем эти четыре джханы, что являются высшим умом и приятными пребываниями в этой самой жизни, то тогда, по мере того, как ты живешь, довольствуясь тем, что есть, остатки еды, полученные как подаянии, будут представляться тебе тем же самым, чем представляется блюдо из риса, очищенного черных зерен, приправленное различными подливками и карри, домохозяину или сыну домохозяина. И они будут служить тебе ради твоей радости, легкости, умиротворенности, и для вхождения в неблону. Когда ты обдумываешь эти восемь мыслей великой личности и обретаешь без сложностей и проблем эти четыре джханы, что являются высшим умом и приятными пребываниями в этой самой жизни, то тогда, по мере того, как ты живешь, довольствуясь тем, что есть, твое место обитания у подножья дерева будет представляться тебе тем же самым, чем представляется дом со строконечной крышей, покрытой штукатуркой изнутри и снаружи, не пропускающей сквозняков, с закрытыми ставнями и запертыми засовами, домохозяину или сыну домохозяина. И оно будет служить тебе ради твоей радости, легкости, умиротворенности, и для вхождения в неблону. Когда ты обдумываешь эти восемь мыслей великой личности и обретаешь без сложностей и проблем эти четыре джханы, что являются высшим умом и приятными пребываниями в этой самой жизни, то тогда, по мере того, как ты живешь, довольствуясь тем, что есть, твоя постель или сидение, сделанное из соломы, будет представляться тебе тем же самым, чем представляется диван с пледами, одеялами, накидками, с превосходным покрытием из шкуры антилопы, с навесом наверху и красными подушками по обеим сторонам, домохозяину или сыну домохозяина. И оно будет служить тебе ради твоей радости, легкости, умиротворенности, и для вхождения в неблону. Когда ты обдумываешь эти восемь мыслей великой личности и обретаешь без сложностей и проблем эти четыре джханы, что являются высшим умом и приятными пребываниями в этой самой жизни, то тогда, по мере того, как ты живешь, довольствуясь тем, что есть, твое лекарство из застоявшейся коровьей мочи будет представляться тебе тем же самым, чем представляются различные медикаменты из топленого масла, масла, меда, и миласы, домохозяину или сыну домохозяина. И оно будет служить тебе ради твоей радости, легкости, умиротворенности, и для вхождения в неблону. Поэтому, Анурутха, тебе следует провести следующий сезон дождей здесь, в стране Читеев в восточном бамбуковом парке. «Да, учитель», ответил достопочтенный Анурутха. И затем, наставив достопочтенного Анурутху, подобно тому, как сильный человек распрямил бы согнутую руку или согнул распрямленную, благословенно исчез перед достопочтенным Анурутхой из восточного бамбукового парка в стране Читеев и вновь появился в оленьем парке рощи Пхисакалы, что в Сунцамарагере в стране Пхатгав. Там он сел на подготовленное для него сиденье и обратился к монахам, «Монахи, я научу вас восьми мыслям великого человека. Слушайте внимательно. Я буду говорить». «Да, учитель», ответили те монахи. Благословенный сказал, «И каковы, монахи, восемь мыслей великого человека? Это Дхама для того, у кого мало желаний, а не для того, у кого желания сильны. Это Дхама для того, кто довольствуется тем, что есть, а не для того, кто не довольствуется. Это Дхама для того, кто затворяется в уединении, а не для того, кто радуется компанией. Это Дхама для того, кто усерден, а не для того, кто ленив. Это Дхама для того, у кого утверждена осознанность, а не для того, у кого ум замутнен. Это Дхама для того, кто сосредоточен, а не для того, кто не сосредоточен. Это Дхама для того, кто мудр, а не для того, кто не мудр. Это Дхама для того, кто радуется неразрастанию, находит удовольствие в неразрастании, а не для того, кто радуется разрастанию находит удовольствие в разрастании. Один, так было сказано, это Дхама для того, у кого мало желаний, а не для того, у кого желания сильны. В отношении чего так было сказано? Вот у монаха мало желаний, он не желает, пусть люди знают меня как того, у кого мало желаний. Когда он довольствуется тем, что есть, он не желает, пусть люди знают меня как того, кто довольствуется. Когда он затворяется в уединении, он не желает, пусть люди знают меня как того, кто затворяется в уединении. Когда он усерден, он не желает, пусть люди знают меня как того, кто усерден. Когда он осознан, он не желает, пусть люди знают меня как того, кто осознан. Когда он сосредоточен, он не желает, пусть люди знают меня как того, кто сосредоточен. Когда он мудр, он не желает, пусть люди знают меня как того, кто мудр. Когда он находит удовольствие в неразрастании, он не желает, пусть люди знают меня как того, кто находит удовольствие в неразрастании. Когда так было сказано, это Это Дхама для того, у кого мало желаний, а не для того, у кого желания сильны, то в отношении этого так было сказано. Два, так было сказано, это Дхама для того, кто довольствуется тем, что есть, а не для того, кто не довольствуется. В отношении чего так было сказано? Вот монах довольствуется любыми одеяниями, едой с подаянией, жилищами, лекарствами и обеспечением для больных монахов. Когда так было сказано, то в отношении этого так было сказано. 3. Так было сказано, это Дхама для того, кто затворяется в уединении, а не для того, кто радуется компанией. В отношении чего так было сказано? Вот, когда монах затворяется в уединении, монахи, монахини, миряне, мирянки, цари, царские министры, учителя других учений, ученики учителей других учений подходят к нему. В каждом случае, имея ум, который направляется, устремляется, склоняется к затворничеству, уединению, радуется отречению, он, ведя с ними беседу, неизменно думает о том, чтобы они оставили его одного. 4. Так было сказано, это Дхама для того, кто усерден, а не для того, кто ленив. В отношении чего так было сказано? Вот монах зародил усилия к оставлению неблагих качеств и обретению благих качеств. В этом он силен, упорен в старании, не откладывает своей обязанности развивать благие качества. 5. Так было сказано, это Дхама для того, у кого утверждена осознанность, а не для того, у кого ум замутнен. В отношении чего так было сказано? Вот монах осознан, наделен высочайшей осознанностью и настороженностью, хранит в памяти и помнит то, что было сделано и сказано давным-давно. 6. Так было сказано, это Дхама для того, кто сосредоточен, а не для того, кто не сосредоточен. В отношении чего так было сказано? Вот монах, будучи отстраненным от чувственных удовольствий, входит и пребывает в первой джхане. 2. 3. 4. 7. Так было сказано, это Дхама для того, кто мудр, а не для того, кто не мудр. В отношении чего так было сказано? Вот монах мудр. Он обладает мудростью, которая различает происхождение и исчезновение, благородной, проницательной, ведущей к полному уничтожению страданий. 8. Так было сказано, это Дхама для того, кто радуется неразрастанию, находит удовольствие в неразрастании, а не для того, кто радуется разрастанию и находит удовольствие в разрастании. В отношении чего так было сказано? Вот у монаха устремляется к прекращению разрастания, становится безмятежным, успокаивается, освобождается в этом. Когда так было сказано, это Дхама для того, кто радуется неразрастанию, находит удовольствие в неразрастании, а не для того, кто радуется разрастанию и находит удовольствие в разрастании, то в отношении этого так было сказано. И затем достопочтенный Анурутха провел следующий сезон дождей в стране Читеев в Восточном Бамбуковом парке. Пребывая в уединении прилежным, старательным, решительным, достопочтенный Анурутха, реализовав это для себя посредством прямого знания, здесь и сейчас вошел и пребывал в высочайшей цели святой жизни, ради которой представители клана праведно оставляют жизнь домохозяина и ведут жизнь бездомную. Он напрямую познал, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. И достопочтенный Анурутха стал одним из арахантов. И по тому случаю, когда он достиг араханства, достопочтенный Анурутха произнес эти строфы, познав мои мысли, лучший учитель, психики силой пришел вдруг ко мне, в теле, что создано было умом. Большему смог он меня научить, чем содержалось в мыслях моих, Будда, довольным неразрастанием, он научил меня не разрастанию. Выучив данное мне наставление, я восхитился учением его. Истинных тройку я знаний обрел, Будда учение исполнено мной. 1. Согласно комментарию, речь идет о разрастании различных идей и мыслей посредством жажды, самомнения, воззрений. Смотри также АН 4.173. Патхама Дана Сутта, Даяние 1. АН 8.31. Благословенный сказал, есть эти восемь даров. Какие восемь? 1. Обидев получателя, человек дает ему дар. 2. Он дает дар, исходя из страха. 3. Он дает дар, думая, он давал дар мне. 4. Он дает дар, думая, он мне тоже даст дар. 5. Он дает дар, думая, дарение, это хорошо. 6. Он дает дар, думая, я готовлю еду. Эти люди не готовят. Не подобает мне, тому, кто готовит, не давать тем, кто не готовит. 7. Он дает дар, думая, поскольку я отдал этот дар, я обрету хорошую репутацию. 8. Он дает дар ради украшения ума, ради снабжения ума. 1.1. Комментарий поясняет, он дает дар ради украшения и снабжения ума успокоением и прозрением. Примечание переводчика СВ, на мой взгляд, речь идет о другом, а именно, о том, что щедрость украшает ум и способствует поддержанию очищения ума от загрязнений и скупости и жажды. 8. Дутио дана сутта, даяние 2. А.Н. 8.32. Благословенный сказал, вера и стыд, и благотворное даяние, вот качество, к которым человек хороший все стремится. Ведь говорится, это сут небесный путь, идя которым мира дэвов достигаешь. 1.1. Скорее всего этот стих был частью предыдущей сутты А.Н. 8.31, так как здесь не перечисляется никаких восьми пунктов. Дана-Ваттфу сутта, основания для даяния. А.Н. 8.33. Благословенный сказал, монахи, есть эти восемь оснований для даяния. Какие восемь? 1. Вот кто-либо дает дар, исходя из желания. 2. Он дает дар, исходя из ненависти. 3. Он дает дар, исходя из заблуждения. 4. Он дает дар, исходя из страха. 5. Он дает дар, думая, даянии практиковали мои отцы и правоцы. Не стоит отбрасывать этого древнего семейного обычая. 6. Он дает дар, думая, дав этот дар, после распада тела, после смерти, я перерожусь в благому деле, в небесном мире. 7. Он дает дар, думая, когда я даю этот дар, мой ум становится безмятежным, хорошие настроения и радость возникают. 8. Он дает дар ради украшения ума, ради снабжения ума. Таковы восемь оснований для даяния. Хетта сутта, поле. А.Н. 8.34 Благословенный сказал, монахи, семя, посаженное в поле, которое обладает восьми факторами, не принесет обильных плодов, его плоды не будут восхитительными, от него нет пользы. 8. Какие? 1. Бывает так, что на поле есть насыпь и рвы. 2. На нем есть камни и гравий. 3. Оно соленое. 4. Оно не глубоко вспахано. 5. У него нет впусков для воды. 6. У него нет выпусков для оттока воды. 7. 7. У него нет каналов для орошения. 8. У него нет границ. 7. Посаженное в поле, которое обладает восьми факторами, не принесет обильных плодов, его плоды не будут восхитительными, от него нет пользы. 8. Точно так же, монахи, дар, данный жрецам или отшельникам, которые не обладают восьми факторами, не принесет великого плода и пользы, он не сверкает и не сияет. 8. Какими восьми? 9. Бывает так, что жрецы или отшельники имеют неправильное воззрение, устремление, речь, действие, средство к жизни, усилие, осознанность, неправильное сосредоточение. 10. Дар, данный жрецам или отшельникам, которые не обладают этими восьми факторами, не принесет великого плода и пользы, он не сверкает и не сияет. 11. Монахи, семя, посаженное в поле, которое обладает восьми факторами, принесет обильные плоды, его плоды будут восхитительными, от него будет польза. 12. Какими восьми? 13. Бывает так, что на поле нет насыпей и рвов. 14. На нем нет камней и гравия. 15. Оно не соленое. 16. Оно глубоко вспахано. 16. У него есть впуски для воды. 17. У него есть выпуски для оттока воды. 17. У него есть каналы для орошения. 17. У него есть граница. 17. Семя, посаженное в поле, которое обладает восьми факторами, принесет обильные плоды, его плоды будут восхитительными, от него будет польза. 18. Точно так же, монахи, дар, данный жрецам или отшельникам, которые обладают восьми факторами, принесет великий плод и пользу, он сверкает и сияет. 18. Какими восьми? 18. Бывает так, что жрецы или отшельники имеют правильное воззрение. 19. Устремление. 20. Речь. 21. Действия. 21. Средство к жизни. 22. Усилие. 22. Осознанность. Правильное сосредоточение. Дар, данный жрецам или отшельникам, которые обладают этими восьми факторами, принесет великий плод и пользу, он сверкает и сияет. И далее он добавил, «И когда поле превосходно, и превосходно и посаженное семя, а также превосходен и дождя достаток, то урожай от семя будет превосходным. Его здоровье превосходно, как превосходен его рост, как превосходно созревание, воистину чудесен его плод. Так, коли даришь ты эту пищу, что прекрасна, тем, кто исполнил свою нравственность всецело, то это приведет к различным видам превосходства, ведь превосходен твой поступок совершенный. Поэтому, если желаешь превосходства, то должен получающий тогда быть совершенным. И подходить стоит к тому, кто совершенен в мудрости, тогда и собственные совершенства разовьются. Кто совершенен в знании и поведении истинном, достиг то совершенства своего ума, поступок делает, который совершенен, и этим самым все благое завершает. Познав весь мир таким, какой он есть на самом деле, нужно достичь в своих воззрениях совершенства. А тот, кто совершенным стал впоследствии в уме, идет вперед, ведь совершенен он и в знании пути. Когда ты стер все пятна, и достиг ниббаны, тогда свободен ты от всяческих страданий, вот будет полным совершенством что. Дэн Папа Тисутта, Перерождение и Задаяние. А.Н. 8.35. Благословенный сказал, монахи, есть эти восемь видов перерождения и задаяния. Какие восемь? Один, бывает так, что некий человек дарит дар жрецу или отшельнику, еду или питье, одежду или средство передвижения, гирлянды, благовония и мази, постели, жилища и лампы. Вне зависимости от того, что он дарит, он не ожидает ничего взамен. Затем он видит зажиточных кхотиев, зажиточных брахманов, зажиточных домохозяев, обеспеченных и наделенных пятью нитями чувственных удовольствий, наслаждающихся ими. Мысль приходит к нему, о, пусть я после распада тела, после смерти, перерожусь среди зажиточных кхотиев, зажиточных брахманов или зажиточных домохозяев. Он настраивает свой ум на это, закрепляет свой ум на этом, развивает это состояние ума. Этот его ум, настроенный на нише, один, неразвиваемый до более высокой степени, приводит его к перерождению там. С распадом тела, после смерти, он перерождается среди зажиточных кхотиев, зажиточных брахманов, зажиточных домохозяев. И такое возможно только для того, кто нравственен, я говорю вам, а не для того, кто безнравственен. Желание сердца того, кто нравственен, исполняется из-за его чистоты. Два, бывает так, что некий человек дарит дар жрецу или отшельнику, еду или питье, одежду или средство передвижения, гирлянды, благовония и мази, постели, жилища и лампы. Вне зависимости от того, что он дарит, он не ожидает ничего взамен. Затем он услышал, дэвы, управляемые четырьмя великими божественными царями, живут долго, они красивы, пребывают в великом счастье. Мысль приходит к нему, о, пусть я после распада тела, после смерти, перерожусь среди дэвов, управляемых четырьмя великими царями. Он настраивает свой ум на это, закрепляет свой ум на этом, развивает это состояние ума. Этот его ум, настроенный на нише, неразвиваемый до более высокой степени, приводит его к перерождению там. С распадом тела, после смерти, он перерождается среди дэвов, управляемых четырьмя великими царями. И такое возможно только для того, кто нравственен, я говорю вам, а не для того, кто безнравственен. Желание сердца того, кто нравственен, исполняется из-за его чистоты. 3.7. Бывает так, что некий человек дарит дар жрецу или отшельнику. Вне зависимости от того, что он дарит, он не ожидает ничего взамен. Затем он услышал, дэвы небесного мира Туватимсы. Дэвы ямы. Дэвы туситы. Дэвы, наслаждающиеся творениями. Дэвы, управляющие тем, что создано другими, живут долго, они красивы, пребывают в великом счастье. Мысль приходит к нему, о, пусть я после распада тела, после смерти, перерожусь среди дэвов, управляющих тем, что создано другими. Он настраивает свой ум на это, закрепляет свой ум на этом, развивает это состояние ума. Этот его ум, настроенный на нише, неразвиваемый до более высокой степени, приводит его к перерождению там. С распадом тела, после смерти, он перерождается среди дэвов, управляющих тем, что создано другими. И такое возможно только для того, кто нравственен, я говорю вам, а не для того, кто безнравственен. Желание сердца того, кто нравственен, исполняется из-за его чистоты. 8. Бывает так, что некий человек дарит дар жрецу или отшельнику. Вне зависимости от того, что он дарит, он не ожидает ничего взамен. Затем он услышал, дэвы свиты Брахмы живут долго, они красивы, пребывают в великом счастье. Мысль приходит к нему, о, пусть я после распада тела, после смерти, перерожусь среди дэвов свиты Брахмы. Он настраивает свой ум на это, закрепляет свой ум на этом, развивает это состояние ума. Этот его ум, настроенный на нише, неразвиваемый до более высокой степени, приводит его к перерождению там. С распадом тела, после смерти, он перерождается среди дэвов свиты Брахмы. И такое возможно только для того, кто нравственен, я говорю вам, а не для того, кто безнравственен, для того, кто лишен страсти, а не для того, кто имеет страсть. 2. Желание сердца того, кто нравственен, исполняется из-за его чистоты. Таковы, монахи, восемь видов перерождения и задаяния. 1. Комментарий поясняет, что под низшим здесь подразумеваются чувственные удовольствия. 2. Рага, страсть. Здесь добавлена эта фраза, поскольку для перерождения в мирах Брахм нужна не только щедрость и нравственность, но еще и умение достигать джханы, которая обретается с устранением жажды к чувственным удовольствиям. 3. Области действий, создающих заслуги. А.Н. 8.36. Благословенный сказал, монахи, есть три области действий, создающих заслуги. Какие три? Есть щедрость как область действий, создающих заслуги, нравственность как область действий, создающих заслуги, медитативное развитие ума. 1. Как область действий, создающих заслуги. 1. Бывает так, монахи, когда некий человек до незначительной степени практиковал щедрость как область действий, создающих заслуги. Он до незначительной степени практиковал нравственность как область действий, создающих заслуги. Но он не осуществлял медитативного развития как область действий, создающей заслуги. С распадом тела, после смерти, он перерождается человеком, но в неблагоприятных условиях. 2. Далее, бывает так, когда некий человек до определенной степени практиковал щедрость. До определенной степени практиковал нравственность. Но он не осуществлял медитативного развития. С распадом тела, после смерти, он перерождается человеком в благоприятных условиях. Три, далее, бывает так, когда некий человек до высшей степени практиковал щедрость. До высшей степени практиковал нравственность. Но он не осуществлял медитативного развития. С распадом тела, после смерти, он перерождается среди дэвов, управляемых четырьмя великими божественными царями. Там, четыре великих царя, которые до самой высшей степени практиковали щедрость как область действий, создающих заслуги, нравственность как область действий, создающих заслуги, в десяти отношениях превосходит других дэвов, которыми управляют четыре великих царя, в небесном сроке жизни, небесной красоте, небесном счастье, небесной славе, небесном владычестве, а также в небесных формах, звуках, запахах, вкусах, тактильных ощущениях. 4. Далее, бывает так, когда некий человек до высшей степени практиковал щедрость. До высшей степени практиковал нравственность. Но он не осуществлял медитативного развития. С распадом тела, после смерти, он перерождается среди дэвов Таватимсы. Тамсакка, царь дэвов, который до самой высшей степени практиковал щедрость как область действий, создающих заслуги, нравственность как область действий, создающих заслуги, в десяти отношениях превосходит других дэвов Таватимсы, в небесном сроке. сроки жизни. Тактильных ощущениях. Далее, бывает так, когда некий человек до высшей степени практиковал щедрость. До высшей степени практиковал нравственность. Но он не осуществлял медитативного развития. С распадом тела, после смерти, он перерождается среди Дэвов Ямы. Там молодой Дэвов Яма, который до самой высшей степени практиковал щедрость как область действий, создающих заслуги, нравственность как область действий, создающих заслуги, в десяти отношениях превосходит других дэвов ямы, в небесном сроке жизни. Тактильных ощущениях. Шесть, далее, бывает так, когда некий человек до высшей степени практиковал щедрость. До высшей степени практиковал нравственность. Но он не осуществлял медитативного развития. С распадом тела, после смерти, он перерождается среди дэвов Туситы. Там молодой дэва-сын Тусита, который до самой высшей степени практиковал щедрость. Нравственность. В десяти отношениях превосходит других дэвов Туситы, в небесном сроке жизни. Тактильных ощущениях. Семь, далее, бывает так, когда некий человек до высшей степени практиковал щедрость. До высшей степени практиковал нравственность. Но он не осуществлял медитативного развития. С распадом тела, после смерти, он перерождается среди дэвов, наслаждающихся творениями. Там молодой дэво-сынни-мита, который до самой высшей степени практиковал щедрость. Нравственность. В десяти отношениях превосходит других дэвов, наслаждающихся творениями, в небесном сроке жизни. Тактильных ощущениях. Восемь, далее, бывает так, когда некий человек до высшей степени практиковал щедрость. До высшей степени практиковал нравственность. Но он не осуществлял медитативного развития. С распадом тела, после смерти, он перерождается среди дэвов, управляющих творениями других. Там молодой дэво-васаватти, который до самой высшей степени практиковал щедрость. Нравственность. В десяти отношениях превосходит других дэвов, управляющих творениями других, в небесном сроке жизни, небесной красоте, небесном счастье, небесной славе, небесном владычестве, а также в небесных формах, звуках, запахах, вкусах, тактильных ощущениях. Таковы, монахи, три области действий, создающих заслуги. Один, примечание переводчика С.В. Этим словом обозначают буддийскую медитацию, которая содержит в себе два аспекта, успокоение, самадха, и прозрение, випассана. Два, примечание переводчика С.В. С.Н. 11.11, где упомянуты семь обетов, которых придерживался царь Сакка в прошлой жизни будучи человеком. Саппури Садана Сутта, дарение хороших людей. А.Н. 8.37. Благословенный сказал, монахи, есть эти восемь дарений у хороших людей. Один. Какие восемь? Один, он дает чистые, два, он дает превосходные, три, он дает в должное время, четыре, он дает позволительные, пять, он дает после изучения надобности, шесть, он дает часто, семь, давая, он утверждает ум в вере, и, восемь, отдав дар, он этому рад. Таковы восемь дарений у хороших людей. И далее добавил, дает он превосходные чистые, напитки, что позволенные, иду в должный момент. И полю подородному заслуг дает он часто, монахам тем, ведут которые святую жизнь. Не чувствует он вовсе никакого сожаления, если другим он вещи материальные отдал. Те, обладают кто прозрением глубочайшим, похвалят, что он делает свой дар именно так. Благотворительность кто практикует так, с щедрым, открытым собственным умом, умной и мудрой, верой наделенной, переродится в мире бесстрадательном, приятном. Один, смотри. АН 5.148 Саппуриса сутта «Хороший человек» АН 8.38 Благословенный сказал, монахи, когда хороший человек рождается в семье, то это ведет к благу, процветанию, счастью многих людей. Это ведет к благу, процветанию, счастью. Один, его отца и матери. Два, его жены и детей. Три, его рабов, рабочих, слуг. Четыре, его друзей и товарищей. Пять, его умерших родственников. Шесть, царя. Семь, божеств. Восемь, отшельников и жрецов. Подобно тому, как дождевое облако, питая все посевы, появляется для блага, процветания и счастья многих людей, то точно так же, когда хороший человек рождается в семье, это ведет к благу, процветанию и счастью многих людей. Это ведет к благу, процветанию, счастью его отца и матери. Отшельников и жрецов. И далее он добавил, мудрец, который дома проживает, воистину живет на благо многих. Прилежен днем и ночью он по отношению к матери своей и к предкам, к своему отцу. Он почитает их в согласии с Дхаммой, как помнить о том, что сделали они когда-то для него. Он прочен в своей вере, он благочестив, и, зная качество благих, чтит тех, кто смог свой дом оставить, монахов всех, ведут которые святую жизнь. Полезен он для дэвов, как и для царя, полезен для родных, полезен он друзьям, воистину, полезным представляется он всем. В Дхамме благой он утвержден, скупости пятна устранил, и направляется в благоприятный мир. Абхисанда сутта, потоки заслуг. АН 8.39. Благословенный сказал, монахи, есть эти восемь потоков заслуг, потоков благого, пищи для счастья, божественных, созревающих в счастье, направляющих в небесные миры, ведущих человека к желаемому, желанному и приятному, к его благополучию и счастью. Какие восемь? 1. Вот ученик благородных принял прибежище в Будде. Таков первый поток заслуг, поток благого, пищи для счастья, божественной, созревающей в счастье, направляющей в небесные миры, ведущих человека к желаемому, желанному и приятному, к его благополучию и счастью. 2. Далее, ученик благородных принял прибежище в Дхамме. Таков второй поток заслуг. Три, далее, ученик благородных принял прибежище в Сангхе. Таков третий поток заслуг. Монахи, есть эти пять даров, великих даров, изначальных, продолжительных, традиционных, древних, неподдельных и никогда не являвшихся поддельными прежде, которые не подделать сейчас и не подделать в будущем, которые не отвергаются мудрыми жрецами и отшельниками. Какие пять? Четыре, вот ученик благородных, отбросив уничтожение жизни, воздерживается от уничтожения жизни. Воздерживаясь от уничтожения жизни, ученик благородных дарует неизмеримому числу существ свободу от страха, вражды, страданий. И в свою очередь он и сам наслаждается безмерной свободой от страха, вражды, страданий. Таков первый дар, великий дар, изначальный, продолжительный, традиционный, древний, неподдельный и никогда не являвшийся поддельным прежде, который не подделать сейчас и не подделать в будущем, который не отвергается мудрыми жрецами и отшельниками. Таков четвертый поток заслуг, поток благого, пищи для счастья, божественной, созревающей в счастье, направляющей в небесные миры, ведущей человека к желаемому, желанному и приятному, к его благополучию и счастью. 5. Далее, ученик благородных, отбросив взятие того, что ему не было дано, воздерживается от того, что ему не было дано. Таков второй дар. Таков пятый поток заслуг. 6. Далее, ученик благородных, отбросив неблагое сексуальное поведение, воздерживается от неблагого сексуального поведения. Таков третий дар. Таков шестой поток заслуг. 7. Далее, ученик благородных, отбросив ложь, воздерживается от лжи. Таков четвертый дар. Таков седьмой поток заслуг. 8. Далее, ученик благородных, отбросив спиртные напитки, вино, одурманивающие вещества, что создают беспечность, воздерживается от спиртных напитков, вина, одурманивающих веществ, что создают беспечность. Воздерживаясь, ученик благородных дарует неизмеримому числу существ свободу от страха, вражды, страданий. И в свою очередь он и сам наслаждается безмерной свободой от страха, вражды, страданий. Таков пятый дар, великий дар, изначальный, продолжительный, традиционный, древний, неподдельный и никогда не являвшийся поддельным прежде, который не подделать сейчас и не подделать в будущем, который не отвергается мудрыми жрецами и отшельниками. Таков восьмой поток заслуг, поток благого, пищи для счастья, божественной, созревающей в счастье, направляющей в небесные миры, ведущих человека к желаемому, желанному и приятному, к его благополучию и счастью. Таковы, монахи, восемь потоков заслуг, потоков благого, пищи для счастья, божественных, созревающих в счастье, направляющих в небесные миры, ведущие человека к желаемому, желанному и приятному, к его благополучию и счастью. Ду-Чири-Та-Ви-Па-Ка-Сутта – плод неблагого поведения. А.Н. 8.40. Благословенный сказал, 1. Монахи, уничтожение жизни, часто осуществляемое, развиваемое и взращиваемое, ведет в ад, в мир животных, в мир страдающих духов. Для того, кто переродился человеческим существом, уничтожение жизни как минимум ведет к короткому сроку жизни. 2. Взятие того, что не дано, часто осуществляемое, развиваемое и взращиваемое, ведет в ад, в мир животных, в мир страдающих духов. Для того, кто переродился человеческим существом, взятие того, что не дано, как минимум ведет к потере богатства. 3. Неблагое сексуальное поведение, часто осуществляемое, развиваемое и взращиваемое, ведет в ад, в мир животных, в мир страдающих духов. Для того, кто переродился человеческим существом, неблагое сексуальное поведение как минимум ведет к вражде и соперничеству. 4. Ложь, часто осуществляемое, развиваемое и взращиваемое, ведет в ад, в мир животных, в мир страдающих духов. Для того, кто переродился человеческим существом, ложь как минимум ведет к ложным обвинениям. 5. Сеющая распри речь, часто осуществляемая, развиваемая и взращиваемая, ведет в ад, в мир животных, в мир страдающих духов. Для того, кто переродился человеческим существом, сеющая распри речь как минимум ведет к разлуке с друзьями. 6. Грубая речь, часто осуществляемая, развиваемая и взращиваемая, ведет в ад, в мир животных, в мир страдающих духов. Для того, кто переродился человеческим существом, грубая речь как минимум ведет к неприятным звукам. 7. Пустая болтовня, часто осуществляемая, развиваемая и взращиваемая, ведет в ад, в мир животных, в мир страдающих духов. Для того, кто переродился человеческим существом, пустая болтовня как минимум ведет к недоверию словам этого человека. 8. Распитие спиртных напитков и вина, часто осуществляемые, развиваемые и взращиваемые, ведет в ад, в мир животных, в мир страдающих духов. Для того, кто переродился человеческим существом, распятие спиртных напитков как минимум ведет к умопомешательству. Сангхи тупасадха сутта, абупасадхи кратко. АН 8.41. Сутта идентична АН 9.18, но здесь перечисляются только первые восемь факторов, а девятого нет, а также здесь чуть более полное вступление, так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Саваттхе в роще джеты в монастыре Анатхай Пиндики. Там Благословенный обратился к монахам, монахи. Учитель. Отвечали те монахи. Благословенный сказал, монахи, соблюдаемые в полных восьми факторах упасадха приносят великий плод и пользу, она истинно сверкающая и всепроникающая. Виттхат упасадха сутта, абупасадхи подробно. АН 8.42. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Саваттхе в роще джеты в монастыре Анатхай Пиндики. Там Благословенный обратился к монахам, монахи. Учитель. Отвечали те монахи. Благословенный сказал, монахи, соблюдаемые в полных восьми факторах упасадха приносят великий плод и пользу, она истинно сверкающая и всепроникающая. 1. И до какой степени она приносит великий плод и пользу? Представьте, как если бы человек, имея в обилие семь драгоценностей, осуществлял бы владычество и царствование над этими шестнадцатью великими странами, Ангов, Магадхов, Касиев, Касал, Ваджей, Маулов, Читиев, Вангов, Куру, Панчел, Мачхов, Сурасенов, Ассаков, Авантиев, Гандхарцев, Камбоджиев. Это не стоило бы и одной шестнадцатой соблюдению упасадхи, полной восьми факторах. И почему? Потому что царствование людей ничтожно по сравнению с небесным счастьем. Ведь для адэвов, управляемых четырьмя великими божественными царями, одна ночь и один день равняются пятидесяти человеческим годам. Тридцать таких дней составляют месяц, а двенадцать таких месяцев составляют год. Жизненный срок этих адэвов – пятьсот таких небесных лет. И есть возможность, монахи, что мужчина или женщина, соблюдающая упасадху восьми полных факторах, с распадом тела, после смерти, переродиться среди адэвов, управляемых четырьмя великими божественными царями. В отношении этого я сказал, что царствование людей ничтожно по сравнению с небесным счастьем. Для адэвов таватимса одна ночь и один день равняются сотне человеческих лет. Тридцать таких дней составляют месяц, а двенадцать таких месяцев составляют год. Жизненный срок этих адэвов – тысяча таких небесных лет. И есть возможность, монахи, что мужчина или женщина, соблюдающая упасадху восьми полных факторах, с распадом тела, после смерти, переродиться среди адэвов, таватимсы. В отношении этого я сказал, что царствование людей ничтожно по сравнению с небесным счастьем. Для адэвов ямы одна ночь и один день равняются двум сотням человеческих лет. Тридцать таких дней составляют месяц, а двенадцать таких месяцев составляют год. Жизненный срок этих адэвов – две тысячи таких небесных лет. И есть возможность переродиться среди адэвов ямы. Для адэвов туситы одна ночь и один день равняются четырем сотням человеческих лет. Тридцать таких дней составляют месяц, а двенадцать таких месяцев составляют год. Жизненный срок этих дэвов – четыре тысячи таких небесных лет. И есть возможность переродиться среди дэвов туситы. Для дэвов, наслаждающихся творениями, одна ночь и один день равняются восьми сотням человеческих лет. Тридцать таких дней составляют месяц, а двенадцать таких месяцев составляют год. Жизненный срок этих дэвов – восемь тысяч таких небесных лет. И есть возможность переродиться среди дэвов, наслаждающихся творениями. Для дэвов, управляющих творениями других, одна ночь и один день равняются шестнадцати сотням человеческих лет. Тридцать таких дней составляют месяц, а двенадцать таких месяцев составляют год. Жизненный срок этих дэвов – шестнадцать тысяч таких небесных лет. И есть возможность, монахи, что мужчина или женщина, соблюдающая упасадху восьми полных факторах, с распадом тела, после смерти, переродится среди дэвов, управляющих творениями других. В отношении этого я сказал, что царство нелюдей ничтожно по сравнению с небесным счастьем. И далее он добавил, не должно убивать живых существ, или брать то, что не было дано. Не должно говорить неправду, пить вино. От сексуальности, нечистоты, воздерживай себя, и в неуместный час не принимай еду. Гирлянды не носи, о благовониях забудь. Спи на кровати низкой или подстилки на земле. Вот какова, как говорят, упасадха восьми, Будды провозглашены, тем, кто достиг страданий всяческих конца. И там, докуда достают и солнце, и луна, и проливают свет, что столь чудесным взору предстает, по небосводу что плывут, рассеивают тьму, они сияют в небе, освещая целый мир. И все богатство, в этой области что есть, и жемчука, алмазы, превосходнейший бирилл, и рок из золота, из золота гора, как и естественное золото, зовут что хатака, даже одной шестнадцатой не стоит это все, упасадхи из восьми факторов что состоит. Как и скопление звезд не сопоставится никак, даже с одной шестнадцатой сияния луны. Так, добродетельная женщина или муж, кто соблюдал упасадху из факторов восьми, к счастью ведущих сотворив много заслуг, безукоризненный, стремится к небесам. Один, повторяется вся предыдущая сутта АН 8.41 целиком. Патхама-Висакха-сутта, Висакха АН 8.43 Сутта идентична АН 8.42, включая острофы, но здесь иное вступление, однажды Благословенный пребывал в Саваддхе в особняке Мегараматы в Восточном парке. И тогда Висакха Мегарамата подошла к Благословенному, поклонилась ему, и села рядом. Затем Благословенный сказал ей, Висакха, соблюдаемая в полных восьми факторах у пасадха приносит великий плод и пользу, она неимоверно сверкающая и всепроникающая. И каким образом у пасадха соблюдается в полных восьми факторах, так что приносит великий плод и пользу, так что она неимоверно сверкающая и всепроникающая? Васеттха-сутта, Васеттха АН 8.44 Однажды Благословенный пребывал в Висале в зале со строконечной крыши в великом лесу. И тогда мирянин Васеттха подошел к благословенному, поклонился ему, и сел рядом. Затем благословенный сказал ему, Васеттха, соблюдаемая в полных восьми факторах у Пасатха приносит великий плод и пользу, она неимоверно сверкающая и всепроникающая. И каким образом у Пасатха соблюдается в полных восьми факторах, так что приносит великий плод и пользу, неимоверно сверкающая и всепроникающая? 1. Когда так было сказано, мирянин Васеттха сказал благословенному, господин, даже если бы мои любимые родственники и родня соблюдали бы полную в восьми факторах упасадху, это привело бы к их благополучию и счастью на долгое время. Если бы все кхаттии соблюдали бы. Если бы все брахманы. Весы. Судды соблюдали бы полную в восьми факторах упасадху, это привело бы к их благополучию и счастью на долгое время. Так оно, васядха, так оно. Если бы все кхаттии. Брахманы. Весы. Судды соблюдали бы полную в восьми факторах упасадху, это привело бы к их благополучию и счастью на долгое время. Если бы этот мир с его дэвами, Марой, Брахмой, с его поколениями жрецов и отшельников, богов и людей, соблюдал бы полную в восьми факторах упасадху, это привело бы к его благополучию и счастью на долгое время. Если бы эти великие соловые деревья соблюдали бы полную в восьми факторах упасадху, это привело бы к их благополучию и счастью на долгое время. Так что уж говорить о человеческом существе. Один, здесь повторяется вся сутта А.Н. 8.42 целиком. Боджха сутта, Боджха. А.Н. 8.45. Сутта идентична А.Н. 8.42, включая острофы, но здесь иное вступление. Однажды Благословенный пребывал в Савадхи в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. И тогда мирянка Боджха подошла к Благословенному, поклонилась ему и села рядом. Затем Благословенный сказал ей, Боджха, соблюдаемая в полных восьми факторах у посадха приносит великий плод и пользу, она неимоверно сверкающая и всепроникающая. А.Н. 8.46. Однажды Благословенный пребывал в Касамбю в парке Кхаситы. И в то время достопочтенный Анурудха ушел, чтобы провести остаток дня в затворничестве. И тогда группа телесно-привлекательных божеств, один, подошла к нему, они поклонились ему, встали рядом и сказали, Господин Анурудха, мы, телесно-привлекательные божества, осуществляем управление и имеем власть над тремя вещами. Мы мгновенно обретаем любой цвет, который только пожелаем. Мы мгновенно обретаем любое чувственное удовольствие, которое только пожелаем. Мы мгновенно обретаем любой голос, который только пожелаем. Мы, телесно-привлекательные божества, осуществляем управление и имеем власть над этими тремя вещами. Тогда достопочтенный Анурудха подумал, пусть все эти божества станут голубыми, голубыми в своем облике, с голубой одеждой и голубыми украшениями. Познав мысль достопочтенного Анурудха, все эти божества стали голубыми, голубыми в своем облике, с голубой одеждой и голубыми украшениями. Тогда достопочтенный Анурудха подумал, пусть все эти божества станут желтыми, красными, белыми, белыми в своем облике, с белой одеждой и белыми украшениями. Познав мысль достопочтенного Анурутхи, все те божества стали белыми, белыми в своем облике, с белой одеждой и белыми украшениями. И затем одно из божеств запело, другое затанцевало, а третье прищелкнуло своими пальцами. Подобно тому, как когда квинтет умелых музыкантов хорошо натренирован и скоординирован по ритму, то его музыка милая, приятная, чарующая, привлекательная, воспаляющая желание, соблазнительная, точно так же, выступление тех божеств было милым, приятным, чарующим, привлекательным, воспаляющим желание, соблазнительным. И поэтому достопочтенный Анурутха отвел от них свои органы чувств. И тогда те божества, подумав, мастеру Анурутхи не нравится, исчезли прямо на том самом месте. И тогда, вечером, достопочтенный Анурутха вышел из затворничества и подошел к благословенному. Он поклонился благословенному, сел рядом, и сказал ему, учитель, я ушел, чтобы провести остаток дня в затворничестве. И тогда те божества, подумав, мастеру Анурутхи не нравится, исчезли прямо на том самом месте. Учитель, сколькими качествами должна обладать женщина, чтобы после распада тела, после смерти, переродиться среди телесно-привлекательных божеств. Анурутха, если она наделена восемью качествами, женщина, после распада тела, после смерти, перерождается среди телесно-привлекательных божеств. Какими во семью? Один, вот, Анурудха, какому мужу ее бы не отдали ее родители, делая так из желания ей блага, в поисках ее благополучия, проявляя сострадание к ней, исходя из сострадания к ней, женщина почтительно встает перед ним и уходит только после того, как он ушел, беря на себя все дела по дому, которые должны быть сделаны, будучи приятной своим поведением и милой своей речью. Два, она чтит, ценит, уважает и почитает тех, кого уважает ее муж, его отца и мать, отшельников и жрецов, а когда они приходят в дом, она предлагает им сиденье и воду. Три, она умелая и прилежная в исполнении хозяйственных работ по дому мужа, будь то вязание или шитю. Она судит об этих работах уже только после их выполнения, чтобы довести их до конца и выполнить их подобающим образом. Четыре, она выясняет, что сделали, а чего не сделали помощники по дому ее мужа, рабы, посыльные, рабочие. Она справляется о здоровье тех, кто болен. Она распределяет для каждого должную порцию еды. Пять, она сохраняет и облегает любой доход, который муж приносит домой, деньги, зерно, серебро или золото. Она не расточительница, не воровка, не транжирка, не мотовка в отношении его накоплений. Шесть, она мирянка, принявшая прибежище в Будде, Дхаме, Сангхе. Семь, она нравственно, воздерживается от уничтожения жизни, от взятия того, что не дано, от неблагого сексуального поведения, от лжи, от спиртных напитков, вина и одурманивающих веществ, что являются основой для беспечности. Восемь, она щедрая. Она пребывает дома с умом, лишенным пятна скупости, щедрым, открытым, радуется оставлению, приедана благотворительности, радуется дарению и разделению. Обладая этими восемью качествами, женщина, после распада тела, после смерти, перерождается среди телесно привлекательных божеств. И далее он добавил, мужа она не презирает, того, поддерживает кто ее, ведь он охотно и старательно, всегда приносит то, что ей желанно. Как мужа и бронить такая женщина не будет, речами, в ревности которой берут свое начало. Мудрая женщина почтение выражает, всем тем, кто почитаем ее собственным супругом. Встает с кровати рано и работает прилежно, и управляет она разными работами по дому. Приятная в манерах, обходительная с мужем, она хранит богатство, что супруг смог заработать. Та женщина, что долг исполнит так, что мужа воле и желание исполняет, переродиться среди тех божеств, что именуются приятные телами. 1. Комментарий соотносит их с дэвами Пятого Небесного Мира Чувств, дэвы, наслаждающиеся творениями. 2. Комментарий перефразирует, мастер Ванурутхи не понравился наш танец и пение. Он закрывает глаза и не хочет смотреть на нас. Какой смысл нам продолжать петь и танцевать? И тогда они тут же исчезли. Дутия Висакха Сутта, Висакха 2. АН 8.47. Сутта идентична предыдущей АН 8.46, включая острофы, но здесь иное вступление, где Будда сразу раскрывает восемь пунктов мирянки Висакхи, однажды Благословенный пребывал в Саваттхе в особняке Мегараматы в Восточном парке. И тогда Висакха Мегарамата подошла к Благословенному, поклонилась ему, и села рядом. Затем Благословенный сказал ей, Висакха, если она наделена восемью качествами, женщина, после распада тела, после смерти, перерождается среди телесно-привлекательных божеств. Какими во семью? Накуламата сутта, Накуламата. АН 8.48. Сутта идентична предыдущей АН 8.46, включая острофы, но здесь иное вступление, где Будда сразу раскрывает восемь пунктов мирянки Накуламате, однажды Благословенный пребывал в стране Бхага в Сунцамарагере в Оленьем парке возле рощи Пхисакалы. И тогда домохозяйка Накуламата подошла к Благословенному, поклонилась ему, и села рядом. Затем Благословенный сказал ей, Накуламата, если она наделена восемью качествами, женщина, после распада тела, после смерти, перерождается среди телесно-привлекательных божеств. Какими во семью? Подхама и Тхалокика сутта, этот мир один. АН 8.49. Однажды Благословенный пребывал в Саваттхе в особняке Мегараматы в Восточном парке. И тогда Висакха Мегарамата подошла к Благословенному, поклонилась ему, и села рядом. Затем Благословенный сказал ей, Висакха, обладая четырьмя качествами, женщина устремлена к победе в этом мире, ее жизнь в этом мире имеет успех. Какими четырьмя? Вот женщина умелая в своей работе, она управляет домашними делами, ее поведение приятное ее мужу, она сберегает то, что он заработал. Один, и каким образом, Висакха, женщина умелая в своей работе, Вот женщина умелая и прилежная в исполнении хозяйственных работ по дому мужа, будь то вязание или шитью. Она судит об этих работах уже только после их выполнения, чтобы довести их до конца и выполнить их подобающим образом. Вот каким образом женщина умелая в своей работе. Два, и каким образом женщина управляет домашними делами? Она выясняет, что сделали, а чего не сделали помощники по дому ее мужа, рабы, посыльные, рабочие. Она справляется о здоровье тех, кто болен. Она распределяет для каждого должную порцию еды. Три, и каким образом поведение женщины приятно ее мужу? Вот женщина не совершает каких-либо оплошностей, которые муж счел бы неприятными, даже ценой своей жизни. Вот каким образом поведение женщины приятно ее мужу. Четыре, и каким образом женщина сберегает то, что он заработал? Вот женщина сохраняет и оберегает любой доход, который муж приносит домой, деньги, зерно, серебро или золото. Она не расточительница, не воровка, не транжирка, не мотовка в отношении его накоплений. Обладая этими четырьмя качествами, женщина устремлена к победе в этом мире, ее жизнь в этом мире имеет успех. Обладая иными четырьмя качествами, женщина устремлена к победе в другом, в следующем мире, ее жизнь в другом мире имеет успех. Какими четырьмя? Вот женщина совершенно в вере, совершенно в нравственном поведении, совершенно в щедрости, в мудрости. 5. И каким образом, Висакха, женщина совершенно в вере? Вот женщина обладает верой. Она верит в просветление Татхагаты, в самом деле благословенный, арахант, полностью просветленный, совершенный в истинном знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. Вот каким образом женщина совершенно в вере. 6. И каким образом женщина совершенна в нравственном поведении? Вот женщина воздерживается от уничтожения жизни, от взятия того, что не дано, от неблагого сексуального поведения, от лжи, от спиртных напитков, вина, и одурманивающих веществ, что являются основой для беспечности. Вот каким образом женщина совершенна в нравственном поведении? 7. И каким образом женщина совершенна в щедрости? Вот женщина пребывает дома с умом, лишенным пятна скупости, щедрым, открытым, радуется оставлению, Придана благотворительности, радуется дарению и разделению. Вот каким образом женщина совершенна в щедрости. 8. И каким образом женщина совершенна в мудрости? Вот женщина мутра. Она обладает мудростью, которая различает происхождение и исчезновение, благородной, проницательной, ведущей к полному уничтожению страданий. Вот каким образом женщина совершенна в мудрости. Обладая этими четырьмя качествами, Висакха, женщина устремлена к победе в другом, следующем мире. Ее жизнь в другом мире имеет успех. И далее он добавил, она способная в своих делах, и управляет она разными работами по дому. Приятная в манерах, обходительная с мужем, она хранит богатство, что супруг смог заработать. Верой богата, нравственностью обладает, щедро иская редность и лишена она, и постоянно путь духовный очищает, к сохранности ведет который в жизни, что придет. И будут звать любую женщину такую, которая имеет восемь качеств этих, нравственную, стойкую в Дхаме этой, той, говорит которая всегда одну лишь правду. И совершенная в шестнадцати аспектах, один, а также полная восьмерки этих качеств, мирянка, следует которая за Буддой, перерождается в приятном мире дэвов. Один, комментарий предлагает двоякое объяснение. Либо как восемь качеств в сути и восемь в стихе, либо как восемь качеств, которыми она обладает сама, а также побуждает других к тому, чтобы и другие обладали ими, подобная раскладка содержится, например, в Айн десять двести двадцать два. Дутия и Тхалокика сутта «Этот мир два». Айн восемь пятьдесят. Сутта идентична предыдущей Айн восемь сорок девять, включая острофы, но здесь иное вступление, где Будда обращается сразу к монахам, благословенный сказал, монахи, обладая четырьмя качествами, женщина устремлена к победе в этом мире, ее жизнь в этом мире имеет успех. Готами сутта «Готами». Айн восемь пятьдесят один. Однажды благословенный пребывал в стране Сакьи в Капилаваттху в Баниновом парке. И тогда Махападжа потя «Готами» подошла к благословенному, поклонилась ему, встала рядом и сказала, «Господин, было бы хорошо, если бы женщины могли бы получить разрешение на оставление жизни домохозяйской ради жизни бездомной в Дхамме и Винае, что провозглашены Татхагатой. Довольно, Готами. Не проси разрешения женщинам на оставление жизни домохозяйской ради жизни бездомной в Дхамме и Винае, что провозглашены Татхагатой». Во второй раз. В третий раз Махападжа потя «Готами» обратилась к благословенному, «Господин, было бы хорошо, если бы женщины могли бы получить разрешение на оставление жизни домохозяйской ради жизни бездомной в Дхамме и Винае, что провозглашены Татхагатой». И тогда Махападжа потя «Готами», думая, благословенный не дает разрешения женщинам оставить жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной, несчастная и опечаленная, с лицом, полным слез, разрыдалась. Затем она поклонилась Благословенному и ушла, обойдя его с правой стороны. Побыв в Капилаваттфу столько, сколько он еще нужным, Благословенный отправился в странствие по направлению к Весали. В странство, он, со временем, прибыл в Весали, где остановился в зале со строконечной крыши в Великом лесу. И тогда Махападжа потяготами обрезала свои волосы, надела желтые одежды, и вместе с группой женщин из клана Сакьев направилась в Весали. Со временем она дошла до Весали и отправилась в зал со строконечной крыши в Великом лесу. И там, со вспухшими ногами и телом, покрытым пылью, несчастная и опечаленная, с лицом, полным слез, рыдающей, она встала возле входа. Достопочтенная Нанда увидела ее стоящей там в таком состоянии и обратился к ней. Готами, почему ты стоишь возле входа со вспухшими ногами и телом, покрытым пылью, несчастная и опечаленная, с лицом, полным слез, рыдающая? Это потому, господин Ананда, что благословенный не дает разрешения женщинам оставить жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной. Что же, Готами, подожди здесь, а я попрошу благословенного разрешения женщинам оставить жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной. И тогда достопочтенный Ананда подошел к благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, учитель, Махападжа потяготами стоит возле входа со вспухшими ногами и телом, покрытым пылью, несчастная и опечаленная, с лицом, полным слез, рыгающая, поскольку благословенный не дает разрешения женщинам оставить жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной. Учитель, было бы хорошо, если бы женщины могли получить разрешение на оставление жизни домохозяйской ради жизни бездомной в Дхаме и Винае, что провозглашены Татхагатой. Довольно, Ананда. Не проси разрешения женщинам на оставление жизни домохозяйской ради жизни бездомной в Дхаме и Винае, что провозглашены Татхагатой. И во второй раз. И в третий раз достопочтенный Ананда обратился к благословенному, учитель, было бы хорошо, если бы женщины могли получить разрешение на оставление жизни домохозяйской ради жизни бездомной. в Дхамме и Винае, что провозглашены Татхагатой. И тогда мысль пришла к Достопочтенному Ананде, благословенный не дает разрешения женщинам оставить жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной. Что если я попрошу благословенного разрешения женщинам на оставление жизни домохозяйской ради жизни бездомной еще каким-нибудь способом? И тогда Достопочтенный Ананда обратился к благословенному, учитель, если бы женщина оставила жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной в Дхамме и Винае, что провозглашены Татхагатой, существовала бы такая возможность, что она реализовала бы плод вступления в поток, плод однажды возвращения, плод невозвращения, плод араханства? Существовала бы, Ананда. Если, учитель, оно так, что существовала бы возможность для женщины реализовать плод вступления в поток, плод однажды возвращения, плод невозвращения, плод араханства, а также учитывая то, что Махападжа Патиготами была весьма полезной благословенному, она была его тетей по линии матери, кормилицей, приемной матерью, которая кормила его грудным молоком после того, как его мать скончалась, то было бы хорошо, если бы женщины смогли бы получить разрешение на оставление жизни домохозяйской ради жизни бездомной в Дхамме и Винае, что провозглашены Тадхагатой. Если, Ананда, Махападжа потяготами согласится на эти восемь принципов уважения, один, то пусть это самое ее согласие станет ее полным посвящением в монахини, один, монахиня, посвященная монахиня пусть даже уже сотню лет как, должна кланяться монаху, который получил посвящение в этот самый день, два, она должна вставать перед ним, почтительно приветствовать его, вести себя учтиво по отношению к нему. Этот принцип должен уважаться, чтиться, цениться и почитаться, и не должен нарушаться в течение всей жизни монахиня. Три, два, монахиня не должна начинать проводить сезон дождей там, где нет монахов. Этот принцип также должен уважаться, чтиться, цениться и почитаться, и не должен нарушаться в течение всей жизни монахини. 3. Каждые полмесяца монахиня должна просить сангху монахов о двух вещах, о дне проведения у посадхи о том, когда какой-либо монах придет давать наставление монахиням. 4. Этот принцип также должен уважаться, чтиться, цениться и почитаться, и не должен нарушаться в течение всей жизни монахини. 4. После окончания проведения сезона дождей монахиня должна просить приглашения исправления. 5. Обе их сангхи в отношении трех вещей, в отношении всего увиденного, услышанного, или подозреваемого. Этот принцип также должен уважаться, чтиться, цениться и почитаться, и не должен нарушаться в течение всей жизни монахини. 5 Монахиня, совершившая серьезный проступок, должна в течение половины месяца проходить наказание у обеих сангх. 6 Этот принцип также должен уважаться, чтиться, цениться и почитаться, и не должен нарушаться в течение всей жизни монахини. 6. Послушница, завершившая двухлетнюю тренировку в шести принципах, должна просить разрешения на получение высшего посвящения в монахиню обеих санг. 7. Этот принцип также должен уважаться, чтиться, цениться и почитаться, и не должен нарушаться в течение всей жизни монахини. 7. Монахиня никоим образом не должна оскорблять или ругать монаха. Этот принцип также должен уважаться, чтиться, цениться и почитаться, и не должен нарушаться в течение всей жизни монахини. 8. Начиная с этого момента, Ананда, монахиням запрещено делать замечания монахам, но монахам не запрещено делать замечания монахиням. Этот принцип также должен уважаться, чтиться, цениться и почитаться, и не должен нарушаться в течение всей жизни монахини. Если, Ананда, Махападжа потяготами согласится принять эти восемь принципов уважения, то пусть это самое ее согласие станет ее полным посвящением в монахине. И затем достопочтенный Ананда, выучив эти восемь принципов уважения от благословенного, отправился к Махападжа потяготами и сказал ей, если, готами, ты соглашаешься принять эти восемь принципов уважения, то это самое твое согласие станет твоим полным посвящением в монахине, монахиня, посвященная в монахине пусть даже уже сотню лет как, должна. Монахам не запрещено делать замечания монахиням. Этот принцип также должен уважаться, чтиться, цениться и почитаться, и не должен нарушаться в течение всей жизни монахини. Если, готами, ты соглашаешься принять эти восемь принципов уважения, то это самое твое согласие станет твоим полным посвящением. Господин Ананда, если женщина или мужчина, молодой, юный, наслаждающийся украшениями, с помытой головой, получил бы гирлянду из голубых лотосов, цветков жасмина, или лилий, он принял бы ее обеими руками и надел бы себе на голову. Точно так же я принимаю эти восемь принципов уважения как те, что не должны нарушаться в течение всей жизни монахини. И тогда достопочтенный Ананда отправился к благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, учитель, Махападжа потяготами согласилась принять восемь принципов уважения как те, что не должны нарушаться в течение всей жизни монахини. Ананда, если бы женщины не получили разрешение на оставление жизни домохозяйской ради жизни бездомной в Дхамме и Винае, что провозглашены Татхагатой, то святая жизнь длилась бы долго. Благая Дхама продержалась бы без искажений тысячу лет. Но, Ананда, поскольку женщины оставили жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной в Дхамме и Винае, что провозглашены Татхагатой, то святая жизнь не продлится долго. Благая Дхама продлится без искажений лишь пятьсот лет. Подобно тому, Ананда, как бродяжничающие грабители с легкостью нападают на те семьи, в которых много женщин и мало мужчин, точно так же, в любой Дхамме и Винае, где женщины получают разрешение на оставление жизни домохозяйской ради жизни бездомной, святая жизнь не продлится долго. Подобно тому, Ананда, как если полис с созревшим горным рисом подвергается белесой болезни, оно не длится долго, то точно так же, в любой Дхамме и Винае, где женщины получают разрешение на оставление жизни домохозяйской ради жизни бездомной, святая жизнь не продлится долго. Подобно тому, Ананда, как если полис с созревшим сахарным тростником подвергается ржавой болезни, оно не длится долго, то точно так же, в любой Дхамме и Винае, где женщины получают разрешение на оставление жизни домохозяйской ради жизни бездомной, святая жизнь не продлится долго. Подобно тому, Ананда, как человек построил бы дамбы вокруг большого водохранилища в качестве меры предосторожности, чтобы вода не перелила через край, то точно так же, в качестве меры предосторожности я предписал монахиням соблюдать восемь принципов уважения как те, что не должны нарушаться в течение всей жизни монахини. 8. 1. Гарудхамма Слово «гару» может означать либо тяжелый, серьезный, весомый, либо уважать. Поэтому слово «гарудхамма» можно трактовать либо как тяжелое правило, либо как правило уважения. В китайском переводе «Винае школы сорвасти воды» Гарудхамму переводится как «восемь принципов уважения». «Винае школы молосорвасти воды» – как «восемь принципов почитания и уважения». Однако «Винае школы дхармагубтаки» – как «восемь принципов, которые не должны нарушаться в течение всей жизни». «Винае школы махищасаков» – «восемь принципов, которые не должны нарушаться». 2. Примечание переводчика СВ – имеется в виду, что даже если монах только что получил посвящение и является монахом всего лишь один день, то ему должны кланяться все монахини, даже которые являются монахиними уже сто лет. 3. Позже Махападжа потяготами просила Будду разрешить монахам и монахиням проявлять знаки почтения и приветствия в зависимости только лишь от срока пребывания в монашестве, вне зависимости от половой принадлежности. Будда отказал ей и установил правило – монахини должны проявлять почтение женщинам, вставать перед ними, почтительно их приветствовать или же вести себя учтиво по отношению к ним. Тот, кто поступит иначе, совершит нарушение. 4. Монахи поручают давать наставление монахиням в день Юпасадхи. 5. Паварана. Церемония, которая проходит в конце сезона дождей. Старшие монахи приглашают младших сознаться в тех нарушениях, которые они допустили. По этой схеме опрашиваются в итоге все монахи, старший приглашает сознаться младшего, тот, еще более младшего и так далее. Смотри. СН 8.7. Однако монахини должны просить подобного разрешения не только у монахинь, но и у монахов. 6. Наказание. Монатта. Следует проходить, если было совершено серьезное нарушение вина из разряда Сангхадисисы. Если Сангхадисису совершил монах, то он в течение шести дней обязан ежедневно информировать каждого монаха в Сангхи о том, какой именно проступок он совершил, что является достаточно унизительным переживанием. Однако монахиня должна это делать в течение двух недель и рассказывать о своем нарушении не только монахиням, но и монахам. 7. Послушница. Ситххамана. Это женщина, получившая младшее посвящение, самонере, и проходящие испытания для получения высшего, тхикхуня. Чтобы выполнить требования, она должна жить два года подряд, соблюдая шесть правил, чхатхама, без единого нарушения. Эти правила таковы – воздержание от убийства, вороства, сексуальной активности, лжи, употребление алкоголя и одурманивающих веществ, принятие еды в неположенное время, то есть после полудня. Если она в течение двух лет нарушает хоть одно из них, она начинает проходить двухлетнюю апробацию с самого начала. 8. Комментарий поясняет, что если бы Будда не установил восемь принципов, то тогда тхама просуществовала бы в мире пятьсот лет. Однако, поскольку он их установил в качестве меры предосторожности, то тхама просуществует в мире пять тысяч лет. Из них первую тысячу лет в мире, в качестве высшего возможного достижения, будут появляться араханты с аналитическими знаниями, во вторую тысячу лет будут появляться араханты с сухим прозрением, примечание переводчика СВ, без достижения тшхан, что, однако, полностью противоречит утверждению Будды в МН 64, где он говорит о невозможности невозвращения или араханства без тшхан. Еще следующую тысячу лет будут появляться невозвращающиеся. Еще следующую тысячу лет, однажды возвращающиеся, и в последнюю тысячу лет, только вступившие в поток. Примечание переводчика СВ, на мой взгляд, подобная трактовка, что женская сангха с установленными восемью правилами позволит тхаме просуществовать пять тысяч лет, плохо согласуется с первоначальным утверждением Будды о том, что отсутствие женской сангхи позволит благой тхаме просуществовать одну тысячу лет, а ее наличие лишь сокращает, а не увеличивает этот срок. На мой взгляд, в качестве альтернативного объяснения можно подразумевать, что пятьсот лет с существующей женской сангхой с восемью правилами – это период чистой, благой тхамы, после чего она будет искажена, однако, согласно СН 16.13, искажение будет не мгновенным и полным, а постепенным и частичным, и, при этом, будет трудно отличать подлинное слово Будды от последующих добавлений, включений, искажений. АВАДА СУТТА, НАСТАВЛЕНИИ АН 8.52 Однажды Благословенный пребывал в Весале в зале с остроконечной крыши в Великом лесу. И тогда Достопочтенный Ананда подошел к Благословенному, поклонился ему, сел рядом, и сказал, «Учитель, сколькими качествами должен обладать монах, чтобы согласиться быть наставником монахинь? Ананда, монах должен обладать восемью качествами, чтобы согласиться быть наставником монахинь. Какими восемью? Один, вот, Ананда, монахи, монах нравственный. Он пребывает, обуздывая себя потимокхой, обладая хорошим поведением и подобающими средствами, видя опасность в мельчайших проступках. Возложив на себя правила тренировки, он тренируется в них. Два, он много изучал, помнит то, что учил, накапливает в своем уме то, что он изучил. Те учения, что прекрасны в начале, прекрасны в середине, и прекрасны в конце, правильны в духе и в букве, провозглашающие идеально полную чистую святую жизнь, таких учений он много изучал, удерживал в уме, повторял вслух по памяти, исследовал их в уме, и тщательно проникал в них воззрением. Три, ему были хорошо и в подробностях переданы обе потимокхи, они были хорошо им прояснены, тщательно освоены, хорошо определены в плане правил их детального разъяснения. Четыре, он хороший оратор с хорошей манерой подачи. Он одарен речью, которая изысканно, чиста, отчетливо, хорошо выражает суть. Пять, он способен наставлять, воодушевлять, вдохновлять, и радовать Сангху монахинь беседой о Дхамме. Шесть, он мил и приятен большинству монахинь. Семь, он никогда не совершал серьезного проступка в отношении женщины, носящей желтые одежды, ушедшей в бездомную жизнь под учительством благословенного. Восемь, он в монашестве уже двадцать лет или более. Монах должен обладать этими восьмью качествами, чтобы согласиться быть наставником монахинь. Сангхитта сутта, в Крадзе. А.Н. 8.53. Однажды благословенный пребывал в Висали в зале с остроконечной крыши в великом лесу. И тогда Махападжапати Готами подошла к благословенному, поклонилась ему, встала рядом, и сказала, «Учитель, было бы хорошо, если бы благословенный вкратце научил бы меня Дхамме так, чтобы, услышав Дхамму от благословенного, я пребывала бы одна, в уединении, будучи бдительной, старательной, решительной. Готами – те вещи, которые ты могла бы узнать таковыми, эти вещи ведут 1. К страсти, а не к бесстрастию, 2. К подневольности, а не к отстраненности, 3. К выстраиванию, а не к разбору, 4. К сильным желаниям, а не к малому количеству желаний, 5. К неудовлетворенности, а не к довольствованию, 6. К компании, а не к уединенности, 7. К лении, а не к зарождению усердия, 8. К сложности поддержания, а не к легкости поддержания, то тебе следует четко распознать, это не Дхамма, это не Виная, это не учение Учителя. Но, Готами, те вещи, которые ты могла бы узнать таковыми, эти вещи ведут к бесстрастию, а не к страсти. К легкости поддержания, а не к сложности поддержания, то тебе следует четко распознать, это Дхамма, это Виная, это учение Учителя. Дикхаджану сутта, Дикхаджану. АН 8 54. Однажды благословенный пребывал в стране Калиев рядом с городом Калиев под названием Кркарапата. Там молодой Дикхаджану из клана Калиев подошел к благословенному, поклонился ему, сел рядом, и сказал, господин, мы, миряне, наслаждаемся чувственными удовольствиями, живем в доме, полном детей. Мы используем сандаловое дерево из касси. Мы носим гирлянды, используем благовоние и мази. Мы принимаем золото. Пусть благословенный научит Дхамме так, чтобы это привело к нашему благополучию и счастью в этой жизни и в будущих жизнях. Бегкхападжи, один, существуют эти четыре вещи, что ведут представители клана к благополучию и счастью в этой жизни. Какие четыре? Совершенство в предприимчивости, совершенство в защите, совершенство в дружбе с хорошими друзьями, и жизнь по средствам. 1. И что такое совершенство в предприимчивости? Какими бы ни были те способы, которыми представитель клана зарабатывает себе на жизнь, сельское хозяйство, торговля, скотоводство, стрельба из лука, государственное служение, или какое-либо иное ремесло, он в этом умел прилежен. Он судит о выполнении этой его работы уже только после ее выполнения, чтобы довести ее до конца и выполнить ее подобающим образом. Это называется совершенством в предприимчивости. 2. И что такое совершенство в защите? Вот представитель клана устанавливает защиту и охрану богатства, которые он обрел посредством предприимчивости и старания, которые он накопил силой своих рук, заработал спотом на лице, праведно обретенное праведное богатство, думая так, как мне сделать так, чтобы цари и воры не забрали его, чтобы огонь не испалил его, чтобы наводнения не смыли его, чтобы недовольные наследники не забрали его. Это называется совершенством в защите. 3. И что такое дружба с хорошими друзьями? В какой бы деревне или городе не проживал представитель клана, он общается с домохозяевами или их сыновьями, либо юными, но зрелыми в нравственности, либо пожилыми, но зрелыми в нравственности, которые совершенны в вере, нравственном поведении, щедрости и мудрости. Он общается с ними, ведет с ними беседы. До той степени, до которой те совершенны в вере, он пытается сравняться с ними в их совершенстве веры. До той степени, до которой те совершенны в нравственном поведении, он пытается сравняться с ними в их совершенстве нравственного поведения. До той степени, до которой те совершенны в щедрости, он пытается сравняться с ними в их совершенстве щедрости. До той степени, до которой те совершенны в мудрости, он пытается сравняться с ними в их совершенстве мудрости. Это называется дружбой с хорошими друзьями. 4. И что такое жизнь посредством? Вот представитель клана знает свой доход и траты, ведет жизнь посредством, не слишком расточительную, не слишком бережливую, осознавая, так мой доход будет превышать траты, а не наоборот. Подобно тому, как оценщик или его ученик, держа весы, знает, положив столько, чаша идет вниз, а положив столько, она идет вверх. Точно так же, представитель клана знает свой доход и траты. Осознавая, так мой доход будет превышать траты, а не наоборот. Если представитель клана имеет малый доход, но живет расточительно, другие скажут о нем, этот представитель клана проедает богатство так же, как тот, кто поедает нжир. 2. Но если у него большой доход, но он живет скупо, другие скажут о нем, этот представитель клана морит себя голодом. Но это называется жизнью посредством, когда представитель клана знает свой доход и траты. Осознавая, так мой доход будет превышать траты, а не наоборот. Накопленное богатство имеет четыре источника распыления, траты на женщин, на выпивку, на азартные игры, и на дружбу с плохими друзьями, плохими спутниками, плохими товарищами. Это как если бы было большое водохранилище с четырьмя впусками и выпусками, и человек перекрыл бы впуски и открыл бы выпуски, и не пролилось бы достаточного количества дождя, то можно было бы ожидать того, что вода в водохранилище уменьшится, а не увеличится. Точно так же, накопленное богатство имеет четыре источника распыления, траты на женщин, на выпивку, на азартные игры, и на дружбу с плохими друзьями, плохими спутниками, плохими товарищами. Накопленное богатство имеет четыре источника накопления, избегания и трат на женщин, на выпивку, на азартные игры, и ведение дружбы с хорошими друзьями, хорошими спутниками, хорошими товарищами. Это как если бы было большое водохранилище с четырьмя впусками и выпусками, и человек открыл бы впуски и перекрыл выпуски, и пролилось бы достаточно дождя, то можно было бы ожидать того, что вода в водохранилище увеличится, а не уменьшится. Точно так же, накопленные богатства имеют четыре источника накопления, избегание и трат на женщин, на выпивку, на азартные игры, и ведение дружбы с хорошими друзьями, хорошими спутниками, хорошими товарищами. Таковы четыре вещи, которые ведут представителя клана к благополучию и счастью в этой самой жизни. Бехкхопаджи – существуют эти иные четыре вещи, что ведут представителя клана к благополучию и счастью в будущих жизнях. Какие четыре? Совершенство в вере, совершенство в нравственном поведении, совершенство в щедрости, совершенство в мудрости. Пять, и что такое совершенство в вере? Вот представитель клана наделен верой. Он верит в просветление Тадхагаты, в самом деле благословенный, Арахант, полностью просветленный, совершенный в истинном знании и поведение, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. Это называется совершенством в вере. 6. И что такое совершенство в нравственном поведении? Вот представитель клана воздерживается от уничтожения жизни, от взятия того, что не дано, от неблагого сексуального поведения, от лжи, от спиртных напитков, вина, и одурманивающих веществ, что являются основой для беспечности. Это называется совершенством в нравственном поведении. 7. И что такое совершенство в щедрости? Вот представитель клана пребывает дома с умом, лишенным пятна скупости, щедрым, открытым, радуется оставлению, предан благотворительности, радуется дарению и разделению. Это называется совершенством в щедрости. 8. И что такое совершенство в мудрости? Вот представитель клана мудр. Он обладает мудростью, которая различает происхождение и исчезновение, благородной, проницательный, ведущий к полному уничтожению страданий. Это называется совершенством мудрости. Таковы четыре вещи, что ведут представители оклана к благополучию и счастью в будущих жизнях. И далее он добавил, он предприимчивый в своих делах, прилежный в начинаниях своих, живет всегда он жизнью посредством и охраняет то, что накопил. Веру имеет в нравственности совершением, он щедрый, с коридности он лишен, и постоянно путь духовный очищает, к сохранности ведет который в жизнях. Что придут? Итак, восьмерка качеств этих, того, кто с верой ищет и живет мирскую жизнью, как говорил тот, назван кто правдиво. Три, к счастью ведет в обоих состояниях, к благополучию и благу в этой самой жизни, а также к счастью в жизнях, что придут потом. Поэтому у тех, кто пребывает дома, их щедрость и заслуги постоянно возрастают. Один, скорее всего, это фамилия мирянина Дикхаджану. Два, комментарий, тот, кто хочет поесть инжира, трясет дерево со спелыми плодами инжира и одним усилием сбивает сразу много плодов. Он ест спелые плоды и уходит, оставив на земле остальные. Точно так же, тот, кто тратит большую часть своего заработка, наслаждается богатством, распыляя его, поэтому так сказано, этот представитель клана проедает богатство так же, как тот, кто поедает инжир. Три, правдиво названный, Акхата Сачинамина, это Будда, поскольку имя Будда соответствует его истинному пробуждению. Уджая сутта, Уджая. АН 8.55. Сутта идентична предыдущей АН 8.54, включая астрофы, но здесь иное вступление, и Будда ведет беседу с Брахманом Уджайей, и тогда Брахман Уджая подошел к Благословенному и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями он сел рядом и сказал Благословенному, «Мастер Гатама, я хочу поехать за границу. Пусть мастер Гатама научит меня Тхаме о том, что приведет к моему благополучию и счастью в этой жизни и в будущих жизнях». Брахман, существуют эти четыре вещи, что ведут представители клана к благополучию и счастью в этой жизни. Тхая сутта, опасность. АН 8.56. Благословенный сказал, монахи, 1. Опасность, это обозначение чувственных удовольствий. 2. Страдание. 3. Недуг. 4. Нарыв. 5. Отравленный дротик. 6. Узел. 7. Болото. 8. Утроба, это обозначение чувственных удовольствий. И почему, монахи, опасность, это обозначение чувственных удовольствий? Человек возбужден чувственной страстью, скован желанием и страстью, не освобожден от опасности, присущей этой жизни, или от опасности, присущей будущим жизням. Вот почему опасность, это обозначение чувственных удовольствий. И почему страдание? И почему недуг? И почему нарыв? И почему дротик? И почему узел? И почему болото? И почему утроба – это обозначение чувственных удовольствий? Человек возбужден чувственной страстью, скован желанием и страстью, не освобожден от утробы, присущей этой жизни, или от утробы, присущей будущим жизням. Вот почему утроба – это обозначение чувственных удовольствий. И далее он добавил – опасность, недуг и страдание, узел, отравленный дротик, нарыв, болото, а также утроба, то услады чувства Писания, к которым мирянин привязан. Ныряя во все, что приятно, опять он приходит в утробу. Но если старание проявит монах, и бдительности не упустит, то этим путем одолеет, он гадко это болото. Он смотрит на люд, что трепещет, погрязший в старении, рождении. Патхамаахунья сутта, достойный даров 1. АН 8.57. Благословенный сказал, монахи, обладая 8 качествами, монах достоин даров, достоин гостеприимства, достоин подношений, достоин почтительного приветствия, непревзойденное поле заслуг для мира. Какими десятью? 1. Вот, монах нравственен. Он пребывает, обуздывая себя потемокхой, обладая хорошим поведением и подобающими средствами, видя опасность в мельчайших проступках. Возложив на себя правила тренировки, он тренируется в них. 2. Он много изучал, помня то, что учил, накапливает в своем уме то, что он изучил. Те учения, что прекрасны в начале, прекрасны в середине, и прекрасны в конце, правильны в духе и в букве, провозглашающие идеально полную чистую святую жизнь, таких учений он много изучал, удерживал в уме, повторял вслух по памяти, исследовал их в уме, и тщательно проникал в них воззрением. 3. У него хорошие друзья, хорошие спутники, хорошие товарищи. 4. Он придерживается правильного воззрения и обладает правильной точкой зрения. 5. Он обретает без сложностей и проблем 4. Джханы, что являются высшим умом и приятными пребываниями в этой самой жизни. 6. Он вспоминает многочисленные прошлые обители, одну жизнь, две жизни, три жизни, четыре, пять, десять, двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят, сто, тысячу, сто тысяч, многие циклы распада мира, многие циклы эволюции мира, вспоминая, там у меня было такое-то имя, я жил в таком-то роду, имел такую-то внешность. Таковой была моя пища, таковым было мое переживание и удовольствие и боли, таковым был конец моей жизни. Умрея в той жизни, я появился здесь. И там у меня тоже было такое-то имя, таковым был конец моей жизни. Умрея в той жизни, я появился теперь уже здесь. Так он вспоминает многочисленные прошлые обители в подробностях и деталях. 7. Он видит за счет божественного глаза, очищенного и превосходящего человеческий смерти перерождений существ, он различает низших и великих, красивых и уродливых, счастливых и несчастных, в соответствии с их камой, эти существа, что имели дурное поведение телом, речью и умом, оскорблявшие благородных, придерживавшиеся неправильных воззрений и действовавшие под влиянием неправильных воззрений, с распадом тела, после смерти, рождаются в мире лишений, в плохих местах, в нижних мирах, в аду. Но эти существа, что имели хорошее поведение телом, речью и умом, не оскорблявшие благородных, придерживавшиеся правильных воззрений и действовавшие под влиянием правильных воззрений, с распадом тела, после смерти, рождаются в приятных местах, в небесных мирах. Так, посредством божественного глаза, очищенного и превосходящего человеческий, он видит смерть и перерождение существ, он различает низших и великих, красивых и уродливых, счастливых и несчастных, в соответствии с их камой. 8. За счет уничтожения умственных загрязнений, в этой самой жизни он входит и пребывает в незапятненном освобождении ума, освобождении мудростью, зная и проявляя эти состояния для себя самостоятельно посредством прямого знания. Обладая этими восемью качествами, монах достоин даров, достоин гостеприимства, достоин подношений, достоин почтительного приветствия, непревзойденное поле заслуг для мира. ДУТЬЯХУНЬЯ СУТТА, ДОСТОИННЫЙ ДАРОВ-2. АН 8.58. Благословенный сказал, монахи, обладая восемью качествами, монах достоин даров, достоин гостеприимства, достоин подношений, достоин почтительного приветствия, непревзойденное поле заслуг для мира. Какими десятью? Один, вот, монах нравственен. Он пребывает, обуздывая себя Патимокхой, обладая хорошим поведением и подобающими средствами, видя опасность в мельчайших проступках. Возложив на себя правила тренировки, он тренируется в них. Два, он много изучал, помнит то, что учил, накапливает в своем уме то, что он изучил. Те учения, что прекрасны в начале, прекрасны в середине, и прекрасны в конце, правильны в духе и в букве, провозглашающие идеально полную чистую святую жизнь, таких учений он много изучал, удерживал в уме, повторял вслух по памяти, исследовал их в уме, и тщательно проникал в них воззрением. Три, он зародил усилия. В этом он силен, упорен в старании, не отложил своей обязанности развивать благие качества. Четыре, он живет в лесу. Он тот, кто затворяется в уединенных обиталищах. Пять, он устранил неудовлетворенность ведением святой жизни и наслаждений чем-либо. Он одолевал неудовлетворенность каждый раз, как она возникала. Шесть, он устранил страх и трепетание. Он одолевал страх и трепетание каждый раз, как они возникали. Семь, он обретает без сложностей и проблем. Четыре джханы, что являются высшим умом и приятными пребываниями в этой самой жизни. Восемь, за счет уничтожения умственных загрязнений, в этой самой жизни он входит и пребывает в незапятненном освобождении ума, освобождении мудростью, зная и проявляя эти состояния для себя самостоятельно посредством прямого знания. Обладая этими восемью качествами, монах достоин даров, достоин гостеприимства, достоин подношений, достоин почтительного приветствия, непревзойденное поле заслуг для мира. Патхама Атхапуггала сутта, восемь личностей 1. А.Н. 8.59. Благословенный сказал, монахи, эти восемь личностей достойны даров, достойны гостеприимства, достойны подношений, достойны почтительного приветствия, непревзойденное поле заслуг для мира. Какие восемь? 1. Вступивший в поток. 2. Тот, кто практикует путь для осуществления плода вступления в поток. 3. Однажды возвращающийся. 4. Тот, кто практикует путь для осуществления плода однажды возвращения. 5. Не возвращающийся. 6. Тот, кто практикует путь для осуществления плода невозвращения. 7. Арахант. 8. Тот, кто практикует путь для достижения плода араханства. Эти восемь личностей, монахи, достойны даров, достойны гостеприимства, достойны подношений, достойны почтительного приветствия, непревзойденное поле заслуг для мира. И далее он добавил, те четверо, что практикуют путь, как и другие четверо, что получили плод, с праведным поведением Сангха это, нравственное мутро. Для тех людей, дают что подаяние, для тех существ, что идут в поисках заслуг, мирской заслуги и накоплению совершая, дар этой Сангхи принесет великий плод. Один. Один, этот же стих содержится в СН11-16. Ду-ти-у-э-ат-хапуггала сутта, восемь личностей два. АН8-60. Сутта идентична предыдущей АН8-59, но здесь чуть другое первое и четверостишее в стихе, те четверо, что практикуют путь, как и другие четверо, что получили плод, вот эти восемь личностей среди существ, и составляют Сангху, что превыше остальных. Ичха сутта, желаний. АН8-61. Благословенный сказал, монахи, есть эти восемь типов личностей, существующих в мире. Какие восемь? Один, бывает так, что монах пребывает в уединении, живет отдельно, и в нем возникает желание обретений. Он побуждает себя, старается, прилагает усилия, чтобы получить обретение. Один. Однако, он не может получить обретений. Из-за недостатка обретения он печалится, горюет и плачет. Он рыдает, бьет себя в грудь, становится обезумевшим. Такой зовется монахом, желающим обретений, который побуждает себя, старается, прилагает усилия, чтобы получить обретения, но, не получая он их, он печалится и горюет. Такой монах отпал от благой Дхаммы. Два. Но, бывает и так, что когда монах пребывает в уединении, живет отдельно, то в нем возникает желание обретений. Он побуждает себя, старается, прилагает усилия, чтобы получить обретение. Он получает обретение. Из-за этих обретений он становится опьяненным ими, возрастает в беспечности, впадает в беспечность. Такой зовется монахом, желающим обретений, который побуждает себя, старается, прилагает усилия, чтобы получить обретение. Получая их, он становится опьяненным и беспечным. Такой монах отпал от благой Дхаммы. 3. Но, бывает и так, что когда монах пребывает в уединении, живет отдельно, то в нем возникает желание обретений. Он не побуждает себя, не старается, не прилагает усилий, чтобы получить обретение. Он не получает обретения. Из-за недостатка обретения он печалится, горюет и плачет. Он рыдает, бьет себя в грудь, становится обезумевшим. Такой зовется монахом, желающим обретений, который не побуждает себя, не старается, не прилагает усилий, чтобы получить обретения, и, не получая он их, он печалится и горюет. Такой монах отпал от благой Дхаммы. 4. Но, бывает и так, что когда монах пребывает в уединении, живет отдельно, то в нем возникает желание обретений. Он не побуждает себя, не старается, не прилагает усилий, чтобы получить обретения. Тем не менее, он получает обретения. Из-за этих обретений он становится опьяненным ими, возрастает в беспечности, впадает в беспечность. Такой зовется монахом, желающим обретений, который не побуждает себя, не старается, не прилагает усилий, чтобы получить обретения. Получая их, он становится опьяненным и беспечным. Такой монах отпал от благой Дхаммы. Но, бывает и так, что когда монах пребывает в уединении, живет отдельно, то в нем возникает желание обретений. Он побуждает себя, старается, прилагает усилия, чтобы получить обретения. Однако, он не может получить обретений. Из-за недостатка обретения он не рыдает, не бьет себя в грудь, не становится обезумевшим. Такой зовется монахом, желающим обретений, который побуждает себя, старается, прилагает усилия, чтобы получить обретения, но, не получая он их, он не печалится и не горюет. Такой монах не отпал от благой Дхаммы. 6. Но, бывает и так, что когда монах пребывает в уединении, живет отдельно, то в нем возникает желание обретений. Он побуждает себя, старается, прилагает усилия, чтобы получить обретение. Он получает обретение. Из-за этих обретений он не становится опьяненным ими, не возрастает в беспечности, не впадает в беспечность. Такой зовется монахом, желающим обретений, который побуждает себя, старается, прилагает усилия, чтобы получить обретение. Получая их, он не становится опьяненным и беспечным. Такой монах не отпал от благой Дхаммы. 7. Но, бывает и так, что когда монах пребывает в уединении, живет отдельно, то в нем возникает желание обретений. Он не побуждает себя, не старается, не прилагает усилий, чтобы получить обретение. Он не получает обретения. Из-за недостатка обретения он не печалится, не горюет и не плачет. Он не рыдает, не бьет себя в грудь, не становится обезумевшим. Такой зовется монахом, желающим обретений, который не побуждает себя, не старается, не прилагает усилий, чтобы получить обретения, и, не получая он их, он не печалится и не горюет. Такой монах не отпал от благой Дхаммы. 8. Но, бывает и так, что когда монах пребывает в уединении, живет отдельно. То в нем возникает желание обретений. Он не побуждает себя, не старается, не прилагает усилий, чтобы получить обретения. Тем не менее, он получает обретения. Из-за этих обретений он не становится опьяненным ими, не возрастает в беспечности, не впадает в беспечность. Такой зовется монахом, желающим обретений, который не побуждает себя, не старается, не прилагает усилий, чтобы получить обретения. Получая их, он не становится опьяненным и беспечным. Такой монах не отпал от благой Дхаммы. Таковы эти восемь типов личностей, существующих в мире. Один, комментарий поясняет, что речь идет о четырех монашеских необходимостях, еде, лекарствах, жилье и одежде. Алан Сутта, способный. АН 8.62 Благословенный сказал, монахи, один, обладая шестью качествами, монах способен принести благо себе и другим. Какими шестью? Вот монах быстро улавливает благие учения. Он способен удержать в уме те учения, которые он заучил. Он изучает значение учений, которые он удержал в уме. Он понял смысл Дхамму и практику в соответствии с Дхаммой. Он хороший оратор с хорошей манерой подачи. Он одарен речью, которая изысканно, чиста, отчетливо, хорошо выражает суть. Он тот, кто наставляет, воодушевляет, вдохновляет и радует своих товарищей монахов. Обладая этими шестью качествами, монах способен принести благо себе и другим. 2. Обладая пятью качествами, монах способен принести благо себе и другим. Какими пятью? Вот монах не улавливает быстро благие учения. Однако, он способен удержать в уме те учения, которые он заучил. Он изучает значение учений, которые он удержал в уме. Он понял смысл Дхамму и практику в соответствии с Дхаммой. Он хороший оратор с хорошей манерой подачи. Он одарен речью, которая изысканно, чиста, отчетливо, хорошо выражает суть. Он тот, кто наставляет, воодушевляет, вдохновляет и радует своих товарищей монахов. Обладая этими пятью качествами, монах способен принести благо себе и другим. 3. Обладая четырьмя качествами, монах способен принести благо себе, но не другим. Какими четырьмя? Вот монах быстро улавливает благие учения. Он способен удержать в уме те учения, которые он заучил. Он изучает значение учений, которые он удержал в уме. Он понял смысл Дхамму и практику в соответствии с Дхаммой. Однако, он не является хорошим оратором с хорошей манерой подачи, как и не одарен речью, которая изысканно, чиста, отчетливо, хорошо выражает суть. Он не тот, кто наставляет, воодушевляет, вдохновляет и радует своих товарищей монахов. 4. Обладая вышеупомянутыми четырьмя качествами, монах способен принести благо себе, но не другим. 4. Обладая четырьмя качествами, монах способен принести благо другим, но не себе. Какими четырьмя? Вот монах быстро улавливает благие учения. Он способен удержать в уме те учения, которые он заучил. Однако, он не изучает значение учений, которые он удержал в уме, и он не понял смысл Дхамму и практику в соответствии с Дхаммой. Но, все же, он хороший оратор с хорошей манерой подачи. Он одарен речью, которая изысканно, чиста, отчетливо, хорошо выражает суть. Он тот, кто наставляет, воодушевляет, вдохновляет и радует своих товарищей-монахов. Обладая вышеупомянутыми четырьмя качествами, монах способен принести благо другим, но не себе. 5. Обладая тремя качествами, монах способен принести благо себе, но не другим. Какими тремя? Вот монах не улавливает быстро благие учения. Однако, он способен удержать в уме те учения, которые он заучил. Он изучает значение учений, которые он удержал в уме. Он понял смысл, тхамму, и практику в соответствии с тхаммой. Однако, он не является хорошим оратором с хорошей манерой подачи, как и не одарен речью, которая изысканно, чиста, отчетливо, хорошо выражает суть. Он не тот, кто наставляет, воодушевляет, вдохновляет и радует своих товарищей монахов. Обладая вышеупомянутыми тремя качествами, монах способен принести благо себе, но не другим. 6. Обладая тремя качествами, монах способен принести благо другим, но не себе. Какими тремя? Вот монах не улавливает быстро благие учения, но способен удержать в уме те учения, которые он заучил. Однако, он не изучает значение учений, которые он удержал в уме, и он не понял смысл тхамму и практику в соответствии с тхаммой. И, тем не менее, он хороший оратор с хорошей манерой подачи. Он одарен речью, которая изысканно, чиста, отчетливо, хорошо выражает суть. Он тот, кто наставляет, воодушевляет, вдохновляет и радует своих товарищей монахов. Обладая вышеупомянутыми тремя качествами, монах способен принести благо другим, но не себе. Семь, обладая двумя качествами, монах способен принести благо себе, но не другим. Какими двумя? Вот монах не улавливает быстро благие учения и не способен удержать в уме те учения, которые он заучил. Однако, он изучает значение учений, которые он удержал в уме, и он понял смысл тхамму и практику в соответствии с тхаммой. Однако, он не является хорошим оратором с хорошей манерой подачи, как и не одарен речью, которая изысканно, чисто, отчетливо, хорошо выражает суть. Он не тот, кто наставляет, воодушевляет, вдохновляет и радует своих товарищей монахов. Обладая вышеупомянутыми двумя качествами, монах способен принести благо себе, но не другим. Восемь, обладая двумя качествами, монах способен принести благо другим, но не себе. Какими двумя? Вот монах не улавливает быстро благие учения и не способен удержать в уме те учения, которые он заучил. Он не изучает значение учений, которые он удержал в уме, и не понял смысл, тхамму, и практику в соответствии с тхаммой. И, тем не менее, он хороший оратор с хорошей манерой подачи. Он одарен речью, которая изысканно, чисто, отчетливо, хорошо выражает суть. Он тот, кто наставляет, воодушевляет, вдохновляет и радует своих товарищей монахов. Обладая вышеупомянутыми двумя качествами, монах способен принести благо другим, но не себе. Сэнгхитта сутта, вкратце. АН 8.63. И тогда один монах подошел к благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, «Учитель, было бы хорошо, если бы благословенный вкратце научил бы меня тхамме так, чтобы, услышав тхамму от благословенного, я пребывал бы один, в уединении, будучи прилежным, старательным, решительным». Вот так и бывает, когда некие глупцы обращаются ко мне с вопросами, но когда им была поведана тхамма, они думают только о том, чтобы бегать за мною по пятам. 1. Пусть благословенный вкратце объяснит мне тхамму. Пусть счастливый вкратце объяснит мне тхамму. Быть может, я смогу понять смысл сказанного благословенным. Быть может, я стану преемником утверждения благословенного. Что же, монах, в таком случае, вот как ты должен тренировать себя, мой ум будет прочным и хорошо утвержденным внутренне. Возникшие неблагие состояния не будут завладевать моим умом. 1. Когда, монах, твой ум тверд и хорошо утвержден внутренне, и возникшие неблагие состояния не завладевают твоим умом, то тогда и далее ты должен тренировать себя так, я буду развивать и взращивать освобождение ума доброжелательностью, сделаю его своим средством передвижения, сделаю его своим основанием, установлю его, буду упражняться в нем, и буду надлежащим образом осуществлять его. Вот как ты должен тренировать себя. Когда это сосредоточение было таким образом развито и взращено тобой, то тогда тебе следует развивать это сосредоточение с направлением и удержанием ума на этом объекте медитации. Тебе следует развивать его без направления, но с удержанием. Тебе следует развивать его без направления и без удержания. Тебе следует развивать его с восторгом. Тебе следует развивать его без восторга. Тебе следует развивать его с сопровождающим его удобством. Тебе следует развивать его с сопровождающей его невозмутимостью. 2.2.4 Когда, монах, это сосредоточение было таким образом развито и возвращено тобой, то тогда тебе следует тренировать себя так, я буду развивать и взращивать освобождение ума со страданием. Освобождение ума со радованием. Освобождение ума невозмутимостью, сделаю его своим средством передвижения, сделаю его своим основанием, установлю его, буду упражняться в нем, и буду надлежащим образом осуществлять его. Вот как ты должен тренировать себя. Когда это сосредоточение было таким образом развито и возвращено тобой, то тогда тебе следует развивать это сосредоточение с направлением и удержанием ума на этом объекте медитации. Тебе следует развивать его без направления, но с удержанием. Тебе следует развивать его без направления и без удержания. Тебе следует развивать его с восторгом. Тебе следует развивать его без восторга. Тебе следует развивать его с сопровождающим его удобством. Тебе следует развивать его с сопровождающей его невозмутимостью. 5. Когда, монах, это сосредоточение было таким образом развито и возвращено тобой, то тогда тебе следует тренировать себя так, я буду пребывать в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив жажду и недовольство в отношении мира. Вот как ты должен тренировать себя. 6. Когда, монах, это сосредоточение было таким образом развито и возвращено тобой, то тогда тебе следует тренировать себя так, я буду пребывать в созерцании чувств в чувствах. Ума в уме. Феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив жажду и недовольство в отношении мира. Вот как ты должен тренировать себя. Когда, монах, это сосредоточение было таким образом развито и возвращено тобой, то когда ты идёшь, ты будешь идти в умиротворении. Когда ты стоишь, ты будешь стоять в умиротворении. Когда ты сидишь, ты будешь сидеть в умиротворении. Когда ты лежишь, ты будешь лежать в умиротворении. Получив такое наставление от благословенного, тот монах поднялся со своего сиденья, поклонился благословенному и ушел, обойдя его с правой стороны. И затем, пребывая в уединении прилежным, старательным, решительным, вскоре тот монах, реализовав это для себя посредством прямого знания, здесь и сейчас вошел и пребывал в высочайшей цели святой жизни, ради которой представители клана праведно оставляют жизнь домохозяина и ведут жизнь бездомную. Он напрямую познал, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. И тот монах стал одним из арахантов. 1. Комментарий поясняет, что Будда уже давал наставление, но тот монах не прилагал усилий, а пребывал в беспечности. Смотри аналогичный эпизод в СН 47-3. 2. Комментарий поясняет, что здесь имеется в виду, что вначале развивается мощная доброжелательность, потом выбирается иной объект медитации, на котором достигаются четыре джханы. Направление удержания, витакка и вечара, а также восторг, пити, это факторы, присутствующие в первой и второй джхане. Восторг прекращается в третьей джхане. Сосредоточение с удобством, сытасахагата, это третья джхана, а сосредоточение с невозмутимостью, у пикхасахагата, четвертая джхана. Гайсиса сутта, Гая. АН 8-64. Однажды Благословенный пребывал возле Гая на холме Гайсиса. Там Благословенный обратился к монахам, монахи. Учитель. Ответили те монахи. Благословенный сказал, «Один, монахи, до моего просветления, пока я все еще был непросветленным бодхисаттой, я воспринимал только свет, но я не видел форм. Один. Два, мысль пришла ко мне, монахи, если я буду воспринимать свет, а также видеть формы, то в таком случае это мое знание видения станет еще более очищенным. Так, спустя некоторое время, по мере того, как я пребывал прилежным, старательным, решительным, я воспринимал свет, а также видел формы. Но, все же, я не общался с этими божествами, не беседовал с ними, не вовлекался с ними в разговоры. Три, мысль пришла ко мне, монахи, если я буду воспринимать свет и видеть формы, а также общаться с этими божествами, беседовать с ними, вовлекаться с ними в разговоры, то в таком случае это мое знание видения станет еще более очищенным. Так, спустя некоторое время, по мере того, как я пребывал прилежным, старательным, решительным, я воспринимал свет и видел формы, а также общался с этими божествами, беседовал с ними, вовлекался с ними в разговоры. Но, все же, я не знал об этих божествах следующего, эти божества из такого-то или такого-то класса божеств. 4. Мысль пришла ко мне, монахи, если я буду воспринимать свет и видеть формы, общаться с этими божествами, беседовать с ними, вовлекаться с ними в разговоры, а также знать об этих божествах, эти божества из такого-то или такого-то класса божеств, то в таком случае это мое знание и видение станет еще более очищенным. Так, спустя некоторое время, по мере того, как я пребывал прилежным, старательным, решительным, я воспринимал свет и видел формы, общался с этими божествами, беседовал с ними, вовлекался с ними в разговоры, и я также знал об этих божествах следующей, эти божества из такого-то или такого-то класса божеств. Но, все же, я не знал об этих божествах следующего, после смерти здесь, эти божества переродились там в результате этой каммы. 5. Мысль пришла ко мне, монахи, если я буду воспринимать. Видение станет еще более очищенным. Так, спустя некоторое время, я знал об этих божествах, после смерти здесь, эти божества переродились там в результате этой каммы. Но, все же, я не знал об этих божествах следующего, в результате этой каммы, эти божества существуют здесь, питаясь такой-то едой и переживают такое-то удовольствие и боль. 6. Мысль пришла ко мне, монахи, если я буду воспринимать. видение станет еще более очищенным. Так, спустя некоторое время. Я знал об этих божествах, в результате этой камы, эти божества существуют здесь, питаясь такой-то едой и переживают такое-то удовольствие и боль. Но, все же, я не знал об этих божествах следующего, в результате этой камы эти божества имеют срок жизни такой-то длины. 7. Мысль пришла ко мне, монахи, если я буду воспринимать. Видение станет еще более очищенным. Так, спустя некоторое время. Я знал об этих божествах, в результате этой камы эти божества имеют срок жизни такой-то длины. Но, все же, я не знал, жил ли я сам с этими божествами прежде в прошлых рождениях, или же нет. 8. Мысль пришла ко мне, монахи, если я буду воспринимать. Видение станет еще более очищенным. Так, спустя некоторое время. Я знал о том, жил ли я сам с этими божествами прежде в прошлых рождениях, или же нет. 2. Покуда, монахи, мое знание и видение в отношении дэвов с его восемью гранями не было тщательно очищено, я не заявлял о том, что пробудился в непревзойденной совершенной просветлении в этом мире с его дэвами, Марой, Брахмой, с его поколениями жрецов и отшельников, богов и людей. Но когда мое знание и видение в отношении дэвов с его восемью гранями было тщательно очищено, то тогда я заявил, что пробудился в непревзойденной совершенной просветлении в этом мире с его дэвами, Марой, Брахмой, с его поколениями жрецов и отшельников, богов и людей. Знание и видение возникли во мне, непоколебимо мое освобождение ума. Это мое последнее рождение. Не будет боли иного существования. 1. Комментарий поясняет, что речь идет о развитии сверхспособности божественного глаза. 2. Комментарий поясняет, что в тексте упоминается не только способность божественного глаза, но и ряд других сверхспособностей и знаний, как, например, знание прошлой жизни, чтение умов других существ, знание работы механизма камы и т.д. Однако, здесь перечислены далеко не все знания и способности Будды, а только те, что упомянуты. Абхипхаятана сутта «Сфера преодоления» А.Н. 8.65 Благословенный сказал, монахи, существуют эти восемь медитативных сфер преодоления. 1. Какие восемь? 1. Вот практикующий, воспринимая формы внутренние, видит формы внешне, ограниченные, красивые или уродливые. Преодолев их, он воспринимает так, я знаю, я вижу. Такова первая сфера преодоления. 2. Вот практикующий, воспринимая формы внутренние, видит формы внешне, безмерные, красивые или уродливые. Преодолев их, он воспринимает так, я знаю, я вижу. Такова вторая сфера преодоления. Три, вот практикующий, не воспринимая формы внутренние, видит формы внешне, ограниченные, красивые или уродливые. Преодолев их, он воспринимает так, я знаю, я вижу. Такова третья сфера преодоления. Четыре, вот практикующий, не воспринимая формы внутренние, видит формы внешне, безмерные, красивые или уродливые. Преодолев их, он воспринимает так, я знаю, я вижу. Такова четвертая сфера преодоления. Пять, вот практикующий, не воспринимая формы внутренние, видит формы внешне, голубые, голубого цвета, с голубым тоном, с голубым оттенком. Преодолев их, он воспринимает так, я знаю, я вижу. Такова пятая сфера преодоления. Шесть, вот практикующий, не воспринимая формы внутренние, видит формы внешне, желтые, желтого цвета, с желтым тоном, с желтым оттенком. Преодолев их, он воспринимает так, я знаю, я вижу. Такова шестая сфера преодоления. 7. Вот практикующий, не воспринимая формы внутренние, видит формы внешне, красные, красного цвета, с красным тоном, с красным оттенком. Преодолев их, он воспринимает так, я знаю, я вижу. Такова седьмая сфера преодоления. 8. Вот практикующий, не воспринимая формы внутренние, видит формы внешне, белые, белого цвета, с белым тоном, с белым оттенком. Преодолев их, он воспринимает так, «Я знаю, я вижу». Такова восьмая сфера преодоления. Таковы, монахи, восемь сфер преодоления. Один, комментарий поясняет, что преодоление означает преодоление различных качеств и объектов. По мнению достопочтенного Бодхи, эти восемь сфер являются предварительными этапами достижения медитативного восприятия тотальностей, Касина. Вимокха-сутта, освобождение. АН 8.66. Благословенный сказал, монахи, существуют эти восемь медитативных освобождений. Какие восемь? Один, вот практикующий, обладая формой, видит формы. Таково первое освобождение. Два, вот практикующий, не воспринимая формы внутренние, видит формы внешне. Таково второе освобождение. Три, вот практикующий настроен только на красивые. Таково третье освобождение. Четыре, с полным преодолением восприятия форм, с угасанием восприятий, вызываемых органами чувств, не обращающих внимания на восприятие множественности, воспринимая, безграничное пространство, практикующий входит и пребывает в сфере безграничного пространства. Таково четвертое освобождение. Пять, с полным преодолением сферы безграничного пространства, осознавая, что сознание безгранично, практикующий входит и пребывает в сфере безграничного сознания. Таково пятое освобождение Шесть, с полным преодолением сферы безграничного сознания, осознавая, что здесь ничего нет, практикующий входит и пребывает в сфере отсутствия всего Таково шестое освобождение Семь, с полным преодолением сферы отсутствия всего, практикующий входит и пребывает в сфере невосприятия, не невосприятия Таково седьмое освобождение 8. С полным преодолением сферы невосприятия, не невосприятия, практикующий входит и пребывает в прекращении восприятия и чувствования. Таково восьмое освобождение. Таковы, монахи, восемь освобождений. Патхама Анариево Харасутта, заявление 1. АН 8.67. Благословенный сказал, монахи, существуют эти восемь неблагородных заявлений. Какие восемь? 1. Когда человек говорит о чем-либо как об увиденном им, хотя он этого не видел. 2. Когда человек говорит о чем-либо как об услышанном им, хотя он этого не слышал. 3. Когда человек говорит о чем-либо как о том, что он ощутил, хотя он этого не ощущал. 4. Когда человек говорит о чем-либо как о познанном им, хотя он этого не познал 5. Когда человек говорит о чем-либо как о том, чего он не видел, хотя он это видел 6. Когда человек говорит о чем-либо как о том, чего он не слышал, хотя он это слышал 7. Когда человек говорит о чем-либо как о том, чего он не ощущал, хотя он это ощущал 8. Когда человек говорит о чем-либо как о том, чего он не познавал, хотя он это познавал Таковы 8 неблагородных заявлений Ду-Ти-Ана-Ри-Во-Хара-Сутта, Заявление 2. АН 8.68. Благословенный сказал, «Монахи, существуют эти восемь благородных заявлений. Какие восемь? 1. Когда человек говорит о чем-либо как о том, чего он не видел, когда он действительно этого не видел. 2. Когда человек говорит о чем-либо как о том, чего он не слышал, когда он действительно этого не слышал. 3. Когда человек говорит о чем-либо как о том, чего он не ощущал, когда он действительно этого не ощущал. 4. Когда человек говорит о чем-либо как о том, чего он не познавал, когда он действительно этого не познавал. 5. Когда человек говорит о чем-либо как о том, что он видел, когда он действительно это видел. 6. Когда человек говорит о чем-либо как о том, что он слышал, когда он действительно это слышал. 7. Когда человек говорит о чем-либо как о том, что он ощущал, когда он действительно это ощущал. 8. Когда человек говорит о чем-либо как о том, что он познавал, когда он действительно это познавал. Таковы восемь благородных заявлений. Париса Сутта, Собрание. А.Н. 8.69. Благословенный сказал, монахи, существуют эти восемь собраний. Какие восемь? Один, собрание кхатиев, два, собрание брахманов, три, собрание домохозяев, четыре, собрание отшельников, пять, собрание девов, управляемых четырьмя божественными царями, шесть, собрание девов Таватимсы, семь, собрание Мары, восемь, собрание Брахмы. Я припоминаю, монахи, как я подходил к собранию, состоящему из многих сотен кхатиев. Прежде я сидел там, беседовал, вел разговоры. Я возник там, будучи похожим на них, и мой голос стал похож на их голос. Я наставлял, вдохновлял, воодушевлял, и радовал их беседой о Дхамме. И когда я вел речь, они не распознали меня, но подумали, кто это говорит, дева или человек? Наставив, вдохновив, воодушевив, и порадовав их беседой о Дхамме, я исчез. И когда я исчез, они не распознали меня, но подумали, кто это только что исчез, дева или человек? Далее, я припоминаю, монахи, как я подходил к собранию, состоящему из многих сотен брахманов, домохозяев, отшельников, девов, управляемых четырьмя божественными царями. Девов Таватимзы. Тех, что под Марой. Как я подходил к собранию, состоящему из многих сотен тех, что под брахмой. Прежде я сидел там, беседовал, вел разговоры. Я возник там, будучи похожим на них, и мой голос стал похож на их голос. Я наставлял, вдохновлял, воодушевлял, и радовал их беседой о Дхамме. И когда я вел речь, они не распознали меня, но подумали, кто это говорит, дева или человек? Наставив, вдохновив, воодушевив, и порадовав их беседой о Дхамме, я исчез. И когда я исчез, они не распознали меня, но подумали, кто это только что исчез, дева или человек? Таковы, монахи, восемь собраний. Тхумячала сутта «Землетрясение» А.Н. 8.70 Однажды Благословенный пребывал в Весале в Великом лесу в павильоне со строконечной крышей. Один. И когда Благословенный отпустил свои формирователи жизненной силы, случилось великое землетрясение, ужасающее и пугающее, и раскаты грома сотрясли небо. И затем, осознав значимость этого, Благословенный вдохновенно произнес это изречение, сопоставляя несравнимые с существованием продолжаемым, мудрец отбросил то, что создает существование, возрадовавшись внутренне, сосредоточенный, разбил он, продолжение существования своего, как будто бы пробил броню. И тогда мысль пришла к достопочтенному Ананде, какое мощное землетрясение! Какое мощное землетрясение, ужасающее и пугающее, так что раскаты грома сотрясли небо. Учитель, в чем причина и условия для столь мощного землетрясения? Ананда, есть восемь причин и условий для мощного землетрясения. Какие восемь? Один. Ананда, это Великая Земля утверждена на воде. Вода покоится на ветре. Ветер дует в пространстве. Приходит время, Ананда, когда дуют могучие ветра и сотрясают воду. Вода, будучи сотрясаемой, сотрясает землю. Такова первая причина и условия для мощного землетрясения. Два. 2. Далее, бывает так, что есть отшельник или жрец, обладающий сверхъестественной силой и достигший власти над умом, или же очень сильное и могущественное божество. Он развил ограниченное восприятие земли и безмерное восприятие воды. Он заставляет эту землю шататься, содрогаться, трепетать. Такова вторая причина и условия для мощного землетрясения. 3. Далее, когда Бодхисатта умирает в мире Туситы, будучи осознанным и бдительным, он входит в утробу матери, и эта земля шатается, содрогается, трепещет. Такова третья причина и условия для мощного землетрясения. 4. Далее, когда Бодхисатта, будучи осознанным и бдительным, появляется из утробы своей матери, то эта земля шатается, содрогается, трепещет. Такова четвертая причина и условия для мощного землетрясения. 5. Далее, когда Тадхагата пробуждается в непревзойдённое совершенное просветление, эта земля шатается, содрогается, трепещет. Такова пятая причина и условия для мощного землетрясения. 6. Далее, когда Тадхагата приводит в движение непревзойдённое колесо Дхаммы, эта земля шатается, содрогается, трепещет. Такова шестая причина и условия для мощного землетрясения. 7. Далее, когда Тадхагата, будучи осознанным и бдительным, отпускает свои формирователи жизненной силы, эта земля шатается, содрогается, трепещет. Такова седьмая причина и условия для мощного землетрясения. 8. Далее, когда Татхагата достигает окончательной ниббаны посредством элемента ниббаны без остатка, эта земля шатается, содрогается, трепещет. Такова восьмая причина и условия для мощного землетрясения. Таковы восемь причин и условий для мощного землетрясения. 1. Здесь, включая ниже следующие четверостишие, идет вся сутта СН 5110 целиком. 2. Примечание переводчика СВ, в суттах элементы огня, воды, воздуха и земли рассматриваются не только в прямом смысле, но и как стихии, то есть как свойства материи, соответственно, как тепло, сцепляемость, движение, твердость материи в данном фрагменте. На мой взгляд, Будда рассматривает это именно во втором смысле, когда движение, ветер, жидкой магмы, воды, оказывает влияние на более твердые поверхностные слои, землю, в результате чего происходит землетрясение. Патхама Сатха Сутта, Вера 1. АН 8. 71. Благословенный сказал, монахи, монах, один, может обладать верой, но он безнравственен. Таким образом, он неполноценен в отношении этого фактора. Ему следует исполнить этот фактор с помощью такого рассуждения, как мне обладать верой, но также быть нравственным. Но когда монах обладает верой, а также он нравственный, то в этом случае он полноценен в отношении этого фактора. 2. Монах может обладать верой и быть нравственным, но не быть ученым. Таким образом, он неполноценен в отношении этого фактора. Ему следует исполнить этот фактор с помощью такого рассуждения, как мне обладать верой и быть нравственным, но также быть ученым. Но когда монах обладает верой и нравственен, а также когда он ученый, то в этом случае он полноценен в отношении этого фактора. 3. Монах может обладать верой и быть нравственным ученым, но не являться проповедником Дхаммы. 4. Монах может обладать верой и быть нравственным ученым, являться проповедником Дхаммы, но не тем, кто часто посещает собрания. 5. Монах может обладать верой и быть нравственным, ученым, являться проповедником Дхаммы, тем, кто часто посещает собрания, но не тем, кто уверенно учит Дхамме собраний. 6. Монах может обладать верой и быть нравственным, ученым, являться проповедником Дхаммы, тем, кто часто посещает собрания, тем, кто уверенно учит Дхамме собраний, но не являться тем, кто достигает по желанию, без сложности и проблем, четырех джхан, что составляют высший ум и являются приятными пребываниями в этой самой жизни. 7. Монах может обладать верой и быть нравственным, ученым, являться проповедником Дхаммы, тем, кто часто посещает собрания, тем, кто уверенно учит Дхамме собраний, тем, кто достигает по желанию, без сложности и проблем, четырех джхан, что составляют высший ум и являются приятными пребываниями в этой самой жизни, но не тем, кто за счет уничтожения умственных загрязнений, прямо здесь и сейчас в этой самой жизни, входит и пребывает в незапятненном освобождении ума, освобождении мудростью, напрямую зная и проявляя это для себя самостоятельно. 8. Но когда, монахи, монах обладает верой, когда он нравственный, ученый, является проповедником Дхаммы, тем, кто часто посещает собрания, тем, кто уверенно учит Дхамме собраний, тем, кто достигает по желанию, без сложности и проблем, четырех джхан, что составляют высший ум и являются приятными пребываниями в этой самой жизни, а также тем, кто за счет уничтожения умственных загрязнений, прямо здесь и сейчас в этой самой жизни, входит и пребывает в незапятненном освобождении ума, освобождении мудростью, напрямую зная и проявляя это для себя самостоятельно, то в этом случае он полноценен в отношении этого фактора. Монах, который обладает этими восемью качествами, является тем, кто внушает доверие во всех отношениях и который полон во всех аспектах. Дутия садха сутта, вера 2. Айян 8.72. Сутта аналогична предыдущей Айян 8.71, но здесь другой шестой пункт. Вместо достижения четырех джхан идет достижение бесформенных сфер. 6. Монах может обладать верой и быть нравственным, ученым, являться проповедником Дхаммы, тем, кто часто посещает собрания, тем, кто уверенно учит Дхамме собраний, но не являться тем, кто касается телом и пребывает в тех умиротворенных освобождениях. Превосходящих формы, бесформенных. Патхама Маранасати сутта, осознанность к смерти 1. Айян 8.73. Однажды Благословенный пребывал в Надике в кирпичной зале. Там Благословенный обратился к монахам, монахи. Учитель. Отвечали те монахи. Благословенный сказал, монахи, осознанность к смерти, будучи развитой и взращенной, приносит великий плот и пользу, завершается в бессмертном, имеет бессмертное своим окончанием. Но развиваете ли вы, монахи, осознанность к смерти? 1. Когда так было сказано, один монах обратился к Благословенному, учитель, я развиваю осознанность к смерти. Но как, монах, ты развиваешь осознанность к смерти? Учитель, я рассуждаю так, пусть я проживу всего одну ночь и день, так чтобы я смог взяться за учение Благословенного. Тогда я мог бы завершить многое. 2. Другой монах обратился к Благословенному, учитель, я тоже развиваю осознанность к смерти. Учитель, я рассуждаю так, пусть я проживу всего один день, так чтобы я смог взяться за учение Благословенного. Тогда я мог бы завершить многое. Вот каким образом я развиваю осознанность к смерти. 3. Еще другой монах обратился к Благословенному, учитель, я тоже развиваю осознанность к смерти. Учитель, я рассуждаю так, пусть я проживу всего полдня. 4. Еще другой монах обратился. Пусть я проживу всего лишь столько времени, сколько требуется для того, чтобы съесть одну порцию еды с подаяний. 5. Еще другой монах обратился. Пусть я проживу всего лишь столько времени, сколько требуется для того, чтобы съесть половину порции еды с подаяний. 6. Еще другой монах обратился. Пусть я проживу всего лишь столько времени, сколько требуется для того, чтобы проживать и проглотить четыре или пять пригоршней пищи. Семь, еще другой монах обратился. Пусть я проживу всего лишь столько времени, сколько требуется для того, чтобы проживать и проглотить одну пригоршню пищи. Восемь, другой монах обратился к благословенному, учитель, я тоже развиваю осознанность к смерти. Учитель, я рассуждаю так, пусть я проживу всего лишь столько, сколько требуется для того, чтобы сделать выдох после вдоха, или же вдох после выдоха, так чтобы я смог взяться за учение благословенного. Тогда я мог бы завершить многое. Вот каким образом я развиваю осознанность к смерти. Когда так было сказано, благословенный обратился к тем монахам, монахе, монах, которые развивают осознанность к смерти так, пусть я проживу всего одну ночь и день, так чтобы я смог взяться за учение благословенного. Тогда я мог бы завершить многое. И тот, который развивает осознанность к смерти так, пусть я проживу всего лишь столько времени, сколько требуется для того, чтобы проживать и проглотить четыре или пять пригоршней пищи, так чтобы я смог взяться за учение благословенного. Тогда я мог бы завершить многое. Все эти монахи зовутся монахами, которые пребывают в беспечности. Они развивают осознанность к смерти слишком вяло для уничтожения загрязнений ума. Но монах, который развивает осознанность к смерти так, «Пусть я проживу всего лишь столько времени, сколько требуется для того, чтобы проживать и проглотить одну пригоршню пищи, так чтобы я смог взяться за учение благословенного. Тогда я мог бы завершить многое, а также тот, который развивает осознанность к смерти так, пусть я проживу всего лишь столько, сколько требуется для того, чтобы сделать выдох после вдоха, или же вдох после выдоха, так чтобы я смог взяться за учение благословенного. Тогда я мог бы завершить многое». Эти монахи зовутся монахами, которые пребывают в прилежании. Они развивают осознанность к смерти интенсивно для уничтожения загрязнений ума. Поэтому, монахи, вот как вы должны тренировать себя, мы будем пребывать прилежно. Мы будем развивать осознанность к смерти интенсивно для уничтожения загрязнений. Вот как вы должны тренировать себя. Дутия Маранасати сутта «Осознанность к смерти 2» АН 8.74 Однажды благословенный пребывал в Надике в кирпичной зале. Там Благословенный обратился к монахам, монахи, учитель. Отвечали те монахи. Благословенный сказал, монахи, осознанность к смерти, будучи развитой и взращенной, приносит великий плот и пользу, завершается в бессмертном, имеет бессмертное своим окончанием. И каким образом? Вот, монахи, когда день подошел к концу, и наступила ночь, монах рассуждает так, этой ночью я могу умереть из-за различных причин. 1. Змея может укусить меня, или скорпион, или многоножка могут ужалить меня, и из-за этого я могу умереть. Это будет помехой для меня. 2. Я могу споткнуться и упасть, или 3. Моя еда не переварится во мне, или 4. Желчь станет спровоцированной, или 5. Слизь станет спровоцированной, или 6. Острые ветры во мне станут спровоцированными, или 7. Люди нападут на меня, или 8. Дикие духи нападут на меня, и я могу умереть. 3. Это будет помехой для меня. 4. Этому монаху нужно рассуждать так, есть ли во мне какие-либо плохие, неблагие качества, которые не были отброшены, и которые могут стать помехой для меня, если я сегодня ночью умру. 5. Если, рассмотрев это, монах знает, во мне есть плохие, неблагие качества, которые не были отброшены, и которые могут стать помехой для меня, если я сегодня ночью умру, то тогда ему следует приложить дополнительные желания, усилия, старания, воодушевления, неутомимость, осознанность, и бдительность ради отбрасывания этих плохих, неблагих качеств. 6. Подобно тому, как тот, у кого загорелась бы одежда или волосы на голове, приложил бы дополнительные желания, усилия, старания, воодушевления, неутомимость, осознанность, и бдительность для того, чтобы потушить пламя на его одежде или голове, то точно так же этот монах должен приложить дополнительные желания, усилия, старания, воодушевления, неутомимость, осознанность, и бдительность ради отбрасывания этих плохих, неблагих качеств. Но если, рассмотрев это, монах знает, во мне нет каких-либо плохих, неблагих качеств, которые не были бы отброшены, и которые могли бы стать помехой для меня, если я сегодня ночью умру, то тогда ему следует пребывать в этом самом восторге и радости, тренируясь днем и ночью в развитии благих качеств. Но, когда ночь подошла к концу, и наступил день, монах тоже рассуждает так, этим днем я могу умереть из-за различных причин, змея может укусить меня, или скорпион или многоножка могут ужалить меня, и из-за этого я могу умереть. Дикие духи нападут на меня, и я могу умереть. Это будет помехой для меня. Этому монаху нужно рассуждать так, есть ли во мне какие-либо плохие, неблагие качества, которые не были отброшены, и которые могут стать помехой для меня, если я сегодня днем умру. Если, рассмотрев это, монах знает, во мне есть плохие, неблагие качества, которые не были отброшены, и которые могут стать помехой для меня, если я сегодня днем умру, то тогда ему следует приложить дополнительные желания, усилия, старания, воодушевления, неутомимость, осознанность, и бдительность ради отбрасывания этих плохих, неблагих качеств. Подобно тому, как тот, у кого загорелась бы одежда. Отбрасывание этих плохих, неблагих качеств. Но, если, рассмотрев это, монах знает, во мне нет каких-либо плохих, неблагих качеств, которые не были бы отброшены, и которые могли бы стать помехой для меня, если я сегодня днем умру, то тогда ему следует пребывать в этом самом восторге и радости, тренируясь днем и ночью в развитии благих качеств. Когда, монахи, осознанность к смерти развита и возвращена таким образом, она приносит великий плод и пользу, завершается в бессмертном, имеет бессмертное своим окончанием. Патхама Сэмпада Сутта, Совершенство 1. АН 8.75. Благословенный сказал, монахи, существуют эти восемь совершенств. Какие восемь? Один, совершенство в предприимчивости, два, совершенство в защите, три, совершенство в дружбе с хорошими друзьями, четыре, жизнь посредством, пять, совершенство в вере, шесть, совершенство в нравственном поведении, семь, совершенство в щедрости, восемь, совершенство в мудрости. Таковы восемь совершенств. И далее он добавил, он предприимчивый в своих делах. Один. Их щедрость и заслуги постоянно возрастают. Один, здесь тот же стих, что и в АН 8.54. Дутия Сэмпада Сутта, Совершенство 2. АН 8.76. Сутта аналогична АН 8.54, но только здесь Будда напрямую обращается к монахам, отсутствует пояснение четырех распылений богатства, и здесь более лаконичные вступления и завершения. Благословенный сказал, монахи, существуют эти восемь совершенств. Какие восемь? И что такое совершенство в предприимчивости? Таковы, монахи, восемь совершенств. И далее он добавил, он предприимчивый в своих делах. Их щедрость и заслуги постоянно возрастают. Ичха Сутта, Желание. АН 8.77. Сутта идентична АН 8.61, но здесь чуть иное вступление, там достопочтенный Сарипутта обратился к монахам, друзья-монахи. Друг. Отвечали те монахи. Достопочтенный Сарипутта сказал, друзья, есть эти восемь типов личностей, существующих в мире. Какие восемь? Алан Сутта, Способный. АН 8.78. Сутта аналогична АН 8.62, но здесь чуть иное вступление к монахам обращается достопочтенный Сарипутта, а не Будда. Там достопочтенный Сарипутта обратился к монахам, друзья-монахи. Друг. Отвечали те монахи. Достопочтенный Сарипутта сказал, друзья, обладая шестью качествами, монах способен принести благо себе и другим. Какими шестью? Парихана Сутта, Упадок. АН 8.79. Благословенный сказал, монахи, эти восемь качеств ведут к упадку монаха, который еще ученик. Один. Какие восемь? Один, наслаждение работой, два, наслаждение разговорами, три, наслаждение сном, четыре, наслаждение компанией, пять, отсутствие охраны дверей органов чувств, шесть, отсутствие умеренности в еде, семь, наслаждение связанностью с монахами и мирянами, восемь, наслаждение в разрастании. Два. Эти восемь качеств ведут к упадку монаха, который еще ученик. Монахи, эти восемь качеств ведут к неупадку монаха, который еще ученик. Какие восемь? Отсутствие наслаждения работой, охрана дверей, умеренность в еде, отсутствие наслаждения в разрастании. Эти восемь качеств ведут к неупадку монаха, который еще ученик. Один, секха. Это все уровни благородных учеников, кроме Араханта, который является не учеником, а секха. Два, Папанча, согласно комментарию, это разрастание различных умственных идей посредством жажды, воззрений, самомнения. Куситарам бхаватфу сутта, основа для лени и зарождения усердия. АН 8.80. Благословенный сказал, монахи, есть эти восемь основ для лени. Какие восемь? Один, бывает так, что монаху нужно сделать некую работу. Мысль приходит к нему, мне нужно сделать некую работу. Пока работаю, мое тело устанет. Почему бы мне не прилечь? И он ложится. Он не зарождает усердие для достижения еще недостигнутого, для обретения еще необретенного, для осуществления еще неосуществленного. Такова первая основа для лени. Два, далее, монах выполнил некую работу. Мысль приходит к нему, я выполнил некую работу. Из-за работы моё тело устало. Почему бы мне не прилечь? И он ложится». Он не зарождает усердие для достижения ещё недостигнутого. Такова вторая основа для лени. Три, далее, монаху нужно совершить путешествий. Мысль приходит к нему, мне нужно совершить путешествий. Пока я путешествую, моё тело устанет. Почему бы мне не прилечь? И он ложится. Он не зарождает усердие для достижения еще не достигнутого. Такова третья основа для лени. 4. Далее, монах совершил путешествие. Мысль приходит к нему, я совершил путешествие. Пока я путешествовал, мое тело устало. Почему бы мне не прилечь? И он ложится. Он не зарождает усердия для достижения еще не достигнутого. Такова четвертая основа для лени. 5. Далее, монах сходил за подаяниями в деревню или город, но не получил столько еды, сколько ему необходимо, грубо или же превосходной. Мысль приходит к нему, я сходил за подаяниями в деревню или город, но не получил столько еды, сколько мне необходимо, грубо или же превосходной. Мое тело стало уставшим и тягостным. Почему бы мне не прилечь? И он ложится. Он не зарождает усердия для достижения еще не достигнутого. Такова пятая основа для лени. 6. Далее, монах сходил за подаяниями в деревню или город, и получил столько еды, сколько ему необходимо, грубо или же превосходной. Мысль приходит к нему, я сходил за подаяниями в деревню или город, и получил столько еды, сколько мне необходимо, грубой или же превосходной. Мое тело стало тяжелым и тягостным, точно груда сырых бобов. Почему бы мне не прилечь? И он ложится. Он не зарождает усердия для достижения еще недостигнутого. Такова шестая основа для лени. 7. Далее, монах немного болен. Мысль приходит к нему, я немного болен. Мне нужно прилечь. Почему бы мне не прилечь? И он ложится. Он не зарождает усердия для достижения еще недостигнутого. Такова седьмая основа для лени. 8. Далее, монах оправился от болезни. Вскоре после выздоровления мысль приходит к нему, я оправился от болезни. Я только что оправился от болезни. Мое тело все еще слабое и тягостное. Почему бы мне не прилечь? И он ложится. Он не зарождает усердия для достижения еще недостигнутого, для обретения еще необретенного, для осуществления еще неосуществленного. Такова восьмая основа для лени. Таковы восемь основ для лени. Монахи, есть эти восемь основ для зарождения усердия. Какие восемь? Бывает так, что монаху нужно сделать некую работу. Мысль приходит к нему, мне нужно сделать некую работу. Во время работы мне будет непросто взяться за учение и будь. Почему бы мне заранее не зародить усердие для достижения еще недостигнутого, для обретения еще необретенного, для осуществления еще неосуществленного? Он зарождает усердие для достижения еще недостигнутого, для обретения еще необретенного, для осуществления еще неосуществленного. Такова первая основа для зарождения усердия. Далее, монах выполнил некую работу. Мысль приходит к нему, я выполнил некую работу. Во время работы у меня не было возможности взяться за учение Буд. Почему бы мне не зародить усердие для достижения еще недостигнутого? Такова вторая основа для зарождения усердия. Далее, монаху нужно совершить путешествие. Мысль приходит к нему, мне нужно совершить путешествие. Пока я путешествую, мне будет непросто взяться за учение Буд. Почему бы мне заранее не зародить усердие для достижения еще недостигнутого? Такова третья основа для зарождения усердия. Далее, монах совершил путешествие. Мысль приходит к нему, я совершил путешествие. Пока я путешествовал, у меня не было возможности взяться за учение Буд. Почему бы мне не зародить усердие для достижения еще недостигнутого? Такова четвертая основа для зарождения усердия. Далее, монах сходил за подаяниями в деревню или город, но не получил столько еды, сколько ему необходимо, грубо или же превосходной. Мысль приходит к нему, я сходил за подаяниями в деревню или город, но не получил столько еды, сколько мне необходимо, грубо или же превосходной. Мое тело легкое и послушное. Почему бы мне не зародить усердие для достижения еще недостигнутого. Такова пятая основа для зарождения усердия. Далее, монах сходил за подаяниями в деревню или город, и получил столько еды, сколько ему необходимо, грубо или же превосходной. Мысль приходит к нему, я сходил за подаяниями в деревню или город, и получил столько еды, сколько мне необходимо, грубо или же превосходной. Мое тело сильное и послушное. Почему бы мне не зародить усердие для достижения еще недостигнутого? Такова шестая основа для зарождения усердия. Далее, монах немного болен. Мысль приходит к нему, я немного болен. Может статься, что моя болезнь только ухудшится. Почему бы мне заранее не зародить усердие для достижения еще недостигнутого? Такова седьмая основа для зарождения усердия. Далее, монах оправился от болезни. Вскоре после выздоровления мысль приходит к нему, я оправился от болезни, только что оправился от болезни. Может статься, что моя болезнь еще вернется. Почему бы мне заранее не зародить усердие для достижения еще недостигнутого, для обретения еще необретенного, для осуществления еще неосуществленного? Он зарождает усердие для достижения еще недостигнутого, для обретения еще необретенного, для осуществления еще неосуществленного. Такова восьмая основа для зарождения усердия. Таковы восемь основ для зарождения усердия. Сатисампаджиния сутта, осознанность и бдительность. А.Н. 8.81. Благословенный сказал, монахи, 1, когда у человека нет осознанности и бдительности, когда он неполноценен в осознанности и бдительности, то тогда, 2, у чувства стыда и боязни совершить проступок отсутствует их непосредственная причина. Когда у человека не чувства стыда и боязни совершить проступок, когда он неполноценен в чувстве стыда и боязни совершить проступок, то тогда, 3, у сдержанности органов чувств отсутствует ее непосредственная причина. Когда у человека нет сдержанности органов чувств, когда он неполноценен сдержанности органов чувств, то тогда, 4, у нравственного поведения отсутствует его непосредственная причина. Когда у человека нет нравственного поведения, когда он неполноценен в нравственном поведении, то тогда, 5, у правильного сосредоточения отсутствует его непосредственная причина. Когда у человека нет правильного сосредоточения, когда он неполноценен в правильном сосредоточении, то тогда, 6, у знания о видении вещей в соответствии с действительностью отсутствует его непосредственная причина. Когда у человека нет знания и видения вещей в соответствии с действительностью, когда он неполноценен в знании и видении вещей в соответствии с действительностью, то тогда, 7, у разочарования и бесстрастия отсутствует их непосредственная причина. Когда у человека нет разочарования и бесстрастия, когда он неполноценен в разочарования и бесстрастии, то тогда, 8, узнание видения и освобождение и отсутствует его непосредственная причина. Представьте, как если бы у дерева недоставало ветвей и листвы. В таком случае его ростки не достигли бы полного разрастания. И также и кора, заболонь, и сердцевина не достигли бы полного разрастания. Точно так же, когда у человека нет осознанности и бдительности. Когда он неполноценен в разочарования и бесстрастии, то тогда узнание видения и освобождение и отсутствует его непосредственная причина. Монахи, когда у человека есть осознанность и бдительность, у того, кто обладает осознанностью и бдительностью, у того чувство стыда и боязнь совершить проступок имеют свою непосредственную причину. Когда у человека есть чувство стыда и боязнь совершить проступок, у того, кто обладает чувством стыда и боязнью совершить проступок, у того сдержанность органов чувств имеет свою непосредственную причину. Когда у человека есть сдержанность органов чувств, у того, кто осуществляет сдержанность в отношении органов чувств, у того нравственное поведение имеет свою непосредственную причину. Когда у человека есть нравственное поведение, у того, чье поведение нравственно, у того правильное сосредоточение имеет свою непосредственную причину. Когда у человека есть правильное сосредоточение, у того, кто обладает правильным сосредоточением, у того знание, видение и вещей в соответствии с действительностью имеет свою непосредственную причину. Когда у человека есть знание и видение вещей в соответствии с действительностью, у того, кто обладает знанием и видением вещей в соответствии с действительностью, у того разочарование и бесстрастие имеет свою непосредственную причину. Когда у человека есть разочарование и бесстрастие, у того, кто обладает разочарованием и бесстрастием, у того знание и видение и освобождение имеет свою непосредственную причину. Представьте, как если бы у дерева были ветви и листва. В таком случае его ростки достигли бы полного разрастания. И так же и кора, заболонь, и сердцевина достигли бы полного разрастания. Точно так же, когда у человека есть осознанность и бдительность. У того, кто обладает разочарованием и бесстрастием, у того знание и видение и освобождение имеет свою непосредственную причину. Пунь-Нио сутта, пунь-Нио. АН-8-82. Сутта идентична АН-10-83, но здесь Будда говорит только о первых восьми факторах. Последние два неупомянуты. Мулака-сутта, укоренены АН-8-83. Благословенный сказал, монахи, странники-приверженцы иных учений могут спросить вас, в чем, друзья, коренятся все вещи? Через что они проявляются? Из чего они возникают? В чем они сходятся? Чем они возглавляются? Что ими управляет? Что является их надзирателем? Что является их сердцевиной? Будучи спрошенными так, как бы вы им ответили? Учитель, наши учения укоренены в благословенном, направляемо благословенным, находит пристанище в благословенном. Было бы хорошо, если бы благословенный сам прояснил значение этого утверждения. Услышав это из его уст, монахи запомнят это. Тогда, монахи, слушайте внимательно. Я буду говорить. Да, учитель, ответили монахи. Благословенный сказал, монахи, если странники-приверженцы иных учений спросит вас, в чем, друзья, коренятся все вещи? То вот как вам следует ответить, друзья, один, все вещи коренятся в желании. Два, они проявляются через внимание. Три, они возникают из контакта. Четыре, они сходятся в чувстве. Пять, они возглавляются сосредоточением. Шесть, ими управляет осознанность. Семь, их надзирателем является мудрость. Восемь, их сердцевиной является освобождение. Один. Будучи спрошенными так, монахи, вот как вам следует ответить тем странникам-приверженцам иных учений. Один, достопочтенный Аджин Брахмали предлагает следующее объяснение этой загадочной сутты. Я понимаю саббитхама, все вещи, все феномены, как отсылку к миру личностного опыта. Смысл в этом случае будет таков. Все элементы нашего опыта укоренены в желании, чхандамулака, в том смысле, что мы существуем из-за желания, где желание и равнозначно жажде. Они проявляются через внимание, манасикрасамбхава, в том смысле, что мы переживаем что-либо, только если направляем на это внимание. Они возникают из контакта, в хасасамуды, в том смысле, что без контакта мы вообще ничего не переживаем. Они сходятся в чувстве, виданасамасарана, в том смысле, что чувство, наиболее важный аспект нашего опыта, основной мотивирующий фактор во всем, что мы делаем. Они возглавляются сосредоточением, самадхипамукха, в том смысле, что сосредоточение является качеством, индрия, осуществляющим контроль, которое подводит все элементы опыта к тому, чтобы мы их начали переживать. Ими управляет осознанность, сататхипатия, поскольку осознанность – еще одно качество контроля, которое управляет нами в том, что мы делаем или переживаем. Надзирателем всех вещей является мудрость, паниюттара, поскольку мудрость является наиглавнейшим среди качеств контроля. Мудрость превыше всего остального контролирует наш опыт. Последняя строка «Их сердцевины» является освобождение «Вимутти-сара» не требует пояснения и объясняет саму себя, поскольку освобождение «Вимутти» является самым превосходным из всех вещей, феноменов. Смотри также Айон 4-245, где приводятся похожие метафоры в отношении ведения святой жизни с разъяснениями. Чора сутта «Вор» Айон 8-84 Благословенный сказал, монахи, обладая восемью факторами, умелый вор вскоре попадает в беду и долго не живет. Какими восемью? Один, он нападает на тех, кто не нападает на него. Два, он крадет, не оставляя ничего после себя. Три, он убивает женщину. Четыре, он насилует девушку. Пять, он грабит монаха. Шесть, он грабит царскую сокровищницу. Семь, он идет на дело рядом с местом своего проживания. Восемь, он неумелый в том, как прятать награбленное. Обладая этими восемью факторами, умелый вор вскоре попадает в беду и долго не живет. Монахи, обладая восемью факторами, умелый вор нескоро попадает в беду и живет долго. Какими восемью? Он не нападает. Он умелый в том, как прятать награбленное. Обладая этими восемью факторами, умелый вор нескоро попадает в беду и живет долго. Сама на сутта, обозначение А.Н. 8.85. Благословенный сказал, монахи, один, отшельник, это обозначение Татхагаты, Араханта, полностью просветленного. Два, брахман, это обозначение Татхагаты. Три, лекарь, это обозначение Татхагаты. Четыре, мастер знания, это обозначение Татхагаты. Пять, незапятненный, это обозначение Татхагаты. Шесть, безупречный, это обозначение Татхагаты. 7. Знающий – это обозначение Татхагаты. 8. Освобожденный – это обозначение Татхагаты, Араханта, полностью просветленного. И далее он добавил, и состояние Высшего может достичь отшельник, Брахман, который прожил полностью святую жизнь, как лекарь, так и знания мастер могут обрести его, и незапятненный лишь может состояние Высшего достичь, тот, безупречен кто, очистил кто себя, знаток может достичь его, тот, кто освобожден. И в этом я являюсь победившим в битве этой, свободный атаков, освобождаю остальных. Я, Нага, в совершенстве укротить себя сумевший, закончил тренировку, и Ниббаный я достиг. Яса Сутта, Слава. АН 8.86. Я слышал, что однажды Благословенный, странствуя по стране Касал с большой группой монахов, прибыл в брахманскую деревню Касал под названием Ичханангала. Там он остановился в лесной роще Ичханангала. И тогда брахман и домохозяева Ичханангала услышали, как говорят, отшельник Гатама, сын Сакьев, ушедший из клана Сакьев в бездомную жизнь, странствуя по стране Касал вместе с большой группой монахов, прибыл в брахманскую деревню Касал под названием Ичханангала. Там он остановился в лесной роще Ичханангалы. И что об этом мастере Гатами распространилась славная молва, в самом деле благословенный, достойный, истинно самопробужденный, совершенный в знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. Напрямую увидев своей мудростью, он познал мир с его дэвами, марами, брахмами, с его поколениями отшельников и жрецов, правителей и простолюдинов. Он объяснил Дхамму, превосходную в начале, превосходную в середине, и превосходную в конце. Он изложил святую жизнь в деталях и в сути, всецело идеальную, абсолютно чистую. Хорошо было бы увидеть такого достойного. Так, брахманы, домохозяева и чханангалы, как минула ночь, взяв с собой основную и неосновную еду, отправились к дому, что находился у ворот в лесную рощу чханангалы. По прибытии они устроили там большую суматоху и шумиху. В то время достопочтенный Нагита прислуживал благословенному. Поэтому благословенный обратился к достопочтенному Нагите, Нагита, что это за громкий шум и суета, как будто рыбаки поймали рыбу? Учитель, это брахманы, домохозяева и чханангалы стоят у дома, что у ворот в лесную рощу чханангалы. Они принесли много основной и неосновной еды для благословенного и общины монахов. Пусть не буду я связан со Славой, Нагита, и Слава пусть не будет связана со мной. Тот, кто не может обрести по желанию, без сложностей и проблем, подобно мне, удовольствие и уединение, удовольствие и отречение, удовольствие и покоя, удовольствие и самопробуждение, то пусть он довольствуется этим удовольствием скользких испражнений, этим удовольствием апатии, этим удовольствием обретений, подношений и славы. Учитель, пусть сейчас Благословенный согласится принять их подношение. Пусть Благословенный сейчас согласится. Учитель, сейчас подходящий момент для согласия Благословенного. Куда бы теперь Благословенный ни отправился, брахманы городов и деревень будут также туда стекаться. Подобно тому, как дэвы дождя бросают на землю тяжелые капли, и потоки воды стекают вниз по склону, точно так же, когда Благословенный теперь отправится куда-либо, брахманы городов и деревень будут также туда стекаться. И почему? Потому что благословенный наделен такой нравственностью и мудростью. Пусть не буду я связан со славой, Нагита, и слава пусть не будет связана со мной. Тот, кто не может обрести по желанию, без сложностей и проблем, подобно мне, удовольствие и уединение, удовольствие и отречение, удовольствие и покоя, удовольствие и самопробуждение, то пусть он довольствуется этим удовольствием скользких испражнений, этим удовольствием апатии, этим удовольствием обретений, подношений и славы. Даже некоторые девы, нагито, не могут обрести по желанию, без сложности и проблем, подобно мне, удовольствие и уединение, удовольствие и отречение, удовольствие и покоя, удовольствие и самопробуждение. Когда вы проживаете вместе, собираетесь вместе, живете, привязанные к житию группой, то приходят мысли ко мне, конечно же, эти достопочтенные не могут обрести по желанию, без сложности и проблем, подобно мне, удовольствие и уединение, удовольствие и отречение, удовольствие и покоя, удовольствие и самопробуждение, и вот почему они живут вместе, собираются вместе, живут, привязанные к житию группой. Один, бывает так, нагито, что я вижу монахов, которые громко смеются, веселятся, щекочут друг друга пальцами Тогда мысль приходит ко мне, конечно же, эти достопочтенные не могут обрести по желанию, без сложностей и проблем, подобно мне, удовольствие и уединения, удовольствие и отречение, удовольствие и покоя, удовольствие и самопробуждение И вот почему они громко смеются, веселятся, щекочут друг друга пальцами 2. Далее, бывает так, что я вижу монахов, набивших свои животы, которые съели столько еды, сколько хотели, и они живут, предаваясь удовольствию от лежания, удовольствию от чувственных контактов, удовольствию от апатии. 3. Далее, бывает так, что я вижу монаха, который сидит в сосредоточении, находившихся в состоянии, удовольствии от чувственных контактов, удовольствия от апатии. 4. Далее, бывает так, что я вижу монаха, который сидит в безлюдной местности и от сенливости клюет носом. 5. Тогда мысль приходит ко мне, скоро этот достопочтенный рассеет свою сенливость и утомление, объединив свой ум, обратит его к восприятию дикой местности. 1. И потому я доволен тем, что этот монах проживает в безлюдной местности. 5. Далее, бывает так, что я вижу в безлюдной местности лесного монаха, который сидит несосредоточенным. Тогда мысль приходит ко мне, вскоре этот достопочтенный сосредоточит свой несосредоточенный ум или защитит свой сосредоточенный ум. И потому я доволен тем, что этот монах проживает в безлюдной местности. 6. Далее, бывает так, что я вижу в безлюдной местности лесного монаха, который сидит сосредоточенным. Тогда мысль приходит ко мне, вскоре это достопочтенно освободит свой неосвобожденный ум, или защитит свой освобожденный ум. И потому я доволен тем, что этот монах проживает в безлюдной местности. 7. Далее, бывает так, что я вижу проживающего в деревне монаха, который получает одеяние, иду. Жилище – средство для лечения больных. Получив, как он любит, эти обретения, подношения, и славу, он пренебрегает затворничеством, пренебрегает уединенными лесом и жилищами в безлюдной местности. Он живет тем, что посещает деревни, поселения, и города. И поэтому я недоволен тем, что этот монах проживает в деревне. 8. Далее, бывает так, что я вижу проживающего в безлюдной местности монаха, который получает одеяние, еду, жилище, средства для лечения больных. Отринув эти обретения, подношения, и славу, он не пренебрегает затворничеством, не пренебрегает уединенными лесом и жилищами в безлюдной местности. И поэтому я доволен тем, что этот монах проживает в безлюдной местности. Но когда я иду один по дороге и не вижу никого ни перед собой, ни за собой, то в это время мне легко, даже когда я мочусь и испражняюсь. 2. Один, смотри. МН-121. Восприятие дикой местности может быть первым этапом в медитации тотальности земли. 2. Версии перевода достопочтенного Бодхи это предложение звучит чуть иначе, мне легко просто хотя бы потому, что можно помочиться и испражниться. Подтаникуджина сутта, чаши для сбора подаяний. АН-887. Благословенный сказал, монахи, когда мирянин обладает восемью качествами, Сангха, если того пожелает, в отношении него может перевернуть чаши для сбора подаяний. 1. Какими восемью? 1. Он старается не допустить того, чтобы монахи получали обретение. 2. Он старается причинить монахам вред. 3. Он старается не допустить того, чтобы монахи поселились в некоем месте. 4. Он оскорбляет и поносит монахов. 5. Он разделяет монахов друг от друга. 6. Он неуважительно отзывается о Будде. 7. Он неуважительно отзывается о Дхамме. 8. Он неуважительно отзывается о Сангхе. Когда мирянин обладает этими восемью качествами, Сангха, если того пожелает, в отношении него может перевернуть чаши для сбора подаяний. Монахи, когда мирянин обладает этими восемью качествами, Сангха, если того пожелает, в отношении него может повернуть чаши для сбора подаяний правильным образом. Какими восемью? Он не старается не допустить. Он уважительно отзывается о Сангхе. Когда мирянин обладает этими восемью качествами, Сангха, если того пожелает, в отношении него может повернуть аши для сбора подаяний правильным образом. Один, примечание переводчика СВ, то есть, отказаться принимать подношения от этого мирянина, что является признаком большого неуважения к нему. Аппасада пасада сутта, отсутствие уверенности. АН 8.88 Благословенный сказал, монахи, когда монах обладает восемью качествами, миряни, если того пожелают, могут объявить об отсутствии уверенности в нем. 1. Какими восемью? 1. Он старается не допустить того, чтобы миряни получали обретение. 2. Он старается причинить мирянам вред. 3. Он оскорбляет и поносит мирян. 4. Он разделяет мирян друг от друга. 5. Он неуважительно отзывается о Будде. 6. Он неуважительно отзывается о Дхамме. 7. Он неуважительно отзывается о Сангхе. 8. Они видят его в неположенных местах. 2. Когда монах обладает этими восемью качествами, миряни, если того пожелают, могут объявить об отсутствии уверенности в нем. Монахи, когда монах обладает восемью качествами, миряни, если того пожелают, могут объявить о своей уверенности в нем. Какими восемью? Он не старается не допустить. Он уважительно отзывается о Сангхе. Они видят его в положенных местах. Когда монах обладает этими восемью качествами, миряни, если того пожелают, могут объявить о своей уверенности в нем. 1. Комментарий. Когда так было объявлено имя, им не обязательно вставать перед ним в сиденье или кланяться ему или выходить, чтобы встретить его, или давать ему дары. 2. Смотри. АН 5.102 Патисарания сутта Примирение. АН 8.89 Благословенный сказал, монахи, когда монах обладает восемью качествами, Сангха, если того пожелает, может объявить о бхакти примирение в отношении него. 1. Какими восемью? 1. Он старается не допустить того, чтобы миряне получали обретение. 2. Он старается причинить мирянам вред. 3. Он оскорбляет и поносит мирян. 4. Он разделяет мирян друг от друга. 5. Он неуважительно отзывается о Будде. 6. Он неуважительно отзывается о Дхамме. 7. Он неуважительно отзывается о Сангхе. 8. Он не исполняет легитимного обещания мирянам. Когда монах обладает этими восемью качествами, Сангха, если того пожелает, может объявить об акте примирения в отношении него. Монахи, когда монах обладает этими восемью качествами, Сангха, если того пожелает, может отменить акт примирения в отношении него, который прежде был на него наложен. Какими восемью? Он не старается не допустить. Он уважительно отзывается о Сангхе. Он исполняет легитимные обещания мирянам. Когда монах обладает этими восемью качествами, Сангха, если того пожелает, может отменить акт примирения в отношении него. Один, когда вынесен подобный акт, провинившийся монах должен отправиться в сопровождение другого монаха к домохозяину и просить у него прощения. Если он не получает прощения, то тогда сопровождающий монах должен просить прощения, смотри. Виная 2, 18-21. Самма ватта на сутта, поведение. АН 8-90. Благословенный сказал, монахи, монах, обвиненный в отягченном неблагом поведении, один, должен вести себя должным образом в отношении восьми принципов. Один, он не должен давать высшее посвящение в монахи. Два, он не должен давать зависимость. Два. Три, у него не должно быть самонеры, которые прислуживают ему. Четыре, он не должен принимать согласие быть наставником монахинь. Пять, даже если он принимает согласие, он не должен наставлять монахинь. Шесть, он не должен принимать какого-либо согласия быть исполнительным лицом в Сангхе. 7. Он не должен занимать какую-либо главенствующую позицию в Сангхе. 8. Он не должен давать другому монаху нарушителю возможности исправления в случае с тем же корнем. 3. Монах, обвиненный в отягченном неблагом поведении, должен вести себя должным образом в отношении этих восьми принципов. 1. Тасапапиасикакама. Речь идет о том, что на монаха накладывают дополнительные наказания из-за того, что когда его обвиняли в совершении серьезного проступка, сангхадисиса, он изворочивался и реагировал, проявляя агрессию, и Сангхе приходилось дополнительно нажимать на него, чтобы тот, в конечном счете, сознался в проступке. 2. Ниссая. Согласно Винае, молодому монаху следует жить пять лет рядом с другим монахом, который дал ему Ниссаю, обычно это тот, кто дал ему посвящение, упаджая, или же учитель, очарио. Примечание переводчика СВ, в некоторых случаях Ниссая может быть отменена, отложена или, напротив, увеличена, по усмотрению учителя. 3. По мнению Достопочтенного Брахмали, речь идет о том, что он не может предписать постановить исправление и проступка другому монаху, если тот совершил тот же самый проступок, что и этот монах. Сутты АН 8 91 117. Все эти сутты идентичны сутте о соблюдении восьми факторов Нурпасадхи, как, например, АН 8 43, за исключением того, что меняется имя Мирянки, с которой идет беседа, и тогда Мирянка Бодджха, Серима, Подума, Сутана, Мануджа, Уттара, Мурта, Кхема, Сома, Пучи, Принцесса Чунди, Мирянка Бимбя, Принцесса Сумана, Царица Маллика, Мирянка Тисса, Сона, Мать Тиссы, Мать Соны, Канна, Мать Каны, Уттара Нандамата, Висабха Мегарамата, Мирянка Кхуджуптара, Мирянка Самовати, Дочь Калиев Суппаваса, Мирянка Суппья, Домохозяйка Накуламата. Патхама сутта, первая. АН 8 118. Благословенный сказал, монахи, ради прямого знания жажды следует развивать восемь вещей. Какие восемь? Один, правильное воззрение, два, правильное устремление, три, правильную речь, четыре, правильное действие, пять, правильное средство к жизни, шесть, правильное усилие, семь, правильную осознанность, восемь, правильное сосредоточение. Ради прямого знания жажды следует развивать эти восемь вещей. Дутия Супта, вторая. АН 8 119. Благословенный сказал, монахи, ради прямого знания жажды следует развивать восемь вещей. Какие восемь? Один, вот практикующий, воспринимая формы внутренние, видит формы внешние, ограниченные, красивые или уродливые. Преодолев их, он воспринимает так, я знаю, я вижу. Два, вот практикующий, воспринимая формы внутренние, видит формы внешние, безмерные, красивые или уродливые. Преодолев их, он воспринимает так, я знаю, я вижу. Три, вот практикующий, не воспринимая формы внутренние, видит формы внешние, ограниченные, красивые или уродливые. Преодолев их, он воспринимает так, я знаю, я вижу. 4. Вот практикующий, не воспринимая формы внутренние, видит формы внешне, безмерные, красивые или уродливые. Преодолев их, он воспринимает так, я знаю, я вижу. 5. Вот практикующий, не воспринимая формы внутренние, видит формы внешне, голубые, голубого цвета, с голубым тоном, с голубым оттенком. Преодолев их, он воспринимает так, я знаю, я вижу. 6. Вот практикующий, не воспринимая формы внутренние, видит формы внешне, желтые, желтого цвета, с желтым тоном, с желтым оттенком. Преодолев их, он воспринимает так, я знаю, я вижу. 7. Вот практикующий, не воспринимая формы внутренние, видит формы внешне, красные, красного цвета, с красным тоном, с красным оттенком. Преодолев их, он воспринимает так, я знаю, я вижу. 8. Вот практикующий, не воспринимая формы внутренние, видит формы внешне, белые, белого цвета, с белым тоном, с белым оттенком. Преодолев их, он воспринимает так, я знаю, я вижу. Ради прямого знания жажды следует развивать эти восемь вещей. Татья сутта, третья. АН 8 120. Благословенный сказал, монахи, ради прямого знания жажды следует развивать восемь вещей. Какие восемь? 1. Вот практикующий, обладая формой, видит формы. 2. Вот практикующий, не воспринимая формы внутренние, видит формы внешне. 3. Вот практикующий настроен только на красивые. 4. С полным преодолением восприятия форм, с угасанием восприятий, вызываемых органами чувств, не обращающий внимания на восприятие множественности, воспринимая, безграничное пространство, практикующий входит и пребывает в сфере безграничного пространства. 5. С полным преодолением сферы безграничного пространства, воспринимая, сознание безгранично, практикующий входит и пребывает в сфере безграничного сознания. 6. С полным преодолением сферы безграничного сознания воспринимая, здесь ничего нет, практикующий входит и пребывает в сфере отсутствия всего 7. С полным преодолением сферы отсутствия всего практикующий входит и пребывает в сфере невосприятия не невосприятия 8. С полным преодолением сферы невосприятия не невосприятия, практикующий входит и пребывает в прекращении восприятия и чувствования Ради прямого знания и жажды следует развивать эти восемь вещей Сутты АН 8 121 147. Сутты идентичны АН 8 118 120, но вместо ради прямого знания жажды здесь идут другие фразы. Ради полного понимания жажды. Ради полного уничтожения жажды. Ради оставления жажды. Ради уничтожения жажды. Ради преудоления жажды. Ради угасания жажды. Ради прекращения жажды. Ради отказа от жажды. Ради покидания жажды. Сутты АН 8148-627. Сутты идентичны АН 8118-147, но вместо жажды идут иные значения – злобы, заблуждения, злости, враждебности, клеветы, презрения, зависти, скупости, неискренности, лукавства, упрямства, горячности, самомнения, надменностей, опьянения, беспечности.